Девушки отдыхают 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 Следом неровная колонна по двое. Мы вступили в пределы зоны. А может и не так. Параллельно я отчетливо помню, как нас на несколько дней заперли в каком-то сарае и по одному гоняли на допрос к особисту. Потом нас переписали, сняли отпечатки пальцев и выдали по какому-то временному удостоверению, мол, податель сего является сотрудником частой строительной компании Ярывань. И только после этого пехом отправили в зону. А, было еще воспоминание. Что никакой воинской части мы толком не видели. Машина проскочила к АПП, провезла нас по дороге с полкилометра, после чего под раскаты начинающейся грозы нас вытряхнули из кузова, указали направление, куда бежать. И все. Про майора Дятлова я узнал позднее, после инцидента в столбцах. Как только ворота за нами со скрипом закрылись, Ломоди громким голосом предупредил, чтобы никто не вздумал сходить с дороги. «Тут сплошные минные поля», – сказал он. «Да и польмячикам на вышках только дай повод». В подтверждении его слов сзади раздалась длинная очередь, и пули, показалось, чуть не задевая волос на голове, пронеслись над нами. Все новички, кто упал на дорогу, кто присел, вжимая головы в плечи, но ломать рявкнул. «Не останавливаться!» И мы, отряхиваясь на ходу, снова зашагали вслед за подводой. «Это для науки», – пояснил Лопоть. «Чтобы сознали свое место в тутошней пищевой цепочке». Он шлепнул вожжами по бокам клячи, и то на мгновение ускорилось. «Теперь запоминаем дуплопенечки. В эту сторону для вас отныне хода нет. Полезете по полю – подорветесь. Пойдете по дороге. Подпустят метров на двести и расстреляют. Никто с вами ни о чем разговаривать не станет, хоть вы кровью у них на глазах исходите». Далее. Западный лагерь. Старший в нем я. Смотрящий. Зовут, кто не запомнил, Ломать. Подо мной три бригадира. Сыч, Чака и Витя Самовар. Сейчас поменьше, но обычно у каждого бригадира под началом по три тройки. Итого до плопенечки. Должно быть тридцать душ плюс моя. Но на сегодняшний день всего четыре неполные тройки остались. Так что даже с вами полного состава у нас не будет. «Куда же остальные делись?» Спросил бородатый мужик из первой пары в колонии. «В лесу заблудились?» Старый лениво засмеялись. Ломать натянул по воде, останавливая лошадь, и спрыгнул с телеги. Мельком глянув нам за спину в сторону КПП, он ласково улыбнулся и переспросил. «Куда делись?» И вдруг заорал мгновенно багровее. «Ты что, утырок, до сих пор не понял, куда попал? Вы все!» Он обвел нас бешеным взглядом. «Вы не поняли, куда попали?» «Это зона, салаги!» «Дальше автобус не идет!» «Добро пожаловать на конечную остановку!» Он немного отдышался, снова запрыгнул на телегу и спросил уже спокойнее. «А что, Дятлов вам ничегошеньки не объяснил?» Все в разнобой замотали головами, а один из нас озвучил. «Нет, сказал только, что долг перед Родиной будем отрабатывать!» Наш смотрящий смачно плюнул и негромко выматерился. «Ладно, дупло пенечки, об этом позднее!» Он снова осмотрел нас внимательным взглядом. «Особые таланты имеются?» «Рычи, сапожники, повара?» Никто из новичков не ответил. «Ну есть у кого хоть какая-нибудь квалификация выше подсобника или разнорабочего?» Не отставал ломать. «Вы не подумайте!» «Спецам она живется куда привольнее, чем простым трудягам!» «Так что не глупите!» «Если есть у кого что сказать...» Он вожидательно замолчал. В ответ мы не проронили ни звука. «Понятно. Особый экскаваторный полк. Элита погрузочно-разгрузочных войск!» Сказал ломать разочарованно и протяжно скомандовал. «Двинули!» Стоило нам вновь тронуться в путь, как телегу тряхнуло на ухабе, и ломать громко колацнул зубами. «Холера!» Выругался он и стал рассказывать дальше, будто я не останавливался только что. «Запомните еще дуплопенечки! Ничего непонятного руками здесь ни в коем случае не трогать! Большое оно или маленькое, блестящее или матовое, даже не подходите, если жизнь дорога!» «Увидел что-то непонятное, встал и тут же позвал старшего!» «На через сами подохните и тройку свою подставите!» За нашими спинами прострекотал вертолет. Я обернулся на ходу. Его курс был параллельен двухметровой стене и сетке рабицы, с барашками колючей проволоки сверху. Стена эта начиналась слева и справа от едва видимого отсюда КПП. Уходила вдаль и терялась среди местности. Дорога нырнула во вражек, и вскоре перед нами вырос небольшой, домов пятнадцать поселок. «Добро пожаловать в лагерь западный! Бывший поселок Вильча! А ныне родной дом для честных бродяк и комбикорма, вроде вас!» Гаркнул ломать и шопнул вожжами по бокам клячи, пытаясь ее взбондрить. Встретили нас спокойно, без выкриков, шуточек и угроз. Пара человек в поношенных гимнастерках и грязных сапогах поздоровались с ломтем, бросили в нашу сторону по оценивающему взгляду и пошли дальше по своим делам. Пока мы разгружали телегу и заносили ее содержимое в неглубокий подвал, подоспели бригандиры. Прошлись вдоль нашей кривой цепочки, сплюнули по очереди на утопанную землю и уставились на ломтя. «Как делить будем?» Сипла озвучил общий вопрос, тот, что представился сычем. «Поровну, дуплопенечки!» Сказал ломать и понеслось. В течение получаса наскладывали, умножали и извлекали из нас корень. В результате я и прибывший со мной мужик с редкими усами под крупным носом достался бригадиру по кличке Чака. А еще пять минут спустя меня определили в тройку, старшим которой был здоровенный детина, назвавшийся Жора Речица. «Жрать хочешь?» Первым делом спросил Жора. Вопрос был риторическим, что я и попытался возродить на своем лице. Жора усмехнулся, протягивая мне топор. «Знакомый инструмент?» Я кивнул. «Дрова у старая. Видишь, вон тот дом. Там у нас кашеварня. Нарубишь и отвезешь три полных тачки. Это наша доля на сегодня. А мы с комаром над картой покумекаем. Чую выброс недалече. Так что скоро познаешь ты зону, а она познает тебя. Короче, если увидишь, что цвет неба начал меняться, со всех ног дуй сюда!» Я разгрузил вторую тачку, когда сверху донялся мягкий громовый раскат, и у меня заложило уши, как в вагоне метро. Поднял глаза и увидел, что голубизна неба постепенно меняется на ярко-фиолетовый оттенок. Солнце исчезло, а редкие облака в момент истаяли, будто их и не было. Громахнуло уже громче. Небо стало пронзительно бирюзовым и заволновалось, будто нависшее над головой море. Мне даже показалось, что ввысе мелькнули тела крупных рыб. Но досмотреть феерическое зрелище мне не дал упор по уху, сбивший меня с ног. В следующий момент меня ухватили за шиворот и потащили. Громахнуло еще раз, да так, что я почти оглох. По глазам резонула яркая вспышка. Резко заболела голова. Но я уже летел в темноту, натыкаясь на острые края ступенек. Хлопнуло дверь, лязгнул в замоке, грохот стих. «Кому было сказано про небо?» Различил я голос Джоры. В неярком свете керосиновой лампы я увидел, что нахожусь в подвале. В небольшом помещении с лавками по обеим сторонам и небольшим столиком у дальней стены. Воняло сыростью, плесенью и мужским потом. Кроме меня, в подвале находилось еще пятеро, в их числе Жора и Камар. «Зелень ты весенняя! Комбикорм для рогатого и парнокопытного!» Не унимался Жора? «Тебе же ясно было сказано, беги со всех ног!» «А ты что в небесах высматривал?» «Абсолютно дожидался!» Камар в это время защелкнул одно кольцо наручников мне на левое запястье, а другое зацепил за какую-то ржавую, выныривающую из стены трубу. Я рефлексивно дернулся. «Не вибрируй!» Сказал Камар. «Выброс пройдет, отцеплю, а то всякое бывает». Сверху грохот слился в монотонный гол. Пару растряхнуло. Я еще раз сдернул рукой. «Да не греми ты!» Сказал незнакомый мне коротышка с язвы от ожога на всю щеку. «Всех по первому разу прикрывают, чтобы не навредили. Каждый ведь по-своему эту беду переносит. У меня, к примеру, только башка трещит, будто с похмелюги. А дружок мой, Рома, первое время так все блевал, не переставая. А случалось, что и стрелялись, повеси вены распарули. Так что и ты повеси. Для твоего же блага». «Эм, да как вообще?» Я прислушался к себе. Ухо левой чешется, да шишка, которую в машине по пути сюда набил, побаливает. И пожал плечами. «Ну и хорошо», кивнул коротышка. «Значит, к выбросам ты нечувствительный?» «Это, конечно, не значит, что тебе можно его на улице пережидать. Там в миг вместо мозгов запеканку получишь». «Да закройся ты, Чуня!» Сказал Жора, подсвечивая себе карту, карманным фонариком. Он кнул пальцем и предложил. «А если сюда?» Комар сомнением покачал головой. «Там топи начинаются. Все камышом заросло, обзор плохой. На электру нарвемся, все поляжем». «Рыбкин говорил, что в прошлом месяце там болотный огонек видел». «Видел?» Усмехнулся Комар. «Чего же не взял?» «А ты не помнишь, какие они тогда вернулись?» «Как в сказке!» «Битый не битого вез!» Комар скептически улыбнулся. «Чтобы Рыбкин мимо хабара прошел!» Он немного посмурнел. «Жаль, теперь уже не спросишь». «Есть такая история!» Вдруг сказал Чуня, обращаясь ко мне. Было видно, что ему жутко, и он пытается заболтать свой страх. В один из первых наборов это случилось. Накрыло как-то выбросом прямо тут, в лагере, в одном из подвалов пятерых бродяг. А как отпустило, так оказалось, что выход аномалии осторожит. Кто говорил, рубец это был, кто-то на электро грешил. В одном сходились. Выход запечатала намертво. «Не войти, не выйти, не передать чего!» Первый бродяга на выходе в нее и влетел. Сразу наповал. «Осторожи тоже не звери!» Была бы возможность, помогли бы. Да как? Оставшиеся бедолаги пару дней покантовались. Думали копать другой ход, а стены с полметра бетона. Бывший хозяин расстарался. И инструмента никакого. Что делать? Еда ладно, вода окончилась. Пробовали прорваться, и еще двое сгинули. Да погано так. Вот и решили оставшиеся, что чем смерть лютую принимать, лучше уж в этом друг к другу подмогнуть. Приставили пистолетики и голове друг друга, и на счет три нажали. На утро глянули бродяги, и никакой аномалии у того подвала и не осталось. Не знали тогда еще, что каждая аномалия свой заряд имеет, и у этой всего три сработки оказалось. «Здоров ты, трепа, Чуня!» Сказал Комар. «Что же это за выброс был, если аномалии прямо в лагере появились?» «Я здесь не первый месяц, под всякие попадал. Один раз так грохотало, что думали стенки не выдержит и похоронит нас прямо тут. Таки после него первую плешь в метрах в трехста встретили к востоку от креста, что пахом на околице поставил. За мостиком через Макаву. А что бы здесь? Врешь ты, Чуня, как дышишь. Ладно, давайте на выход. Кончился выброс. Завтра на дело пойдем». И впрямь шум снаружи стих. «Да, как бы не сегодня», пробормотал Жора, снимая с меня наручник. «Давно ничего стоящего не приносили. А на Южном, говорят, неделю назад аж три грозди железного винограда приволокли». «Кто говорит-то?» спросил Комар насмешливо. «Чак отрепался», ответил Жора. «Мол, Дятлов обещал в половину рациону резать, если в ближайшее время ему чего-нибудь стоящего и не приволочем». «Чака, он знает». То ли снасмешничал, то ли серьезно сказал Комар. «Но она ночь глядя, да сразу после выброса. Итак, потери выше крыши». Он подошел к двери, запиравшей подвал и со скрипом отпер ее. Мы по очереди вышли. Смеркалось. От земли поднимался то ли дым, то ли туман. В воздухе пахло озоном и какой-то дрянной химией. «Сходи в кашеварню, там тебя покормят. Потом приходи и спать ложись. Выходим, как чуть рассветет», сказал мне Комар. «Все, что тебе нужно знать, узнаешь завтра. Вопросы?» Я отрицательно покачал головой. «Да, иди ужинай», подал голос Жора. «Спать ляжешь у дверей на раскладушке». Ужин был сытный. Макароны с тушенкой, чай от пуза и шмат хлеба с ладонь. Макароны и чай я употребил, а хлеб припрятал, запас в карман не тянет. Пришел в хату, растянулся на раскладушке. Думал, после стольких событий сразу не засну. Да и обдумать нужно было много чего. Но только голова моя коснулась подушки, я отключился, как перегоревшая лампочка. Хлоп и темнота. И приснилось мне мое недалекое прошлое, как шел я по улице Ленина своего родного города, а навстречу мне сына генерального директора нефтезбыта. Он в тот день в Джеймса Бонда играл, на ходу своего гиллиента и с травмата во всем встречным поперечным палил. С управлением крики и визги, народ разбегается. Я обычно ни во что такое не вмешиваюсь, и здесь бы мимо прошел, как и большинство прохожих. Но от такого беспредела как-то растерялся. А тварь это, когда из машины своей выползла, стала в мамашу молоденькую целиться. У той на руках грудничок надрывается. Проснулся, наверное, от такого шума перепугался, ну и переклинило меня. Ствол отобрал и им же по харе уроду этому и зарядил. Раз пять. Мужики отащили. Но у меня слава богу, ума хватило ментов не дожидаться. Правда, помогло мне это мало. Установили мою личность за два дня, а когда на третий день взяли, то оказалось, что это не сынок генерального, а я на машине со стволом нагло гонял. Не он, а я стрелял по прохожим и покалечил людей на остановке. А еще чуть позже понял я, что искали меня со всей тщательностью совсем не для того, чтобы осудить по всей строгости, так сказать, закона, а лишь для выдачи моей живой и щетушки возмущенному родителю. Я, видишь ты, оказывается, гнити этой чоли с двух местах сломал. Передали меня с рук на руки четырем быкам, им бы еще по кольцу нос, и поехали мы к генеральному на дачу. Как я понял из их немногословного рассказа, казнь меня ждала долгая и лютая, дабы впредь и другим неповадно было. Спасти меня могло только чудо. И чудо это явилось в виде КамАЗа на перекрестке у железнодорожного переезда. Как я там богу душу не отдал, до сих пор не пойму. Водители, быки, все в кашу. Мужик из КамАЗа через лобовое стекло вылетел, а я живой. Это потом оказалось, что ее руку сломал и на ребре трещина и сотрясение. А тогда на чистом адреналине до насыпи набежал ее в вагон-товерняка. Тот еще одно чудо. Как раз проходил, на ходу забрался и там только сознание и потерял. Двое суток ехал на восток. Очнусь, где я потом услышу колеса стучат, вагон покачивается. Успокоюсь и снова в забытье. Обнаружили меня аж за Уралом, в больнице поместили. Я оттуда через неделю сбежал. Одежду у соседа по палате украл и сбежал. Прямо за грифком почуял, что еще немного и найдут меня. А в том, что ищут, не сомневался. Опять товарняк теперь уже на юг. Прибился к бомжам на городской свалке районного центра. Ну, а там долго не продержался. Законы волчьи. А у меня рука неправильно срослась и ребра болели. Не кашлянуть, не чихнуть. Какой из меня боец? Подрабатывал на привокзальном рынке. Бывало и побирался, воровал. Один раз попался и это не прибавило мне здоровья. Так еще полгода перекантовался. Зарос, раз пообносился. Родная мать не узнает. Вот только пить беспробудно, как другие бомжи, не мог. Не лезло. Местный опер как-то поймал меня на базаре. Иди, говорит, сюда. Немой. Тема есть. Немой, это кличка у меня такая. Я и до неприятностей особо говорном не слыл. А уж как попал в переплет, так и вовсе замолчал. Что не скажешь, о том не узнает. Говорил редко и по возможности односложно. Сначала трудно приходилось, потом привык. Ну вот, подхожу я, а он листовочку протягивает. Глянул, на ней мое фото пятилетней давности. И надпись, разыскивается. Особо опасный и так далее. И даже вознаграждение прописано десять тысяч гринов. Вали отсюда, немой, говорит. Денег, что за тебя сулят, мне все равно не обломится. Начальнички да посредники распилят. А вот Коли прознают про тебя и бы чье сюда съедется по твою душу. Мне этот геморрой ни разу не нужен. Так что сутки тебе даю. Но долго уговаривать меня не пришлось. Тем же вечером и свинтил с города. Так я жил от станции до станции. Когда меня в Вологде на Хазе полиция замела, я думал, все, отбегался. Достал меня все-таки генеральный папаша. Поэтому несказанно удивился, когда в числе таких же, как я, бедолаг, был этапирован куда-то на запад, сначала в спецвагоне, а позднее на машине, в кунге, в которой были такие узкие скамейки. И снова во сне я выпрыгнул на асфальт, осматриваясь. И снова майор Дятлов приказал нам построиться. Потом ухватил меня за ворот и давая трясти, приговаривая. «Просыпайся! Просыпайся, тебе говорят!» Я открыл глаза. В хате стоял полумрак. Надо мной склонился Жора. «Вставай, умывайся завтракай!» Коротко приказал он. «Через час выходим». «День первый. Или сейчас всё пойдёт по-взрослому». Пока я умывался и завтракал в избе кашеварни, Жора успел побывать у ломти и утвердить маршрут, который они с комаром вчера всё-таки выработали. Как мне потом рассказал Жора, был негласный закон, по которому тройки не должны были вести поиск близко друг от друга. Или совместно, или чтобы расстояние между ними было не менее трёх километров. Во избежание. Хоть с оружием здесь было и туго, по одному Макарову и две обоймы на тройку, плюс каждому бригадиру по помповухе, ну и ломти в знак статуса «калаш». Бережёного Бог бережёт. А то обывало и полить друг друга с перепуга начинали. До последнего дома шли в разнобой, обходя лужи. Дождь, зарядивший с ночи, моросил и моросил, поэтому мы все трое надели лёгкие накидки с капюшонами. Меня, кроме накидки, одарили ещё большим рюкзаком, в котором хранился наш сухпай на двое суток. Отдельно, в специальных карманах, были упакованы четыре, похожие на термосы керамических контейнера с пружинными крышками. Жора гордо светил пистолетной кобурой на левом боку. Камар был спокоен. На сгибе локтя он нёс под лавочкой виднелась скрытая консервная банка, полная окурков. «Присядем на дорожку», скомандовал Жора, и специально для меня пояснил обычай. «Крест этот», сказал Камар, садясь первым и закуривая, поставил ещё пахом таймырский, настоящий батюшка, не читая о нынешнем. Все бродяги, что в поиск идут, всегда под ним отдыхают. На удачу. «Это тот, что церковь строить жора. На исповеди ещё зазывал. Службы служил какие-то. Как он сгинул?» «А почему сразу сгинул?» Невесело усмехнулся Камар, протягивая ему каску. «Там, в Вильницах, его и нашли». Повесился бедолага. «Следующая каска досталась мне». «Твоё дело», сказал Камар. «Хочешь, надень, хочешь, в рюкзаке носи. Хочешь, тут оставь решать тебе. Тут советы не помогут. Каждый по-своему приноравливается. Одно запомни крепко. В зоне смерть на каждом шагу. Сдохнуть тут легче, чем на свободе мимо урны плюнуть. Так что слушай внимательно, что будем говорить». «И ещё», добавил Жора, «Никто с тобой здесь особо возиться не будет. Но и на смерть специально». Он как-то криво усмехнулся и глянул на Камара. «Посылать тоже не станет». «А я надел каску на голову и застегнул ремешок под подбородком. Камар сплюнул, потушив чинарики и бросил его в консервную банку. «Двинули», сказал Жора. «Идём по дороге. Направление вон то дерево с двойной кроной. Видишь?» Я кивнул. «Дойдёшь, остановишься. Теперь прохворостину. Увидишь, что она себя неправильно ведёт. Ну, там качается не так или не в ту сторону. Или к земле её пригнуло. Или ещё что. Тут же останавливаешь и подзываешь меня. Даже если покажется, что что-то не так, сразу останавливайся. Всё понял?» Я снова кивнул. «Ну, тогда топчи дорогу, комбикорм». Я зашагал первым, метрах в пяти за мной наш старший, Жора. Былой асфальт раскололся на острова, между которыми расплылись лужи. Он хрустел и ломался по краям. Кое-где торчали набухшие почками ветки кустов и кустики зелени. «Только не вздумай впереди себя камешки бросать или ещё чего», добавил комар, который двинулся замыкающим. «А то был тут у нас один до тебя. Он, видишь, ты, в книжке читал, что аномалии с помощью железных гаек искать нужно. Но и получил этой же гайкой себе по лбу. Хорошо, хоть свой лоб подставил, не чужой». И тут на меня накатило такой волной беспричинной паники, что я еле устоял на ногах и озноб такой, что в глазах потемнело. «Что, пробрало?» Услышал я задежурен голос. «Эта зона с тобой поздоровалась. Не переживай, по первому разу все пугаются. Привыкнешь со временем». «Ша!» перебил его комар. «Зона!» Отставить разговоры не по существу. «Идём, смотрим, слушаем». Я кивнул, и мы снова двинулись по когда-то асфальтовой дороге. Метров через двести хворостину вдруг повело в сторону и вниз. Я тут же остановился, поднял руку вверх, а потом указал на выгнутый другой щуп. «Ну вот», сказал Жора, подходя ко мне. «Плешка Марина обыкновенная. Что в неё не попади, все в лепешку. Слева она, в квете расположилась». Он взял у меня хворостину и провел её над правой стороной дороги. Там кончик щупа вёл себя нормально. Жора прошёл несколько шагов вперёд и чиркнул ботинком по дороге отметку. «Правее отметки», сказал он. «Понял», ответил Комар. «Всё ясно», спросил Жора. Я кивнул, забрал у него хворостину и снова двинулся в путь. За следующий час у нас на пути попались ещё четыре «Парка», опалившая мне щуп сантиметров на тридцать. У съезда вправо под указателем посёлок Новый Мир мы остановились передохнуть. Закурили. «Деревня Павловичи», объявил Жора. «Сейчас всё пойдёт по-взрослому. Аномалии в лесу быстро выдыхаются», пояснил Комар. «А вот на открытом месте лежат от выброса до выброса. Намертво. Ещё и силу напитывают. Так что теперь особо внимательным будь». Деревня Павловичи, как оказалось, была группкой в десяток развалюх, заросших дикой малиной по заколоченные окна. В центре небольшой площади торчал перекосившийся журавель-колодца. Я было обрадовался, что сейчас напьёмся колодежной водицы, но на подходе нам дорогу перегородила сплошная стена аномалии. Чего тут только не было. И электро, и ребус, и карусель, и возвратка. Я два щупа в труху извёл, прежде чем дорогу в обход выискал. Причём обломок от второго прута. Возвратка как-то хитро выплюнула. Мимо меня и прямо Жоре под самую каску да по лбу. И так сильно, что тот упал на пятую точку. На месте удара немедленно вскочила шишка, а когда протискивались между ребусом и жаркой, последняя она Жоре пропустила. А вот в комара то ли брызнула, то ли плюнула. Короче, прожгло и штаны на его заднице и само съедалище пострадало. Правда, комар не запаниковал. Несколькими точными движениями потушил горящую ткань. Потом снял штаны, умело смазал наливающийся багрянцем ожог и заклеил его пластырем. Один за другим закурили, переводя дух. Можно было попробовать подойти к домам с другой стороны. Но Жора, посовещавшись с комаром, постановил идти дальше. В Павловичах по всем признакам артефакты были, но уж больно мудрено до них было добраться. А может дальше нам больше повезет и не придется блуждать в лабиринте аномалии. Перекурив, двинулись. Через пару километров впереди показалось очередное ответвление вправо и указатель деревня Колпаки. Далее виднелась бетонная коробка автобусной остановки. Нам туда, сказал повеселевший Жора, махнув в сторону указателя. Метров сто лесом, потом мосток через речку и вот они, Колпаки. Там в окрестностях всегда что-то да попадается. Лес мы преодолели без происшествий, а около моста через широкий ручей нам попался первый артефакт. Он висел над землей, слегка покачиваясь и выглядел как слегка мерцающий череп размером с кулак. Жора, заметивший его первым, взял у меня хворостину, подошел к черепку метра на полтора и внимательно посмотрел по сторонам и резким бейсбольным ударом отправил находку в близкие кусты, усыпанное крупными почками. Подождал немного, прислушиваясь и затрещал ветками в поисках добычи. «Прошу любить и жаловать», сказал наконец Жора, вылезая из кустов. «Медуза! Она же черепушка!» «Фу!» сказал комар. Я тоже поморщился. От медузы разило гнилым запахом разложения. «Ну, воняет», сказал Жора. «От этого она не перестает быть артефактом». «Или перестает». Комар выругался в полголоса, снял у меня с рюкзака один керамический термос, поместил внутрь медузы и защелкнул крышку, после чего выдохнул. Все это время он старался не дышать. «Гадость!» сказал он и сплюнул. «В зачет пойдет?» спросил Жора. «Я знаю», пожал плечами комар. «Я таких вонючих еще не встречал». Далее мы перешли мостик, обошли две карусели и остановились на околице колпаков, осматриваясь. Эта деревня была побольше Павловичей, но дома в ней были в том же состоянии, обветшалые, осевшие, с черными проемами пустых окон. Правда, заросли они не в пример меньше. Молодая травка, сухие скелеты прошлогоднего репейника и канареечника кустились пятнами, пропуская большие проплешины пустой земли. Мгапон рассказывал, что тут перед последним выбросом перекати поле видел, сказал комар. Аномалия такая подвижная, на моток ржавой колючей проволоки похожа. Каталась тут по огородам, теперь ни черта не вырастет поменимое слово. Опасная? Спросил Жора. Кто? Не понял комар и сделал вид, что не понял. Ну, аномалия эта перекати поле опасная? Уточнил Жора. А ты как думаешь? Вопросом на вопрос ответил комар. Если она такое землей творит, то что от тебя останется тут? А такой лице уходила вперед и теряла за поворотом улица, ограниченная с двух сторон ветхими покосившимися заборами. Мы не спеша двинулись дальше, но пройдя метров десять остановились. Щуп у меня в руках сильно потянуло вперед. Потом он резко крутанулся вокруг своей оси, сдирая кожу у меня с ладони и с сухим треском раскололся на несколько кусков. Самый длинный обломок подпрыгнул в воздух и рассыпался в труху. Мясорубка, прокомментировал комар. Она же выжималка. Все как тряпку выжимает. Рахмет все мечтал в нее рельсу закинуть. Целую рельсу? Не поверил Жора. Один? Хрен бы он ее потянул. А ты Рахмета видел? Тот еще бугай. Пожил плечами комар. Я огляделся в поисках новой хворостины. Слева у остатков палисадника сухая без листочка береза. И чего? Поинтересовался Жора. Выжила бы шпалу. Еще как! Гагатнул комар. Попалась бы матерая. В такую спираль закрутила бы. Хоть на выставку посылай. Эй, ты куда? Это уже мне, как только я сделал лишний шаг в сторону. Я ткнул пальцем в приглянувшуюся мне ветку березы. Погодь, сказал комар и достал из-за пазухи стопку бумажек. Сейчас разведаем. При ближайшем рассмотрении бумажки оказались бумажными самолетиками. Комар взял один, разгладил крылья и запустил его в сторону березы. Пять секунд полет нормальный, прокомментировал Жора, когда самолетик кнулся в землю у самого дерева. Повезло, что ветра нет, сказал комар. И мне. Видел, как летел? Вот так и иди. Я сходил к березе и выломал себе новый щуп. Подумал и выломал запасной. Поднял самолетики и запустил его обратно. Соображаешь, похвалил меня Жора, когда я вернулся, опираясь на одну ветку, как на длинный посох. Направление вон тот дом синими ставнями. Двинули. Через час мы стояли на центральной площади деревни у развалин сельсовета, а наш инвентарь пополнился еще одним артефактом – батарейкой. С виду она была точь-в-точь как пружинная рессора от трактора, темно-синего, почти черного цвета. Она попросту валялась у обочины дороги. Я бы прошел и не заметил. Комар не прошел. Правда, оказалась батарейка пустой, то есть разряженной. Как сказал пару часов, но, как назло, ни одной в округе не было видно. Батарейке контейнер был не нужен, и ее просто так засунули в мой рюкзак. «Пора закругляться», сказал Жора, глядя в сереющее небо. «Еще час-полтора и стемнеет». Пока искали место для ночлега, я израсходовал еще один щуп и получил ушиб левого предплечья. Карусель на щуп не отреагировала, активировалась чуть ли не под самыми ногами. Я отскочил, но трухлявой доской мне все же приложило. «Блин, больно!» Рука ажа немела. На ужин расположились во дворе кирпичного дома с люгером на крыше. Насчет костроты не беспокойся. Повучил меня комар, попивая из алюминиевой кружки свежезаваренный чай. Зверь на огонь не пойдет. Наоборот, пятым километром обогнет. А людей тут кроме нас нету. Ближайшая тройка километров пяти в новом мире шариться должна. «Он мутантов боится!» хохотнул Жора. Наслушался баек. Было видно, что ему здорово не по себе, но он храбрился, пряча страх за бровадой. «Мутант? Он такой же зверь и тоже огня боится», сказал комар рассудительно. «Правда, смотря, что ты за мутантов имеешь в виду, ежели чудовищ, про которых любят некоторые бродяги языком трепать, то это мимо кассы. Будь тут столько всяких монстров, сколько их понавыдумывали. Они бы за первую неделю всё местное зверё выжрали бы, а за вторую друг дружку или на людей стали бы охотиться. Тут и Микердек бы настал, потому как против помповухи или, скажем, токарева с удлинённым стволом никакие клыки или когти не играют, а дятлов, если до того дойдёт, нам и побольше калибр в аренду сдаст. Не, попадаются, конечно, такие тварюшки, что мама не гарю, но про них тебе мало кто расскажет, потому как мало кто такие встречи пережить смог. Но это же всё-таки зона, а не лесополоса в пригороде. Заночевали здесь же, в доме. Входная железная дверь была заперта, так что внутрь забирались через разбитое окно. Ночью поднялся ветер, и флюгер на крыше начал усталость не помогала нормально уснуть. Только канешь сон, как протяжный скрежет, вытаскивал тебя обратно в реальность. К утру ветер стих, но вымотались все так, что проснулись поздно. Пока встали, пока умылись водой из ржавой бочки под водостоком, пока позавтракали, солнце поднялось высоко. Собрались, но команда у нас уже была не та. Жор умутило, весь шаги морщился, ожог разболелся. И у меня хоть и не так левая рука беспокоила, а все равно будто онемела и слушалась плохо. Вышли к небольшому озерцу, а там аномалии, тьма, тьмущая, но и артефакты, вот они, прямо как на ладони, метрах в десяти ближайший, и колючка, и кусок мяса, и мамины бусы, а возле камыша у самой воды болотный огонек светится, манит к себе. Как сказал Жора, нам хотя бы его одного заполучить, всем троим ходка зачтется. Только как же эту сволоту достать, если запустил комар самолетик, так тот сначала загорелся, потом наизнанку его горящего вывернуло, а под конец в клочки порвало. А это он всего три метра пролетел. Жарко, за ней выверт потом рубец, определил Жора и скомандовал. Пошли поищем, может обход есть. Куда там? Почти полностью озеро обошли, нет прохода. Было два выхода к самой воде, но комар даже ступать на мокрый песок запретил. Мол, не дай бог электро где примастилась, даже пепла не останется. Вот так и кружили полдня, только время потеряли. Жору дважды тошнило, он все больше бледнел. Комар хромал, да и у меня рука разболелась, спасся не было. Двинули к молочной ферме, и тут удача наконец нам улыбнулась. Наткнулись на россыпь небольших с ладошку треугольных камешков. Это был часто встречающийся в зоне артефакта радуга. Цена ему была копейки в базарный день. Но на нашем безрыбье взяли и их. Завернули провощенную бумагу, положили мне в рюкзак. А потом как отрезало. Аномалии не так уж и часто, но встречались, а артефактов больше никто из нас не заметил. К вечеру вышли на окраину старой рудни, устали как собаки. Выбрали сарай крытый жестью, развели рядом костер кое-как поужинали. Сегодня нужно дежурных выставить, сказал комар закуривая. Что-то предчувствие у меня нехорошее. Жора посмотрел на него вопросительно, а он продолжил. Нашумели мы сегодня порядком. Эти аномалии как колокольчики на донке. Чем чаще их касаешься, тем громче они звонят. Азона шума не любит. Если вчера она к нам только присматривалась, сегодня может и в гости пожаловать. Жора, ты как? Дежурить сможешь? Нормально. Махнула старшой рукой, хотя его вид говорил обратное. Был он бледен, взгляд его временами будто стекленел, упершись в одну точку. Самый черный час мой. Самый черный, это первый час после полуночи, пояснил мне комар. Значит, первым дежуре я, потом Жора, а под утро ты. Я кивнул, мол, понял. Выходим завтра после восьми, сказал Жора. Надо выспаться, а то прошлой ночью флюгер этот все душу вымотал. Быстро темнело. Старший тройки вдруг встал, прошел несколько шагов до угла сарая и согнулся в поясе. Его стошнило. Плохо дело, сказал мне в полголоса комар. Похоже, поймал на Жора сотрясение мозгов, причем немалое. У тебя с рукой как? Я пожал плечами, поднял и опустил левую руку, мол, работает. Если что, будь готов, я тебя вместо него разбужу, сказал комар негромко и улыбнулся на мой кивок. И еще, сказал Жора, возвращаясь к нам нетвердой походкой. Еды только наутро осталось, так что завтра последний день поиска, решающий. К вечеру ложимся на обратный курс. Нужно кровь из носу еще хоть пару артефактов раздобыть. Иначе не ломать, так майор Дятлов нам вырванные годы устроит. Зашли в сарай полный сухого, хрусткого, пахнущего прелью и плесенью сена и забрались на второй ярус по приставной лестнице. Я так устал, что мгновенно погрузился в зыбкое забытие на грани яви и сна. Гудели натруженные ноги, болела рука, в голове неспешно прокручивались события сегодняшнего дня. Мелькнул и погас сон, в котором я успел разглядеть, когда спящей жорой склонилась неясная тень, и от ее рта к уху старшого протянулась нить серебристой слюны. Я проснулся от дикого вопля, который раздался совсем рядом, загрохотали выстрелы. Я подскочил, вокруг темнота, заметался, проваливаясь в прелое сено и тут же получил кулаком буха. В голове взорвался и опал фейерверк и я пришел в себя. Осмотрелся. Рядом темная фигура комара, шепотом матерясь втаскивала лестницу наверх. Ажорин силуэт у слухового окошка замер, да что-то на улице высматривает. А оттуда снова как заорет кто-то, да громко таки жутко, у меня аж в глазах потемнело. И по ушам, как молотком с двух сторон, больно же как. А старшой на шато-кошко отпрянул, за уши схватился и завыл. Жжет, уши жжет. Комар подскочил к нему, отбросил в сторону, включил фонарик и стал шарить в сене. Убери его. Это он мне. Я ухватил Жору за плечи и потащил его вглубь сарая, а от окна бах-бах. Комар нашел таки оброненный Жорой пистолет и теперь палил по кому-то снаружи. И похоже попал, потому как с улицы раздался ночной рев в полной боли и ярости. Бум! Здоровенная туша врезала стенку сарая с такой силой, что раздался треск и сарай закачался. Ха-ха-ха! Извивался у меня в руках Жора. Бах-бах! Снова выстрелил Комар и снова попал. Кто бы там ни был, ему это не понравилось. Новый вопль раздался уже в отдалении, а последовавший за ним вой еще дальше. Тварь быстро удалялась. Тут хоть что-то рассмотрел? Спросил, а сам при этом у Жора по карманам шарил. Нашел две запасные обоймы. Переложил себе в нагрудный карман гимнастерки. Видя, что старшой на его слова не реагирует, Комар тряхнул его за плечо. «Жора, ты меня слышишь?» А Жора лишь сидел на корточках, покачиваясь, подувал так тихонько, да пальцами в ушах ковырялся и смотрел никуда. Жуткое зрелище. Комар снова включил фонарик, расстелил чистую тряпицу и стал пистолет чистить. «Успокаивает», сказал мне. «А ты давай, ложись спать, я до утра подежурю. Зелёный ты ещё для часового в такую ночь». Я не стал спорить, хотя и сомневался, что смогу уснуть. Страшно было очень. Но только успел подумать, что у Комар не нервы, а остальные рельсы, как провалился липкий тягучий омут. Проснулся, светало уже, не сам Комар растолкал. «Твоя очередь», сказал он. «По свету этот ворюга вряд ли заявится, да и шкуру я ей ночью подпортил. Так что ты за Жорой больше присматривай. Он вроде уснул. Может оклемается ещё, иначе тащить нам его на себе всю обратную дорогу». Я встал, потянулся, пошевелил левой рукой. Боль почти не чувствовалась. В свете, проникавшего на чердак через слуховое оконце на торце виднилось тело Жоры. Он забился в самый угол и не шевелился, свернувшись калачиком. Спать хотелось отчаянно, и я решил пройтись, осмотреть окрестности. Глупо, конечно, особенно после того, что произошло ныне ночью. Однако страха не было. Но бегал зверь какой-то вокруг, подронил его комар, теперь не сунется. Я столкнул приставную лестницу и неспеша спустился вниз. Было тихо. Дверь сарая заскрипела так, будто решила разбудить всю округу. Снаружи по земле струился легкий туман, и вчерашняя обнаруженная неподалеку плеж выдавала себя нечастыми тихими хлопками. Я пошел вокруг сарая и вскоре обнаружил следы. Судя по их размерам, вчера нам спать не давал зверь, никак не меньше тигра. Борозды когтей по кирпичной стене только подтвердили мои догадки. Поверх следов чернили пятна крови. Я присел, разглядывая следы, и вдруг почувствовал за спиной чьё-то присутствие. Резко обернувшись, я увидел перед собой Жору. Тот стоял, покачиваясь, глядя на меня глазами полными пустоты и безумия. Рот его расползся в жабье улыбки так, что оказалось, губы в уголках рта вот-вот лопнут. От нижней губы к подбородку текли ручейки тёмно-красной крови. Он попытался что-то сказать, но закашлялся, пуская кровавые пузыри. Я выпрямился и стал пятиться к дверям сарая. Жора никак не пробовал последовать за мной, стоял себе, глядя в землю под ногами. Потом всё же обернулся и, не переставая улыбаться, упал на спину. Кровь вместе с каким-то тёмным сгустком потоком хлынула из его рта. Я заорал во весь голос. На мой крик прибежал комар, и мы вдвоём попытались поднять Жору, но ноги его не слушались. В конце концов мы положили старшова на бок, чтобы он не захлебнулся собственной кровью. Тело Жоры мелко тряслось. Он судорожно с хлюпом дышал. Время от времени он начинал тихо смеяться, но смех тут же переходил надрывный кашель. Кровь текла не переставая. Я присмотрелся к тёмному сгустку, который Жора выплюнул, и меня вывернуло наизнанку. Комар проследил мой взгляд и смочно выругался. Язык откусил. Озвучил он очевидное. И что теперь делать? Как кровь остановить? Я не ответил. Мне было не до этого. Был бы лёд, сказал комар, махнул безнадёжно рукой и достал сигарету. Эх, Жора, Жора, угораздило же тебя, сказал он, прикуривая трясущимися руками и садясь на какой-то ящик. Жора речица умер через час. Последний раз судорожно вздохнул, дёрнулся, вытягивая струну и затих. Всё это время мы сидели рядом с ним и молча ждали неизбежного. Отмучился, сказал комар, и нам легче, не надо тащить его с собой. Он присел рядом с телом старшого и стал шарить у него по карманам. Пол пачки сигарет, спички, грязный носовой платок и какое-то удостоверение с крупной надписью Ярывань на обложке. Вот нехитрый скарб, который хранился у Жоры в карманах. Я встал, взял примеченную ранее лопату и пошел за сарай, где торчали сухие, без листочка, стволы яблонь и груш. Пока я копал могилу, комар стоял рядом и бухтел. Что, мол, здесь так не принято, забросали бы ветками и дело с концом. Или сожгли бы вместе с сараем, что время теряем, что тварь бродит где-то окрест. Он замолчал и помог мне датащить тело Жора до могилы, потом взял у меня лопату и стал засыпать яму. Я вотнул в головах самодельный крест. «Бывай, речица», сказал комар. «Никто не хотел, чтобы так случилось, но зона решила по-своему». Он засунул в мой рюкзак Жорину каску и хлопнул меня по плечу. «Давай, хватай хворостину и пошли». Однако на пути у нас были следы давешней зверюги, что пугало нас ночью, припорошенная ее же кровью. И как только мой щуп оказался над одним из пятен, кончик ветки стал извиваться, закручивая спираль. Я тут же остановился, одернул ветку и поднял руку. Подошедший комар присвистнул. «Ох, и попали мы с тобой, немой», сказал он. «Я такое ни разу не встречал и рассказов не слышал». Кончик ветки продолжал дергаться, то набухая, то утоньшаться, будто дышал. С него скатились две крупные коричневые капли и кляксами шлюпнулись на дорогу. Я отбросил щуп в сторону и попятился. «И тварь такую никто в зоне еще не видел, я бы знал», продолжил комар. «Похоже, кровь ее та же аномалия. Ступать в нее ни в коем случае нельзя. Даже в засохшую сдохнешь. Или еще чего похуже?» Он покрутил головой по сторонам, кивнул своим мыслям и с разбега ударил ногой по ближайшему забору. Раздался треск, и секция метра три длиной закачалась внутрь двора давно покинутого дома. Не останавливаясь на этом, мой напарник прыгнул на провисший забор, треснуло еще раз, несколько досок встало торчком. Комар наклонился к выломанной части и с натугой поставил ее на торец. «Берем, кидаем поперек следа и тут же перебегаем, тут же, без колебаний и промедлений», проинструктировал он меня. «Все ясно», я кивнул. «Скажи». «Ясно», сказал я хрипло. «Тогда взяли», скомандовал комар. Мы ухватились за доски, с грохотом опустили их поверх следа черной кошки, и тут же один за другим перебежали на другую сторону получившегося помоста. «Вот», протянул комар, глядя на оставшийся позади кусок забора. «Кажись, проскочили». Помост вдруг шевельнулся. Его стало выгибать горбом, будто под ним выкапывался из-под земли гигантский крот. «Ходу!» И мы поспешили подальше от этого места. Я, как и предыдущие дни, шел впереди, ощупывая пространство длинной веткой. Комар следом отставая метра на три. Он, оказывается, все это времени просто был позади нас с Жорой. Он оставлял метки и теперь направлял меня по ним. Благодаря этому шли мы быстро и ни одна аномалия не преградила нам путь. Так миновали озеро, где вчера потеряли впустую столько времени, вышли к колпакам. Жора что-то прикинул и велел идти не по центральной улице, а слева вдоль небольшой речушки, заросшей камышом. Здесь я наконец увидел электру. Воздух внутри нее слегка искрился, потрескивал и казался чуть голубее, чем снаружи. Комар деловито достал из рюкзака батарейку и с помощью щупа закатил ее внутрь аномалии. «Завтра подберем», сказал он. Артефакт стал медленно наливаться багровым светом, а мы двинулись дальше к развалинам колхозной фермы. Комар заглянул в проем двери. «Опа!» воскликнул он. «Смотри, не мой!» Я проследил за его взглядом и увидел, что в углу одной из секций фермы что-то шевелится. «Знакомься!» сказал комар весело. «Морской еж! Он же малая колючка!» «Медики за каждую такую иголку удавиться готовы!» «Типа лекарства от всех болезней!» «Если в поиск удачно!» Однако все оказалось не так просто. Артефак сторожило жарко. Об этом нам поведал бумажный самолетик, вспыхнувший и опавший хлопьями пепла, не долетев до угла метра полтора. «Ой, ну прям боюсь, боюсь!» фыркнул комар. Он вышел наружу, набрал из рассыпанной кучи неподалеку жменью щебенки покрупнее и вернулся назад. «А мы тебя от борта!» С этими словами он принялся бросать камешки с таким расчетом, чтобы тот, отскочив от бетонной стенки, срикошетил по артефакту. Десятая или одиннадцатая попытка оказалась удачной. Дымящийся и начинающий темнеть камешек сильно ударил по колючке и та выкатилась к нам. Комар подтянул ее тлеющей веткой поближе и торжественно поднял. «Все, немой! Ищем место для ночевки, пустой контейнер и громко щелкая крышкой. А завтра на зорьке подбираем батарейку и топаем в лагерь. Мы свою норму выполнили». Подойти к деревне с этой стороны оказалось невозможно. Пришлось снова идти вдоль речушки, возвращаясь по своим следам. На небольшом участке чистого сырого песка у самой воды я вдруг увидел отпечатки ног. Они большие такие. Будто мальчуган или девочка лет десяти прошлись босиком около самой кромки воды. Я остановился, но не успел показать рукой на увиденное. Выше по течению река выгнулась горбом и из него будто из прорвавшегося гнойника плюнуло в нашу сторону смесь воды, грязи и водорослей. От сильного толчка в спину я упал, но не успел и коснуться земли как комар крича «Ходу не мой ходу!» ухватил меня за гимнастерку и потащил за собой. Лишь у самых домов меня отпустили, я упал селись отдышаться. «Вот не мой!» проговорил комар тоже тяжело дыша. «Познакомился ты с дерьмометом! Он же липучка! Зацепил бы тебя щупальцами, хорен бы отклеился, потом затащил бы воду и утопил». «Оказывается, что я принял за водоросли было чьими-то щупальцами». На ночевку выбрали одноэтажный кирпичный дом недалеко от северной окраины деревни. Уже привычно обшарили местность на предмет аномалии, развели костер. Я достал из внутреннего кармана сбереженный еще с позавчерашнего завтрака кусок хлеба и поделился им с комаром. Тот благодарно кивнул. Запивали мы нехитрый ужин и сладким чаем. «Ты не переживай, не мой, что мы по своему следу идем», сказал комар, закуривая ангарящие ветки. «Это в кино и в книжках бродяги по протоптанной тропе не возвращаются. Мол, примета плохая. Где бы мы были, если бы не эти тропы? Из старожилов тебе тут каждый расскажет историю про Жеку Сиплова. Уж не знаю, как он сбился, а только пошел он обратно не по той дороге, по которой на поиск зону выходил. Один из своей тройки живой остался. Главное, метров двести ему оставалось, и все, рубец. Матерый, ширина метров десять, а длиной километра полтора, да и загибом в подлесок. Его как пару выбросов сюда закинуло, так он и лег тогда, падла, как черей на заднице у самого лагеря. Обходить его это километров пятнадцать выходило, потому как в подлеске там прям лабиринт из электры, разряды, как паутина, на ветках светится. По ночам из лагеря очень весь этот фейерверк виден был, так что еще дальше в обход нужно. А что там дальше? Какие аномалии? Как они после выброса легли? Народ сбежался, а чем поможешь? Десять метров рубца никто не преодолеет, будь он хоть трижды Бэтмен. А Жека уже на выдохе был, хромал сильно. Бок, хоть и перевязанный, кровенил. Из рюкзака артефакты вытряхнуло, там и соли кусок килограммов два, и железного винограда веток пять, и гоголь с муголем россыпью, и неизвестных каких-то пара штук. «Спасите!» кричал, «Спасите, братцы!» Постоял, покричал и «Что делать?» В обход двинулся. Махнул так рукой безнадежно и похромал. Навстречу ему тогда две тройки пошли. Одна два дня спустя на пузе приползла, другая и вовсе сгинула. А легенды про рюкзак Сиплова до сих пор ходят. Мол, нашли тело Жеки-бродяги из вернувшейся тройки, а рюкзак где-то неподалеку от лагеря припрятали. Типа, пойдут в следующий поиск, в кустах где-нибудь неподалеку пару дней без всякого риска отлежаться, да и вернуться назад с Хабаром. Только не вышло по-ихнему. Ушли в следующем поиске и сгинули все трое. Честно, дежурив до двух часов ночи, я завалился спать и проснулся часов восемь, когда меня разбудил стревоженный комар. Пока я спускался во двор через окно, мой напарник разложил костерок и нагрел в кружке кипятка для чая. Чтобы четвертая ночь поиска и так спокойно, бормотал он, нервно затягивая сигаретой. Как чувствовал, что без приключений не уйдем. На мой вопросительный взгляд комар пояснил. Гости из соседнего лагеря. Я и раньше слышал, что вся территория зоны поделена между четырьмя лагерями по количеству сторон света. Границы не жесткие и не раз бывало, группы из разных лагерей пересекались и тут всякое случалось. Вообще-то маршруты поиска каждый смотрящий передает своему куратору из военных, а те по идее должны эти пути дорожки между собой на зорьке увидел, как вокруг нашего дома шарится какой-то незнакомый хмырь в летческом шлеме на голове. Каким ветром его занесло так глубоко на нашу территорию, одной зоне известно. Не ходят бродяги в поиск по ночам, сказал комар, доставая из кармана ПМ и протягивая его мне. Смотри, обойма полная плюс патрон стволе. Предупредил он меня. После этого он достал из-за коленища еще один пистолет, теперь уже ТТ, и протер его ствол рукавом гимнастерки. Так что, по-любому, эти ребята еще вчера у нас нарисовались, продолжил комар рассуждение. И вот вопрос. Зачекли они, как мы батарейку пристраивали, или нет? Я допил чай и спрятал кружку в рюкзак, повертел в руках полученный ПМ, поставил его на предохранитель и сунул в карман. Варианта три. Стал загибать пальцы комар. Первый, самый лучший. Просто расходимся. Маловероятно, потому как в таком случае они бы не рыскали возле нашей ночевки. Пришли бы открыто. Второй попробует прощупать нас на предмет характера. Может, течь дадим хабаром, поделимся. А, третий, самый поганый, устроен засаду. Но это чистый беспредел. Тут нужно быть уверенным, что свидетели не останутся. Иначе, не зная, как в других лагерях, от дятлов полгода назад одного такого пыткого в центре лагеря повесил. Так что, скорее всего, разговоры будут разговаривать. И тут смотри, если я вот так, он показал, затылок почешу, значит, без стрельбы не разойдемся. И тут уж соображай сам. Увидишь, что пора, сами начинай. Нет, жди меня. Главное, вали наглухо. Мертвые души, кто станет слушать? Сначала мы сходили за батарейкой. Как и в прошлые разы, комар оставил на пути свои отметки. Поэтому двигались мы без задержек, уверенно обходя аномалии. Артефакт оказался на том самом месте, где его оставил вчера мой напарник. Только была нынче батарейка не черного, а ярко-голубого с металлическим отливом цвета. С помощью щупа комар выкатил заряженный артефакт из опасной зоны и, посматривая по сторонам, быстро положил его ко мне в рюкзак. «Теперь бы еще спокойно свалить отсюда», сказал он без особой надежды в голосе, и мы быстрым шагом вернулись в деревню. Однако уйти по-тихому не получилось. На выходе у одного из последних домов на лавочке наждали два мужика. Один широкоплечий со свежим багровым шрамом от левого виска до подбородка, с пижонской бандамой на голове, в потертой кожанке и камуфляжных штанах. Другой чуть пониже, с тоненькими усиками под длинным носом и глазами навыкотяежился, будто от холода, укрывшись головой под капюшоном старенькой ветровки. «Я Комар, со мной немой мыс Запада», отозвался Комар, замедляя шаг. «А вы кто будете? И каким ветром мавсюда занесло?» «Я Кроха, со мной Дик Брага, мы с юга», крикнул нам маленький, подняв пустые руки над головой. «Меняться будем?» «Я не расслышал», сказал Комар и положил мне руку на плечо, останавливая. «Что вам нужно на нашей поляне? Своей мало? А ты чё дерзкий такой?» вспылил Бугай. «Тихо, Брага, человек по праву спрашивает», придержал его Кроха и уже Комару. «У нас... Вот какое дело! Позавчера заснули в новосёлках, а проснулись вчера здесь, как Папа и Седа. Хрен его знает, никто ничего не помнит. Может, ты в курсе, что это за чудо с нами приключилось?» Комар, сдвинув на лобкаску, почесал затылок. Я удивился. Не то, чтобы мужики мне были симпатичны, но опасности от них я не чувствовал. Однако, увидев оговоренный сигнал, повернулся к чужакам немного моком, чтобы при случае чего незаметно достать пистолет из кармана. «Ты в котором поиске?» Между тем, спросил Комар у Крохи. «Я имею в виду старшим тройки». «Во втором?» покраснел тот. «А всего?» «Этот поиск пятый?» «И у вас большие потери». Понимающе кивнул Комар. «Тогда ты, конечно, не в курсе. Есть такая очень редкая аномалия. Лешак называется. Вы в нее угодили. Повезло еще, что в деревне выкинуло. Могло и на дне озера потонули бы, пока в себя бы приходили. Знавал я одного бродягу, так он и рассказывал, что его тройку вот так, как вас, к самой АЭС занесло. Комар посмотрел на часы, потряс рукой и снова посмотрел. Часы совсем сдурели. Пожаловался он. «Сколько на твоих?» «Половина двенадцатого», сказал Кроха, глянув на циферблат. «А дата? Какое сегодня?» Продолжил Комар, подводя свои часы. «Седьмое апреля», сказал старший чужаков. «Седьмое», протянул Комар. «А я думал, уже восьмое». Я похолодел. Седьмое число было неделю назад. Врет, понял я. И про часы, и про аномалию. «И чего?» «Все нормально с ними было?» спросил Кроха. «С теми, что подая забросила». «Пока живы были, вроде бы нормально», пожал плечами Комар. «Да только обратно в лагере с той тройки только один вернулся, и тот полуживой. Вас двое было». «Трое», ответил Кроха, и тут же получил тычок в спину от громилы Дика. «Да ладно», отмахнулся он. «Третьим у нас Санек Летун». В этот момент калитка рядом со скамейкой со скрипом распахнулась, и на улицу вышел высокий худой парень с лючицким шлемом на голове и рюкзаком за плечами. Чужаки обернулись на звук, а мы с Комаром, не сговариваясь, выхватили оружие. Я выбрал мишенью здоровяка, а мой напарник Кроху. Лишь секундой позже наши противники обнажили свои пистолеты, и пошла потеха. Все, что я знал из теории, это что при таком боестолкновении нельзя спешить и нельзя стоять. Вот я и двинулся приставными шагами вправо. Шаг, выстрел, шаг, выстрел. Здоровяк трижды выстрелил в ответ. Одна из пуль опасно свистнула у моего уха и упал. Вскрикнув, рухнул Кроха. Что касается третьего пришельца, то при первых выстрелах он шмыгнул назад и исчез за калиткой. Мы высадили от щедрот по обойме и перезарядили пистолеты. Оба соперника лежали на земле без движения. Комар сгорбился, прижимая руку к боку и коротко бросил хриплым голосом. Третий не должен уйти. Я одним движением скинул рюкзак и бросился в погоню через калитку в обход дома развалюхи и там увидел, как по голой без листочка травы и земле, бывшей когда-то чем-то огородом, бежит тот, кого Кроха назвал летуном. Оглянувшись, он прибавил ход, но ненадолго. Ему явно мешал бежать тяжелый рюкзак за плечами. Я же бежал по отчетливому следу, быстро настигая беглеца. Тот обернулся раз, другой и вдруг скинул с плеч мешавшую ему ношу. Рюкзак гулка шлепнулся о землю, а начавшее было сокращаться расстояние между нами. Стало опять расти. Я уж было подумал остановиться и попробовать достать его из пистолета, но зона решила по-своему. Парень вдруг завопил. Из-под его ног полетели в стороны какие-то брызги. Беглец пробежал по инерции еще пару метров. Колени его подогнулись и он упал, не переставая голосить. Я медленно подходил к нему, а он катался под землей, обхватив колени и крик его перешел в дикий виск. Сделав очередной шаг, я увидел на земле большую мутную лужу, над которым бился легкий дымок. Я остановился и перевел взгляд на парня. Тот часто дышал, лицо его было перекошено, глаза вылезали из орбит. Штанины снизу пропитались бордовой кровью и какой-то черной пузырящейся дрянью, которая тягущими каплями копала на землю. Стопы парня отсутствовали, как отрезало. То, что осталось от его берцев, медленно сползло с ног и шлепнулось на землю. «Набей!» простонал он, глядя на меня с невыразимой мукой. «Набей! Будь человеком!» Я медленно навел на его пистолет и выстрелил. Голова парня дернулась, тело его обмякло. Похоже, попал бедолага в колючую лужу. Жора эту аномалию еще ведьмином студнем называл. Я вспомнил, как речица с придыханием в голосе говорил. «Не дай бог прозеваешь, вляпаешься, сам смерть звать станешь. И не факт, что сразу придет». Я взвесил на руке чужой рюкзак, тяжелый, и пошел обратно по своим следам. На улице рядом с лавочкой лежали тела чужаков, а чуть поодаль, прислонившись к забору, сидел комар. Весь правый бок его гимнастерки пропитался кровью. Он хриплый и часто дышал. Увидев меня, он уставился на рюкзак у меня в руках. «Глянь, чего там?» попросил он. Я придвинул к нему свою набычу. Поискал глазами наш рюкзак. Достал из него пару рулонов бинта. Глядя на это, комар деланно равнодушно улыбнулся и сказал, «Двигался я, похоже. Так что придет от тебя, немой, меня на себе в лагерь волочь». Я зубами порвал бумажные упаковки и как смог попытался его перевязать. Комар сначала пытался помогать, вскрикивая от боли, но быстро выбился и сел, лишь облегченно выдохнул, когда я завязал концы бинта у него на груди. Передохнув, он постаново потянулся к чужому рюкзаку, вытащил из него нож-бабочку, моток-бечевки, какие-то тряпки и под конец три контейнера. Пока комар рылся в добытом рюкзаке, я зашел во двор и поискал по пристройке. Повсюду висели клочья пыльной мертвой паутины. В самом темном углу стояла ржавая лопата. Я взял ее и, вернувшись на улицу, сел на лавочку. Комар курил, откинувшись спиной к забору. Рука сигареты дрожала. Глянув на меня, он начал надрывно дышать. Две грусти железного винограда и морская звезда. Наконец выговорил он сиплым голосом. «Следующий поиск. Можем в лагере отсыпаться. А ломать против не будет». Лицо его бледнело на глазах, лоб покрыло испарина. Он часто и хрипло дышал, то и дело морщась от боли. «Оно того стоило?» спросил я. Комар снова навел на меня мутный взгляд. «Немой заговорил. Ах, не к добру. Ах ты сквозняк тоннельный, слюни до пояса. Лопату принес. Ты меня хоронить вздумал?» Он пошарил по себе и попытался вытащить из кармана пистолет. «Врешь, укурок! Это я тебя похороню!» Сил достать оружие у комара не хватило, и он бессильно уронил руки. Глаза его закатились. Голова упала на грудь, которая то судорожно вздымалась, то опадала. Перед тем, как закопать чужака, назвавшегося Крохой, я снял у него с руки электронные часы. Циферблат был заляпан грязью и весь в трещинах, под которыми расползлись черные пятна. Ни числа, ни даты на них не было видно. Интересно, девки пляшут. Так как же он по ним смог дату определить? Я хотел было показать часы комару, но опоздал. Мой напарник уже умер, не меняя позы и не приходя в сознание. Пришлось копать лишнюю могилу. Когда я закончил, солнце клонилось к закату. Помимо всего прочего, моей добычей оказались ещё и полбуханки хлеба с тремя банками тушёнки. Так что ужин у меня получился королевский. Нашлась в рюкзаке и бутылка водки. Но её я, после минутных колебаний, разбил о кирпичный угол дома, у которого развёл костёр. Напиться хотелось зверски. Быстро темнело. С вечера прорывистый ветер нагнал облака, и те облепили всё небо, заслонив собой луну и звёзды. К тому же начался мелкий длинный дождь. Я забрался в окон и проём кирпичного коттеджа и закурил, глядя, как шипением и дымом гаснет мой костёр, погружая окружающий мир на дно дождливого вечера. В руках я машинально крутил лётческую шапку летуна. Попытался снять очки консерва, но они были намертво пришиты. Видимо, чтобы не сползали на глаза. За каким же чёртом их понесло в зону за два дня до выброса? Думал я. Иногда смотрящие так наказывают за лётчиков. Вдруг сказал комар у меня за спиной. Выгоняют из лагеря на пару дней перед выбросом. Одного. И, мол, без хабара не возвращайся. Успеешь до твоё счастья. Сможешь где-нибудь сохраниться удача. В аномалию не влезешь в везение. А всё остальное... Судьба. Если выброс в чистом поле застигнет... Ах, верная смерть. Да и схрон не всякий подойдёт, чтобы его пережить. Над головой должно быть не меньше пяти метров земли. А лучше ещё больше. Я обернулся. Никакого комара сзади, естественно, не было. А была уже поздняя ночь. Я посмотрел на часы. Светящиеся стрелки показывали полвторого. Темень стояла, хоть глаза выколи. В шуме деревьев и завывании ветра я не расслышал, как заскрипели двери сарая. Но вот огонёк, засиявший сквозь его распахнутые двери, я заметил сразу. Потянулось запахом свежего дыма. Кто-то внутри развёл костёр. И хоть там и не хранилось сено, пол был бетонный, разделённый на секции типа конюшни. Всё равно дело это было рискованное. Я мягко выпрыгнул наружу, достал из кармана пистолет и подкрался к сараю. Прислушался и обалдел. Разговаривали дети. «Холодно!» Пожаловалась девочка. Судя по голосу, ей было лет десять. «Сейчас!» Ответил ей мальчик, примерно такого же возраста. «Костёр разгорится!» «Не надела бы ты пожара!» Сказала девочка. Они замолчали. Тихо потрескивал небольшой костерок. В стенке сарая не было ни щёлочки, чтобы заглянуть вовнутрь. Лишь по-прежнему сочился из приоткрытой двери мерцающий свет, да горько пахло дымом. Я уже было собирался войти, как снова раздался голос девочки. «А вдруг он не придёт?» «Снаружи темно и дождь», рассудительно сказал мальчик. «Если до утра никого не будет, пойдём сами поищем». «Есть охота!» Сказал мальчик, закашлялся и процитировал. «А в тюрьме сейчас ужин, макароны, не жалея, что со мной сбежал. А сам?» Вопросом на вопрос ответила девочка. «Я что?» «У меня выбора не было». И он снова процитировал с восточным акцентом. «Слышь, Алёшик, совсем взрослый стал, да? Зайдёшь ко мне после занятий и риски кушать будем?» «Пусть теперь на ощупь свои риски кюшает, козёл!» «Вот и у меня не было. Сестра брата не бросает. Дура ты, Леська!» Пробурчал мальчик. «Сейчас бы сидела в тепле, сыто. С Машкой защепенной языками бы трепали». Девочка рассмеялась. «Это ты, Лёшка, дурак!» «Да я никогда так счастлива не была, как за эти три недели!» Раньше смотрела в окно. «Ну, улица!» «Ну, облака!» «Ну, звёзды!» «А теперь...» Она помедлила, но пронужила. «Я лучше здесь голодать буду, чем обратно в детдом вернусь». «Это что ещё за детский дом у нас в окрестностях завёлся?» Спросили тихонько у меня за спиной. Я вздрогнул и обернулся. Совсем рядом стоял комар. На губах у него была ироническая улыбка. «И как эта мелюзга в зону пролезла?» Продолжил комар шёпотом, загибая пальцы. «Контрольная полоса, колючка, забор, минные поля. Это не считая патрулея и датчиков движения». Я пожил плечами. «Ну так пошли. Спросим?» Предложил комар. Впрочем, не трогаясь места. Я подумал, спрятал пистолет в карман и мимо него зашёл в сарай. «Ох, немой!» Усмехнулся за спиной мой напарник. «Поглубь тебя однажды, твой пацифизм!» Внутри я увидел двух испуганных детей, чумазых и давно не чёсаных. У курносой девчонки торчали две растрёпанные косички. Одета она была в выцвевшей, в грязных пятнах, когда-то ёрко-жёлтый сарафан и чёрные босоножки. На мальчике была засаленная ветровка на несколько размеров большего щуплого тела. Кольнде рваные потёртые джинсы и стоптанные кроссовки на босую ногу. Довершал композицию пистолет, направленный мне в грудь, который мальчик держал двумя руками. «Вы он?» спросил пацан. Лёшка и Леся не были кровными братом и сестрой. Оба лишились родителей ещё в младенчестве и ничего не помнили в своей жизни, кроме обшарпанных стен и потрескавшихся потолков детдома на окраине Свердловска. Как они сблизились, как объявили друг другом братом и сестрой, они сами и толком не помнили. Просто однажды они встали плечом к плечу и с тех пор шли по жизни вместе. А жизнь у них была не сахар. Хлебнули оба. И в еду им поливали, и сбивали в пятером на одного, и голых запирали в неотапливаемой пристройке. Некоторые воспитатели смотрели на всё это равнодушно, некоторые пытались бороться. Но наступал вечер, и они уходили домой, к семьям, оставляя и так брошенных детей одних. И в темноте палаты в неясном мерцании дежурного освещения забывали все законы, кроме одного – закона волчьей стаи. Но выживали, как-то названные брат и сестра, не давали себя подмять. Вплоть до того момента, как новому физруку Вазгину не захотелось пополнить свой гарем новым мальчиком, что означало «Эрески кушать будем, да?» знали все. Как и знали, что гориллообразного физрука боялся даже директор детского дома, Ольга Генриховна. Ходили слухи, что Вазгин был большой шишкой в одной из горных республик, но проштрафился, то ли позарился на семилетнюю девочку, то ли убил отказавшего ему сопротивления мальчика. В общем, Свердловский его на время спрятали родственники, а чтобы не скучать, он устроился с наибольшим комфортом физруком в детдом. Пустили, так сказать, козла в агарот. Уговорами, угрозами или прямым насилием это животное всегда добивалось своего, и Лёшки, которого Вазгин после нескольких оплевух затащил в полутёмную подсобку. И нечего было противопоставить звериной похоти физрука. Руки мальчика, беспомощно шарившие по полкам, наткнулись на какую-то раскрытую коробку, а в ней на хрустящее прижатие порошок. Как потом оказалось, кальцинированная сода. Её уборщица, баба Рита, использовала при мытье спортивного зала. И когда у уха Лёшки раздалось смрадное дыхание Вазгина, тот в отчаянии попал. Потому что физрук так завяжал, будто его резали. Он метался по подсобке, крушав всё на своём пути и ревел так, что в спортзале тряслись окна. Мальчик выскользнул из помещения и, натягивая на ходу спортивные штаны, бросился к раздевалке. Собрать вещи в целлофановый пакет и выскользнуть из здания через форточку в туалете на первом этаже было минутным делом. А дальше во враге через подлесок железной дороги. Был там, на товарной станции уголок, про который не знал никто, разве что только Леська. В сутки он просидел там, дрожа от страха и холода, не зная, куда податься. А потом пришла сестра и рассказала, что Вазгина увезли на скорой. Говорят, глаза ему выжгло так, что он теперь до конца жизни останется слепой. А ещё к Ольге Генриховне приезжали милиционеры и приходила толпа бородатых родственников из рука. И те, и другие требовали выдать им Лёху, если тот появится. И директор пообещала. Леська не стала рассказывать про то, как в ночь после происшествия к ней в кровать забралась её подружка, Машка Зацепина. И шёпотом стала пересказывать всё, что успела подслушать из разговора взрослых. И выходило, что дело Леськи труба. Про то, что они с Лёхой были не разлея водой, все знали. Не сегодня, так завтра кто-нибудь обязательно стуканёт. Менты, те вряд ли бы долго стали бы её мурыжить. А вот родственнички Вазгина точно выкрадут Леськи и до смерти запытают. Всё это было правду, что Леська не стала дожидаться утра. Из своего и Лёшки новых тайников добыла она всё их скромное сбережение и дала дёры из детдома. Ничего этого она не стала рассказывать названному братику, а лишь поставила его перед фактом «Куда ты, туда и я». И точка. Несколько дней они безвылазно мёрзли в своей норке. Леська только раз выбралась из неё, чтобы закупиться водой и продуктами. Но и то, и другое скоро кончились, так что пришлось им покинуть своё убежище. «А поехали в Крым». Вдруг предложил Лёшка и процессировал из какого-то кинофильма. «Там тепло, там яблоки». «В Крым так в Крым», сказала Леська и грустно улыбнулась. «Должно же быть на свете место, где мы не будем лишние». Уходили ночью. Мимо пустых заброшенных пангаузов, мимо ржавеющих куча колёс, по осунувшейся снежной целине через пустырь к темнеющему впереди лесу, за которым ютилась пригородная станция Лисички. Они были уже на самой опушке, когда пространство вокруг замерцало, как на экране испорченного телевизора. Тонко вибрирующий визг резанул по ушам, полыхнула сварка и прямо перед ними материализовалось тело человека. Тело тут же рухнуло в быстро таявший от таких фокусов мироздания снег. «Терминатор?» На всякий случай спросил испуганный Лёшка. «Если бы не форс-мажор, вряд ли бы дети рискнули подойти к незнакомцу». Тот лежал на спине, раскинув руки. Его солдатская гимнастерка была вся заляпана тёмными пятнами. Такие же тёмные струйки вытекали из уголка его рта и из носа. «Кровь!» скрикнула Лиська. Окровавленный человек не шевелился. В одной руке он держал пистолет, а на ладони другой, будто специально протянутый к детям, лежала какая-то золотистая коробочка со стрелкой, похожая на компас. Стараясь поменьше перемазаться кровью, взяли и то, и другое, а также начатую пачку сигарет, зажигалку, две упаковки гематогена и запасную обойму к пистолету, после чего ушли оттуда быстрым шагом. Но долго ещё казалось пугливой Лиське, что страшный человек крадётся за ними по пятам. На станцию они пришли вовремя. Как раз подошла первая утренняя электричка, развозившая светловчан на работу в города-спутники. Смешавшись с толпой работяг, дети благополучно доехали до конечной станции, Михайловский завод. Далее какой-то добрый дядька подбросил на подводе до Михайловского и потянули за Лёшкой и Лесей километры их путешествия на юг. Поначалу сильно голодали, но потом услыхали, как в одном из дизелей просили подаяния дети-погорельцы. Стали, как они, петь песни тоненькими голосами, протягивая пассажирам целлофанные пакеты не первой свежести. Подавали не так, чтобы много, но на жизнь хватало. А по вечерам, забравшись в недостроенный или заброшенный дом на окраине очередного посёлка, у них вошло в привычку мечтать для иностранных компас, о том, как хорошо им будет в Крыму. Коробочка была заполнена голубоватой жидкостью, а то, что они сперва приняли за стрелку компаса, оказалось маленько-золотистой рыбкой. Рыбка помахивала хвостиком, иногда начинала крутиться вокруг своей оси. Её движения завораживали и успокаивали, и Леська начинала думать, что у них всё получится. Вот и в тот вечер, забравшись в брошенный вагончик рядом с давно покинутой стройкой, они постелили на пол какого-то тряпья и настроились на очередной ночлег. День был на редкость неудачным. Сперва их чуть не поймала милиция на привокзальном базаре, а позднее едва не выбросили из поезда на ходу местные попрошайки. Благо, у Лёшки хватило ума не светить пистолет. Пришлось отдать всё, что было на тот момент, так что остались они без ужина. «Лёшик, а если не в Крым, куда бы ты хотел попасть?» спросила, не отрывая взгляда от компаса Леся. «Не знаю», ответил лежавший у неё на плече мальчик, который тоже смотрел на золотую рыбку. «Мне про Крым Слав Кантонов рассказывал?» «Там хорошо. А вот скажи, я сейчас хочу, мол, во Встралию или в Африку? Ведь я там не был». «А давай...» Он приподнялся на локте. «Давай выдумаем себе такое место!» Он поднял глаза к потолку и начал. «Там всё, как у нас, только никого нет. Дома пустые стоят. Захоти, бери, что хочешь. В садах деревья цветут, в лесах грибы, ягоды, звери дикие». Сырония продолжила Леська, глядя на всё обустрявшую круги рыбку. «Не-не!» Затресгал его Лёшка. «Нету там зверей. Ну, разве немножко? И чтоб не опасно, собаки, кабаны всякие. Выбрали бы там домик, навели бы порядок, огородик посадили». Мечтательно протянула Леся. «Красота!» «Ага», буркнул Лёшка. Нашла красоту, в огороде ковыряться. «Нужно, чтобы там приключения всякие были, чтобы монстры водились, хотя бы один. Он бы на нас нападал, а мы защищались бы. Ловушки хитрые на него ставили». «Ой, трепло, Алексей-боитель, монстров-победитель!» Сказала Леська. Рыбка что-то уж слишком разогналась. Её контуры смазались, превращая в размытый круг. Вокруг всё замерцало, затряслось. Вагончик заскрипел, опасно накренившись на бок. «Леська, это что?» Закричал Лёша, вцепившись в руку сестрички. Та, наконец, поняла, что дело в компасе, и уж совсем решила отбросить коробочку подальше, как вокруг всё завыло, завизжало. И девочка с небольшой высоты упала в мокрую траву. Следом на неё рухнул Лёшка. Было темно и шёл дождь. «Леся, где мы?» Стуча зубами, спросил мальчик. «Странные чудес». Буркнула Леся, вставая на ноги. Мокрый сарафан тут же прилип коленем. Она огляделась. Ночь, тучи, мокрая трава и тёмные силуэты покосившихся домов. «Смотри!» Толкнул в её плечо мальчик. Леська обернулась и увидела, что из-за ближайшего дома вынырнуло и приближается к ним светлое пятно старинного фонаря. Держал фонарь какой-то мальчик, примерно одного с Лёшкой возраста в прозрачном дыркевике с капюшоном, одетый в шорты без рукавки и резиновые сапожки. Был пацан с трижаналоса и походил на больного раком из какого-то фильма. Тёмные круги под глазами только добавляли ему это восходство. «Привет!» сказал мальчик. «Привет!» На автомате поздоровался Лёшка. «Где мы?» спросила Леська. «Всё, а потом?» ответил незнакомец. «Сейчас идите по этой улице, точно посередине, никуда не сворачивая. Зайдёте во двор третьего дома слева, там сарай. Разожгите костёр. Спички есть?» Лёшка порылся в кармане и показал зажигалку. «Держи на всякий случай». Пацан протянул ему коробок спичек. «Разожгите костёр!» «Да смотрите, небольшой, а то сарай спалите. Разожгите и ждите. Придёт человек. Он вам всё расскажет и отведёт куда надо». Леська посмотрела по направлению движения. Дорогу было почти не видно. Она почувствовала запоздалый страх. «Там темно», сказала девочка. «Ты бы не мог?» «Проводить не могу». Перебил её пацан. «И фонарь не дам. Всё, идите. Позже встретимся, тогда и поговорим». И он пошлёпал куда-то по лужам в сторону от деревни. Леся и Лёшка стояли и смотрели, как он остановился. Помахал им рукой и, наконец, скрылся за деревьями. «Пошли!» предложила лезть ко брату. Тот кивнул. Они взялись за руку и двинулись по улице. И вот теперь они сидели у небольшого костерка. И Лёшка целился из пистолета в какого-то дядьку, застывшего в дверном проёме сарая. «Здесь налево. И вон до той ветки», сказал мне комар. «Давай, немой, переставляй копыта, а то до вечера в лагерь не попадём». По ощущениям, он сидел у меня на закорках и шумно дышал прямо в ухо. Я отогнал от себя привлекательную мысль присесть на рюкзак, чтобы передохнуть, и двинулся дальше к откунтой в землю сухой ветке, с трудом переставляя ноги. Усталость и бессонная ночь давали о себе знать. «Ты подумай», шелестил комар, как назойливое насекомое. «Тебе ведь по-любому их не прокормить. Да и присмотр за ними нужен. Это ж тебе не детская площадка. Зона. Попадут в аномалию. Кто виноват будет? Опять же, твари местные выбросы. Как ей сгинут». Я повёл головой, пытаясь не слушать шёпот бывшего напарника. Но тот пристал, как чёрт кузнецу в акуле и не стихал. «А теперь прикинь, за сколько ты девку в лагере продать сможешь? Да и пацан сгодится. Есть там у нас любители». «И деткам жизнь спасёшь, и свою продлишь». Я сбросил руки комара со своих плеч и развернулся с твёрдым намерением набить ему морду. И, конечно, рядом никого не было. В руках лишь лямки не такого уж и тяжёлого рюкзака. Я достал из пачки и закурил предпоследнюю сигарету. Лучше бы за моей спиной впрям стоял покойник. Вдали торчала очередная ветка, отметка комара. Я сплюнул, закинул рюкзак за спину и снова двинулся в путь. «Ну и дурак», константировал комар. Он держался на расстоянии, будто из страха ко мне приблизится. «У тебя хоть план, какой есть?» «То, что ты оставил этим беспризорником, хватит от сил на дне два. А дальше? Сильмаги купишь? Или склад в лагере вскроешь?» «Так за крестьянничество, знаешь, что у нас полагается?» Я не отвечал. Вдали наконец-то показался высокий деревянный крест, и комар в сердцах плюнув отстал. Лагерь встретил меня хмурыми взглядами. Пару человек сидели на лавочке возле дома ломтя, курили, глядя в одну точку. Двое провели, почти пронесли, мимо третьего забинтованной головой. Голова забинтованного безвольно болталась. Я вошел в дом, поставил рюкзак на стол. «Мимо!» Сделал отметку в ученической тетрадке ломать. Одна рука у него была на перевязи. Большая кровоточащая царапина рассекала щеку. Он кивнул на рюкзак. «Показывай!» Я расстегнул клапан и стал доставать контейнер с хабаром. «Хречеса!» «Комар!» Спросил сидевший рядом бригадир по кличке Сыч, провожая глазами каждый новый артефакт. Я отрицательно покачал головой. Ломочер тыхнулся. «До полопенечки! Еще минус два!» Он обозрел лежавшее на столе сокровище. «Все?» Я кивнул. «Ага, сейчас же!» Колючку и заряженную батарейку я оставил в колпаках. Про запас. Ломоть недоверчиво побуравил меня своими глазками. Потом хмыкнул. «Однако, двойная норма!» «Грамотный?» Спросил меня Сыч и протянул мне двойной листок бумаги. «Пока при памяти. Садись и пиши сочинение. Как я ходил в зону. Где, кто и как погиб. Где и какие артефакты подобрали. Жрать хочешь?» Подал голос Ломоть. Я кивнул. «Сходи в кашеварню. А потом садись и пиши. Времени тебе на это два часа. Потом отдыхать будешь. Мне к шести часам хабара объяснительное дятлову сдать нужно. Да смотри. Складно ври. Если майор к чему-нибудь прицепится, никому мало не покажется. Особенно тебе. Свободен». «Не спасибо. Не как сам». Я кинул пустой рюкзак в кучу таких же выпотрошенных. Вышел на улицу и вдохнул, будто затягиваясь весенним воздухом. Пахло печным дымом и молодой зеленью. Нет, ощущения, что вернулся домой, не было. Но и напряжение, которое ни на миг не отпускало в зоне, исчезло. Можно было идти, куда захочешь, не боясь вляпаться в какую-нибудь мерзость. Я усмехнулся, как мало иногда нужно для счастья, и двинулся к ошеварне. На следующий день после моего возвращения в западный лагерь, по мою душу явился сам ломать. Я как раз только позавтракал, и вместе со всеми новичками находился в большом доме, который кто называл клуб, а кто из бочитальня. Сидел на древнем стуле с поломанной спинкой и слушал, как бригадир Витя Самовар рассказал про известные на данный момент аномалии, которые можно было встретить в зоне. Воронка, рубец, жарка – все это поганые аномалии, потому как не постоянного действия, а активируются при приближении к ним. Вещал Витя, размахивая руками. Но не дай бог вам встретить аномалию бродячую. Бывает такое. Сорвется, к примеру, воронка с места, и давай себе путешествовать. Был у нас такой бродяги по кличке Крот. В это время заскрепила дверь, и в проеме появился местный полубок, смотрящий. Махнув рукой Витя, мол, не останавливайся, он поманил меня наружу. «Со мной поедешь. Дятлов тебя вызывает дуплопенечки», – сказал он, когда мы вышли из дома. «Не догадываешься, почему?» Я пожил плечами. «Ты мне точно все рассказал?» – спросил ломать. «Если нет, повторяю, лучше я узнаю про твой косяк первым, чем из тебя его дятлов выбьет. Он же без тормозов дуплопенечки. Он может и поисковую группу послать. Ты не представляешь, что он с тобой сделает, если узнаешь, что ты где-то наврал». Видя, что я не спешу дополнять свой вчерашний рассказ, он чертыхнулся и двинулся к калитке. На улице она ждала знакомая мне кляча, запряженная в скрипучую телегу. Ломать сел впереди, я примастился сзади, и мы поехали. Когда позади остались последние домики, ломать полуобернулся ко мне, сдвинул на затылок свой танкистский шлем и сказал. «В этом поиске десять человек сгинуло, из девяти троек две пустые пришли, пять всякую дрянь принесли, и только две. Ваша и Лешева принесли жирный хабар, еле до зачета хватило. По-хорошему, я вам два поиска списать должен, это минимум, но сам видишь, как с людьми. Так что, как грянет выброс, потопаешь ты снова в зону, старшим тройки». Я недовольно поморчился. «Что, не нравится?» Усмехнулся ломать. «Нынче такое время. Живым из поиска вернулся ветеран. А ты еще и хабар приволок. Так что, заканчивай свои игры в обед молчания. Лишний раз рот отклеишь, дуплопенечки. Глядишь, напарнику жизнь спасешь». Когда вдали замаячили ворота КПП, мой возница скомандовал. «Руки вверх подними. Хочешь, перед собой держи, хочешь, стороны разведи. Можешь менять положение, главное, чтобы они все время на виду были». Я послушно соединил руки на затылке. Сам ломать достал из кабуры ПМ. Отсоединил обойму, спрятал ее в карман. А пистолет с откинутым в заднее положение затвором положил себе на колени. У самых железных ворот он остановил телегу и спрыгнул на землю. В калитке распахнулась окушка. «Чего надо?» Спросили оттуда. «Ломать, а не мой. По вызову Дятлова». Отрапортовал смотрящий, держа в одной руке разряженный пистолет, а другую руку поднятой. Кромыхнул засов. Дверь бесшумно растворилась. «Заходим. Руки не опускать». Как только мы оказались по ту сторону, на нас направили стволы трех автоматов, а пара солдат, зашедших со спины, деловито и умело нас обыскали. Пистолет у ломти естественно отобрали, пообещав вернуть на обратном пути. После чего мы, руки за спину, проследовали в апартаменты майора Дятлова. Это был небольшой светлый кабинет с чисто вымытым окном во всю стену, портретом президента на стене и бюстиком Ленина на полке книжного шкафа. Сам Дятлов расположился за широким полированным столом, на котором возвышался бронзовый органайзер в форме Спасской башни и прилегающий к ней кремлевской стены. Увидев нас, он отложил какую-то бумагу в сторону и распулся в улыбке, обнажая два железных зуба. «Садитесь!» Он указал на стулья у стены и бросил охране. «Свободны!» После этого майор снял трубку телефона и произнес в нее «Сообщите полковнику Кирову, что эти двое прибыли и находятся у меня в кабинете!» «Ну что, голуби, допрыгались!» «Это уже он нам!» Бряк телефонную трубку на аппарат. «Устроили южным засаду и думали, что все с рук сойдет!» «Иван Сергеевич!» Начал было ломать бледнее, но майор ляснул ладонью по столу. «Молчать!» Дятлов подскочил со стула и наклонился к нам через стол. «Вы кого дурить вздумали?» «Забыли, как я этого...» «Как его?» «Черт, не помню уже!» «Этого вашего на дереве посреди лагеря вздернул!» «Забыли!» «Напомнить!» «Байки мне рассказывать!» В это время дверь в кабинет открылась, и, ломать не оглядываясь, тут же подскочил, вытягиваясь по стройке смирно. Глядя на него, поднялся и я. «Вольно!» «Вошедший!» «Был он грузен и неопрятен, форма на нем трещала по швам, а нависшее на груди лицо, казалось под своей тяжестью, вот-вот сползет вниз». «Что, Иван?» «Дрючишь своих недоумков?» «Правильно делаешь!» Заговорил толстяк сиплым голосом, усаживаясь на заскрепевший стол. «Этим уродом только дай волю!» «Совсем мыши ловить перестанут!» Он мазнул взглядом по ломтью и уставился на меня. «Ты, что ли, немой?» Я кивнул. «Когда полковник Киров спрашивает, не мотай головой, отвечай, как положено!» Прошипел мне Дятлов. «Ну, расскажи нам еще раз, откуда у тебя взялся железный виноград?» Продолжил Киров. «Пока я кратко рассказывал про встречу с Южными, оба офицера пристально буравили меня взглядами. Сидевший рядом ломать часто стирал ладони под солба. С моих слов выходило, что это чужаки напали на нас, и мы были вынуждены защищаться. Комар застрелил двоих. А третий угодил в колючую лужу. Смертельно раненый комар тем же вечером умер. И даже закопать их не поленился. Восхитился Киров, когда я закончил рассказ. «Прям благородный рыцарь. Прям ланцелот с айвингой. А теперь послушайте, что я расскажу. Может, все-таки было, как ты нам тут травишь. Может, и на самом деле занесло к вам на территорию каким-то неведомым образом мою тройку. Уже десять дней, как пропавшую. Неизвестно, как выброс пережившую. Может, и вправду они вострелять собирались. А вы только защищались. А может... И по-другому дело было. Может, залезли вы к нам на территорию. К примеру, район Старой Рудни. Там как раз должна была работать тройка Борюсика. Они железный виноград через раз приносили. Прям спецы по этому артефакту были. И за полгода в их тройке не то, чтобы их что-то серьезное. Никто даже палец за нозу не загнал. Их давно нужно было старшими поставить, чтобы молодняк натаскивать. Да я все медлил. Уж больно удачливы были. А тут все троем изгинули. И вот что я думаю. Вот вы эту тройку и положили. Ты не мой. И твоя компания. А может, и еще кто помогал. А хабар себе присвоили. Подполковник перевел дух. Обвел взглядом присутствующих и прокашлялся. Дятлов снял трубку и коротко приказал. Два чая с лимоном, быстро. Вам какая версия больше нравится? Между тем спросил Киров. Ваша сказочка или мое предположение основано хоть на косвенных, но доказательствах. Вопрос был явно риторическим. Поэтому в кабинете повисла тишина. В этот момент в дверь постучали. Послышалось. Разрешите войти? На пороге возник солдат с подносом в руках. На подносе стояли два стакана чая в серебряных подстаканниках. Блюдечко с нарезанным лимоном и небольшая корзинка с ушками. Быстро переместив все на стол поближе к подполковнику, солдат исчез как не бывало. Киров уронил себе в чай кружок лимона, размешал его ложечкой и шумом отклинул из-за потевшего стакана. Хорошо. Констатировал он и продолжил. Торопиться с выводами мы не будем. Но и верить на слово я не привык. Сделаем так. Представьте мне доказательства, подтверждающие слова немого. И я умою руки. Хабар ваш, претензий нет. А если, скажем, в трехдневный... Он успокоительно махнул рукой на скинувшегося было Дятлова. Ладно. Пятидневный срок доказательств не будет. Я приеду снова. И тогда мы предметно обсудим, как наказать убийц и как компенсировать не потерю лучшей тройки. Вопросы? Вопросов не было. По крайней мере, к нему. Подполковник еще отпил чая. Поставил подстаканник на стол и вышел, не прощаясь. Дятлов, а следом и мы с Ломтем, подскочил с места, вытягиваясь, но когда дверь захлопнулась, грузно сел обратно. Что, гаденыши, подвели меня под монастырь? С тоской спросил он. Ты не мой. Отныне здесь на губе сидеть будешь. И моли Бога о легкой смерти. Киров знаешь, какой затейник. А ты ломать тоже готовься. Норму с поиска придется поднимать процентов на тридцать. Вряд ли Киров на меньшую дань согласится. Он вдруг схватил стакан с недопитым чаем и шарахнул им об стену. Лучше бы ты тоже в этой зоне сдох. Заарал он мне в лицо. Лучше бы вы все там передохли, чем лелись к этому упорю в кабалу. Мобила. Вдруг сказал ломать. Что? Не понял Дятлов. Нужен мобильный телефон с камерой. А лучше пара для подстраховки. Зачем? Все еще не понимал Дятлов. Немой вернется в колпаки и выкопает этих троих дуплопенечки. И все на вобилу снимет. Лица и полевые отверстия. Ноги этого литвуна тоже. Мол, все, как рассказал. По лицам их опознают. Вот и получится, что никакую не сказочку Немой рассказал. А самую, что ни на есть правду. С каждым словом ломтя Дятлов оживал. А это мысль. Вскричал он под конец и схватил телефонную трубку. Третья камни, срочно! Прокричал он в нее. Минуту не прошло, как в кабинет влетел вспотевший широкоплечий детина в солдатской форме. Вызывали? Третьяк. Хоть ради. А через час у меня на столе должны лежать пара мобил с тройными камерами. И чтобы в рабочем состоянии. Солдат озадаченно почесал затылок, но ответил. Есть. И исчез за дверью. Одно плохо. Придется Немого в зону отпускать. И ни одного. Сказал Дятлов задумчиво и перевел взгляд на меня. Сделаешь все как надо. Получишь освобождение на два поиска. И первое освободившееся место бригадира твое. Но не дай бог тебе накосячить. Кого с ним пошлешь? Уже деловито спросил он у ломтя. Тот пожал плечами. На месте решу. Одного сопровождающего хватит? Лучше двоих. Заодно и помогут. Майор потянулся и встал из-за стола. Тут делов-то на полдня. Но в этой зоне никогда не знаешь, что и как приключиться. Короче. Ждите на КПП. Как только Третьяк добудет все нужное, скачите в лагерь. И не тяните там. Сегодня группа должна уйти на поиск. Свободны. И мы пошли на КПП. С выходом затянулось. Мобильники, которые принес нам солдат по фамилии Третьяк, оказались почти полностью разряженными. Я остался ждать, пока найдутся зарядные устройства. А ломать поспешил назад снаряжать группу. Было далеко за полдень, когда я вернулся таки в лагерь. Поставил телефоны на зарядку в доме, где была чуть ли не единственная рабочая розетка на всю западную окраину зоны. А сам отправился обедать. Смотрящего я застал в обеденном зале. Он сидел за широким столом и не спеша поглощал макароны с тушенкой. Рядом с ним обедали два мужика. Я взял свою порцию и примастился за тот же стол. «Знакомься, немой!» Сказал ломать. «Это...» Он указал на невысокого, но крепкого дядьку со свежим ожогом на щеке и комсомольским значком на гимнастерке. «Антон Рыбкин!» «Два поиска!» «Надежный мужик!» «Из последнего поиска рыжего на себе приволок!» «Не бросил!» «А это...» Он указал на соседа Рыбкина. Худощавого, небритого мужчину, правая кисть которого была обмотана грязным куском бинта. «Сева!» «Из твоего набора!» «Сходил в зону сычом!» Сыч сказал толковый бродяга. Работая ложкой, как пароход грибным бинтом, молча кивнул обоим. «Там...» Ломать указал на рюкзак, экзотическим грибом, торчавший у стены. «Сухпа и вода на два дня!» «Контейнеров нет, потому как даже если вам прямо под ноги голубая горошина выкатится...» «Избирать запрещаю. Главное вернуться самими и принести мобилы с записью. Ствол, как у старшего, будет у немого». С этими словами смотрящий достал из кармана ПМ и положил его на стол около моей миски. Рядом он положил две омуемы. «Патроны впустую не полить!» Предупредил Ломать. Он поднял глаза к потолку и стал загибать пальцы, бурча что-то себе под нос. «Что я забыл?» Наконец громко спросил он. Мы промолчали. «Лопата там есть?» Я кивнул. «Каски возьмете?» Я подумал и отрицательно помотал головой. «Зачем нам лишний вес?» Ломать еще позагибал пальцы. Побормотал. «Думайте, пока есть время», — сказал он. «Ничего не упустили!» Я допил стакан чая и встал из-за стола. Подошел, взвесил на руке рюкзак. «Тяжелый!» Передал его Севе. Тот со вздохом забросил его на плечо. И мы вышли из столовой. «До места вам по старым меткам часа два, ну, три ходу!» Говорил Ломать, шагая рядом со мной. «Сегодня засветло на месте будете. Переночуете. Раскопать, снять, всюну и пускай по часу на могилу. Три часа. Значит, завтра часам к двенадцати закончите. Обратная дорога, плюс на всякое непредвиденное накину пяток часов. По-любому завтра к закату должны вернуться». Он вдруг резко остановился. Остановились и мы. «Если станет выбор, голову там свою оставить или телефоны эти мобильные», — сказал Ломать Буравина взглядом. «Лучше оставляйте там голову. Потому как без телефонов вы тут и нахрен не нужны». Я зашел в дом, в котором заряжались мобилы. Обе были под завязку. Сунул их в карман, и мы двинулись дальше, к восточной окраине лагеря. Не доходя до лавочки под крестом, Ломать снова остановился. «Завтра вечером жду». Он по очереди протянул нам свою широкую ладонь. Мою смотрящий немного задержал, заглядывая мне в глаза. Я ответил ему спокойным взглядом, мол, «Не переживай, старшой, сделаем все в лучшем виде». После паузы Ломать хлопнул меня по плечу и, не оборачиваясь, потопал к центру лагеря. Я присел на лавочку и закурил. Рядом задымилась сигаретами моя тройка. Тут я заметил, как из-за ближайшего дома показался невысокий мужичок с забинтованной головой. Воровато оглянувшись, он скорым шагом подошел к нам и громко попросил. «Бродяги! Не сочтите за дерзость! Пожертвуйте сигаретку! С возвратом!» Рыбкин достал открытую пачку и протянул просителю. «Что случилось?» – тихо спросил он. Незнакомец сделал вид, что прикуривает, а сам заговорил быстро и в полголоса. «Короче, беда, Антоха. Я в лазарете на перевязке был. Там с КПП звонили, поступил приказ на готовность к ручной эвакуации раненых в убежище. Похоже, в ближайшие часы выброс ожидается». Он поклонился благодарственно и быстрым шагом удалился из дома. Рыбкин в сердцах сплюнул. Уж больно все ровно выходило. И дорога отмечена, и на месте работа непыльная, как чувствовал. «Может, успеем?» – сомнением сказал Сева. «Как же!» – хмыкнул Антон. «Хочешь зоной в Орлянку и сыграть? Сыграешь в ящик!» «Не видел, что выброс с людьми творит? Нет? А я видел. Лучше уж подполью, чтобы не мучиться. И что будем делать?» – спросил Сева, глядя на меня. Я молчал. «Что, что?» – передразнил его Рыбкин. «Пошли к Ломтю. Это только залетчиков перед выбросом в поиск посылают. А на нас грехов нет. Переждем. Тогда и двинемся». Я потушил окурок. Встал и потянул рюкзак с плеча Севы. Тот на автомате отдал его мне, а потом, опонившись, спросил. «Немой, ты чего? Ты что? Один решил пойти». Я нацепил рюкзак себе на спину и, не оглядывая, зашагал по дороге на Павловичи. «Ты совсем придурок!» – крикнул мне в спину Антон. «Учти, я с тобой идти не собираюсь». «Так как же?» – чуть не плакал Сева. «Он уходит, а мы? Что нам?» «Пошли к Ломтю!» – услышал я удалявшийся голос Рыбкина. «Нет такого закона. Честный бродяг, наверное, смерть Геннадь». Когда их голоса стихли, я остановился и трижды перекрестился. «Спасибо тебе, Боже, или Зона, не знаю кто. Спасибо, что избавил меня от очередного душегубства, потому что, по идее, эти двое со мной пришлось бы мне их убить, как я убил тех трех с южного лагеря, и как я, по-моему, убил комара. Или это его южные замочили?» Я вспомнил, как упер ему под подбородок острие ножа Бамочки, и как он стоял на носочках, разведя руки в стороны, и бормотал. «Не станешь же ты меня кончать из-за этой шалашовки!» «Думаешь, я у нее первым был бы?» Потом вспомнил, как он бросился на меня, когда мы вышли из сарая, но я успел первым выстрелить ему в голову. «Будь ты проклят, немой! Если есть дорожка с того света, я преду за тобой, так и знай!» Потом перед глазами мелькнуло видение. Четыре могилы на окраине колпаков, и я очнулся. «Кювет!» Стою, слегка покачиваясь, у самой границы комариной пляши. «Еще пара шагов, и пришлось бы мне тунга!» Повертел головой. Метка комара была далеко в стороне. Только о нем подумал, а он уже тут как тут. «Что?» Хохотнул. «Немой даже по моим меткам пройти не можешь!» «Чуть не вляпался!» И уже серьезнее. «Это все зона, немой!» Нельзя тут долго без перерыва находиться. Больше недели здесь только Вася Магадан продержался. Так он и до той ходки был на всю голову хворый. А уж после... И вовсе завис как гири на часах-ходиках. Из старых знакомых только Саню повара и признавал. На остальных ричал, что твой волк. Его потом дятлов медикам сдал для опытов. Я по своим следам вернулся на дорогу, и скорым шагом двинулся к следующей отметке. «Давай, поспешай!» Не отставал Комар. «Солнце еще высоко. Да и выброс не за горами!» «Вот скажи мне, немой!» «Ты на самом деле думаешь, что принесешь эти мобилы Дятлову, и дело затухнет?» «Что подполковник Киров это такой дурак?» «И не найдет к чему еще прицепиться?» Я молча шагал вперед. Комар пристроился справа и продолжил. Был тут один бродяга по кличке Колямба. Так вот, встретил этот Колямба парня с юга. Говорил, холодного уже. Труп обошмонал, и весь хабар покойного в лагерь принес. Хороший такой хабар был. В том числе и ветку железного винограда. Мы, дураки, его Дятлова ей отнесли. Размечтались, что может к пайке какая прибавка случится, или еще какое поощрение будет. Ага, прибавка. Дятлов этому подполковнику Кирова похвастался. А тот такого кипиш поднял. И так, падла, это потом все перевертел. Что пришлось Дятлову Колямбу нашего, как убийцу на площади повесить назидание другим. Хорошо, хоть на кол не посадили, как сначала задумывали. Вот ты меня убил. Я остановился, будто наткнувшись на стену и крикнул. «Я тебя не убивал!» Губы комара расползлись в мерзкой улыбке. Его стошнило гнилыми водорослями прямо мне под ноги. Я отпрыгнул, выхватил из кармана и навел на него пистолет. Рука моя тряслась. «Застрелишь меня еще раз?» Спросил комар, надвигаясь. Я увидел сквозную дырку в его голове. Или как в прошлый раз. Ножом в горло. Последние слова он пробулькал. Из распоротого подбородка хлынул на дорогу кровавый водопад. Я зажмурился. Аж свербело. Так хотелось навести ему прямо в лобешнике и нажать на спусковой крючок. Досчитал до пяти и открыл глаза. Рядом никого не было? «Нет, комар. Я знаю, что ты задумал. Хочешь меня задержать, чтобы я не успел до начала выброса добраться до колпаков?» Подумал я. «Шалишь! Мне голову не задуришь!» Рукавом вытер пот, который стекал со лба и нещадно сжег глаза. Глянул на часы. Было начало пятого. Глотнул из сляги. Брызнул из нее на лицо. Снова вытерся рукавом. И скорым шагом двинулся дальше, к видневшимся уже вдали остаткам деревни Павловичи. Главное было обогнать выброс. Пару раз мне начинало казаться, что небо начинает темнеть, проявляясь фиолетовым куполом над головой. Я жмурился, мотал головой снова и снова стирал с лица жалищий пот, и все приходило в норму. Как и в прошлый раз, я не стал задерживаться в Павловичах. Обогнул группу ветхих домов, следуя отметкам комара, и зашагал дальше. До указателя поселка Колпаки я добрался часом к шести. Смеркалось. Пришлось еще ускорить шаг, уже с трудом высматривая отметки комара. Свернув лес, я трусцой побежал по натопленной тропинке, и метров через сто вышел на открытое пространство. «Ходу, ходу, немой!» – сказал комар за моей спиной. Опять принесла его нелегкая. «Еще полчаса, и так стемнеет, что хрен тут что разглядишь. На пузя ведь ползти придется, если не передумал с выбросом в чистом поле поручкаться». Я еще ускорился, переходя на легкий бег. Но вот, наконец, и окулица села. Скрипнув калиткой, забежал во двор и остановился, силясь отдышаться. Пошарил по карманам в поисках сигарет. Тишина ей, не души. Вот только остро пахнет дымом недавно топленной печи. С маскировкой у нас туго. Плоховато. Из оконного проема осторожно показалась мордашка леси, и я вылыбнулся ей, тяжело вдыхая сигаретный дым. Показал на печную трубу, из которой устремился в безведное небо дымный след, и погрозил пальцем. «Так вечер уже!» – сказала девочка. «Кто сюда сунется по темноте?» «А ночью, знаете, как холодно было?» Она помялась, потом спросила. «Дядя не мой, а вы нам покушать принесли?» Я снова улыбнулся. Кивнул и вошел в дом через открытую дверь, снимая из-за плеч тяжелый рюкзак. Грохнул им по столу в маленькой кухне. «А ну, налетай!» Приглашать дважды не пришлось. Хлеб с намазанной на него тушенкой, который запивался растворенными в кипятке бульонами кубиками, царский ужин для двух голодных детей. А еще на десерт был чай с шоколадом. Не поскупился ломать. Я, сглатывая слюну, объяснил, что чуть только в небе загрохочет, нужно немедленно спускаться в подпол, и что, как повыжинают, пусть перенесут постели туда. Ночевать нынче придется под землей. А сам пулей в сарай за лопатой. И ночь обещала быть темной, безлунной. Наплывшие низкие тучи грозили дождем, а то и грозой с громом и молнией. И выброс. Бродил где-то рядом, присматривался, выслеживал меня, чтобы, как только отвлекусь, нагрянуть фиолетовым небом сверху и окончательно свести меня с ума. Я забрел за дом и пересчитал могилы. Их по-прежнему было четыре. Комар, сволочь, четыре! Так что тебя я не убивал. Это если я там есть. Тут же хмыхнул стоявший рядом комар. Ты... Я смотрю, совсем крыши подтекать начал. Одна могила тут еще до тебя была. Ты эти три к ней пристроил, не помнишь? Я замотал головой и крикнул. Нет! Отчего ты орешь? Усмехнулся комар. Ты же не мой. Не, мыморать не полагается. Вот сейчас раскопаешь, тогда и узнаем, кто был прав. Давай, начинай уже. А то мне самому интересно стало. Я воткнул ржавое лезвие лопаты в первый невысокий холмик. Земля была мягкой и поддатливой. Я быстро выкопал первое тело. Пахнуло плесенью и тленом. Покойный оказался дикой брагой. Две дыры в груди. Гимнастерка в черных пятнах от запекшейся крови. Тело браги оказалось неожиданно тяжелым. Я с трудом вытащил его и положил рядом с ямой. Следующим был Санек Литун. Ног у него не было уже до самых колен. Вместо них была черная тягучая дрянь, вонявшая гнилой химией. Я подхватил Литун на подмышки и стараясь, несмотря на изуродованное пулей лицо, вытащил его наружу. Третьим оказался Кроха. Пуля в лоб и две в районе сердца. Лицо перекошено яростью. А крови совсем мало. Видимо, первая же пуля стала смертельной. Я вытащил и этого покойника из могилы. Закурил. «Да, Огонька», – попросил Комар. Я протянул ему окурок. Тот присосался своей сигаретой и довольно выпустил клуб дыма. «Барабанная дробь», – спросил он с улыбкой и кивнул на четвертый, пока нетронутый холмик. Вместо ответа я достал из кармана мобилу и перевел ее в режим съемки. Снял крупно лица покойников, дыры от пуль, отдельно ноги Литуна и навел видеоискатель на Комара. Тот дурашливо улыбнулся и принял позу Наполеона. Я закончил съемку и нажал на просмотр. Запись была в порядке. Нужно четкости и резкости. Вот только финальный эпизод не получился. Вместо Комара на экране мельтешили какие-то помехи. «А ты чего ждал?» – спросил Комар. «Я же призрак!» «Порождение зоны!» Я достал второй телефон и проделал им те же операции. Выбросил короткий окурок, вздохнул и принялся за четвертую могилу. Когда я по пояс врылся в землю, под ногами вздрогнуло и дно ямы ухнуло вниз. Я в полной колени закричал от ужаса. Руками попытался удержаться за стенки могилы, но результатом была только туча пыли, песка и надрывный кашель из горла. Наконец, земля вздрогнула еще раз и падение прекратилось. Я замер. Сердцем груди колотилось барабанное нарубью. На зубах трещал песок. Пить хотелось невообразимо. Я медленно повернулся на спину и увидел, что лежу на дне узкой и глубокой ямы. Где-то далеко вверху окончательно стемнело, и я с трудом различал в дыре высоко над головой ночное небо. Сверху посыпалось. Кто-то ходил по краю могилы. «Лешка! Леся! Это вы?» Крикнул я осипшим голосом. «Помогите мне выбраться!» В ответ мне прилетела новая порция песка. Глаза обожгло, хлынули слезы. Я проморгался и снова посмотрел вверх. На краю ямы сидел, свесив вниз ноги комар. Он помахал мне рукой и крикнул. «Как я тебя подловил, а? Ты все думал, кто же лежит в четвертой могиле? Выходит, ты лежишь?» «Это мне все кажется!» Сказал я себе. «Это все зону, сука! А я стою себе в яме по пояс и ловлю глюки про бездонную яму!» Я закрыл глаза и стал выбираться. Руками нащупал края ямы. Закинул ногу, попытался потянуться, но что-то вцепилось во второй сапог и не пускало. Я не стал смотреть. Почему-то был уверен, в него вцепились две руки, выползавшие по локоть из-под земли. Высвободил из сапога ногу и откатился в сторону. «Комар, урод, когда же ты от меня отстанешь?» Сверху громохнуло, да так, что у меня заложило уши. Я глянул вверх. Ночное небо над головой полыхало фиолетово-черным. Выброс. Я привстал, но мощный воздушный шар припечатал меня к земле. На плечи навалилась тяжесть. Яркая вспышка резанула по глазам. Нестерпимым жаром обвалило затылок, спину, ноги. Я заорал от боли и остервенело пополз, не видя ничего вокруг. «В дом! В подпол! Я еще успею!» С новой силой навалилась тяжесть. Я рванулся из последних сил. Нащупал края ямы и, не успев остановиться, рухнул в ее жерло. В груди что-то треснуло и растекалось новой болью. Ломило все кости. Мышцы выкручивала судорога. Голова, казалось, вот-вот лопнет изнутри. Я поширил руками. Нащупал черенок лопаты. Сверху снова полыхнуло и обдало раскаленным воздухом. Волосы на голове затрещали. Запахло паленым. «Горю!» Я снова закричал и стал обрушивать на себя края ямы. Песок попал в рот. Нос. Кашель обжег мне легкие. Сам себе могилу вырыл. Сам себя и закопал. Я работал лопатой. Давился кашлем и хохотал, как сумасшедшая, такого фортеля судьбы. Но скоро стало темно, тяжело и душно. Кашель выворачивал наизнанку. И боль. Она никуда не ушла. Было больно очень. Я снова рухнул куда-то вниз душную пустоту. И боль последовала за мной. Ночное небо было затянуто облаками. Но это были не опасные, обычные серые тучи. Темно, тихо и спокойно. Я пошевелил руками и ногами. Боль ушла. Сел, огляделся. Вокруг шевелился на тихом ветерке ковер из сочной мягкой травки. Рядом журчала небольшая речка. А неподалеку у берега бродил по колено в воде какой-то коротко стриженный мальчишка, одетый в шорт и безрукавку. Он что-то высматривал в воде, подсвечивая себя старинным фонарем. «Эй, малец!» Крикнул я ему. «Ты кто?» Был он светло волос. Под глазами у него были темные круги, будто от бессонницы или тяжелой болезни. Выбравшись на берег, мальчик всунул ноги в сандалики и подошел ко мне. «Какой я тебе малец?» Буркнул он, присаживаясь рядом. Я подвинулся и спросил. «Где я?» «Ох, так и подмывает ответить там же, где и я», – улыбнулся мальчишка. Я непонимающе уставился на него. «Да...» Протянул мальчик. «С юмором проблемы. Я вдруг закашлялся и выплюнул на траву с густок крови. Растерянно вытер губы и снова огляделся. Ночь, трава, речка, парнишка. И все равно что-то не так. Где я?» Снова спросил я. «Назовем это «Чертогами твоего разума», – ответил мальчик. Сериал смотрел. Помнишь, на самом дне «Чертога разума» Шерлока Холмса сидел профессор Мариарти на цепи? Вот. А у тебя там десятилетний пацан, каким ты и остался, несмотря на возраст. «Ты не можешь быть мной», – сказал я уже тверже и громче. «Ты не я!» «Конечно», – кивнул парнишка. «Было бы слишком просто, банально даже, если бы ты сейчас начал мне рассказывать о своих достижениях. Бомж, да еще и в рабстве. И в ответ на мое «Я не таким мечтал стать», – ты бы «хи-рак»?» – железобетонный аргумент. «А что мне нужно было пройти мимо?» «Как будто раньше ты не проходил?» «Что молчишь?» «В землю смотришь?» «Проходил, проходил. И глаза в сторону отводил. Напомнить?» Я закрыл глаза. Земля подо мной слегка вздрогнула. И я вспомнил. Выброс. Как я слепым котенком ползал вокруг раскопанной могилы. Как упал в нее. И как стал сам себя закапывать. Я вытащил тебя из твоих мозгов. Временно. Пусть они там пока позагорают под выбросом без тебя. Потом попытаюсь запихнуть тебя обратно. Если будет во что. Слабовато ты себя похоронил, хотя…» Мальчик почесал затылок. «Закопайся ты сильнее, задохнулся бы, наверное». «Но мы по-прежнему в зоне?» – спросил я. «Где же еще?» – вздохнул мой собеседник. «В зоне, конечно». «А ты кто? Ты здесь каким боком?» – спросил я. «За зоной приглядываю». Мальчик развел руками, мол, что подделаешь. Немаловат ли ты для такого? «А больше ваш мир никому не нужен?» – грустно улыбнулся он. «А тебе?» «А мне Леху с Леськой жалко. Я прямо опешил». «Так это ты из жалости их сюда затащил? Вообще-то зона не место для детей. Здесь умирает». «Затащил их сюда не я, а то, что вы называете артефактом. Золотая рыбка. Слыхал про такой?» Я отрицательно покачал головой. «А насчёт смерти?» Продолжил мальчик. «Это вы сюда умирать приходите, а они пришли жить». «Мы не сами сюда приходим». Возмутился я. «Нас заставляют. Если мы не пойдём в зону, нас убьют». «Убьют. Но умирать вы приходите сюда». Он кнул пальцем в траву под ногами. «Представь, что некие приговорённые к смертной казни заявятся тебе под окна или прямо в квартиру, чтобы сдохнуть у тебя на глазах. И давай, кто кухонным ножом себе горло режет, кто пальцы в розетке сует, а по ходу серебряные ложечки ворует. Как ты к этому отнесёшься?» Я пожал плечами. От этого движения вдоль позвоночника полыхнуло болью, но тут же отпустило. «Как тебя зовут?» Спросил я, меняя тему. «Зови Генка», – пожал плечами мой собеседник. «Или Сашка, или Колька. Короче, как тебе понравится, так и зови». «И как же ты за зоной присматриваешь, Генка?» «Группа придурков, которых вы почему-то называете учёными, придумали аппарат, который периодически делает из вашего пространства друшлаг. Через получившиеся дыры лезут всякие всячины, а я, чтобы они здесь не натворили дел, прикрываю их замками». «Аномалиями?» Осенило меня. «Да называй, как тебе хочется». «А артефакты?» «Это свертки чужих миров, чужого пространства под воздействием физики вашей вселенной». «Больно мудрено», – покачал я головой. «Ну, проще я сказать не смогу». Генка почесал затылок и продолжил. «Они лезут в ваш мир, как фарш из мясорубки. Здесь их, как говорит Лёшек, колбасит и плющет. Они теряют одни свойства, приобретают другие. А потом полученными микроскопами. Вы забиваете гвозди». «А мутанты?» «Какие мутанты? Несколько зверушек, которых занесло к вам с той стороны. И они при этом не сдохли. Они же безобидные». «Снорки безобидные? Или кровососы? Или вот эта тварь, которая же куречица убила?» «Это акушер, что ли? Ты знаешь, что его создавали для опыления мертвых миров спорами жизни? Что он – ходячая фабрика этих самых спор? А вы в него из пистолета?» Вот он и шарахнул акустикой. Ходит теперь. Совести мучится бедолага. «А насчёт снорков и кровососов это не ко мне. Это пускай ваши учёные объясняются. Научились урода ДНК скрещивать. Выходит, всё они?» Они и они, и бюреров они, и контролёров, псевдогигантов всяких, всё никак не успокоится. Идеального бойца, видишь ли, им заказали. Про чернобыльских псов старожилые слыхом не слыхивали. А нынче уже штук пять бегают по зоне. Из опасных сюда разве что химеру и забросило. Но и она? Это же всё равно, что электрический угорь. Не трогай её. И она таком биться не будет. Тем более, что химера и мясо не жрёт. Она из воздуха бактерии поглощает. Как кит-планктон. Тем и сота. Ей, как дезинфектору, цены нет. Она же любое болото в озеро Байкал превратит. Дай только срок. А вы как увидите, так сразу за оружие хватаетесь. Мы помолчали. «И что дальше?» Спросил я. «Пойдём», – сказал Генка. Взял меня за руку, помог встать на непослушные ноги и подвёл к реке. Потом поднял свой фонарь повыше, освещая воду. «Смотри». Покачиваясь на редких волнах, из реки на меня глянуло чудовище. Спину его перекашивал уродливый горб. Лицо. Да разве было можно это назвать лицом? Левый глаз заплыл и съехал куда-то к виску. Второй, наоборот, чуть на высоте. Но свёрнут на бок. От левого уха остался лишь обрубок. Вдобавок верхнюю губу рассекала заячья губа, из-под которой торчал кривой клык. Ну и штук пять корявых шрамов вдоль и поперёк лица на закуску. Не верь, а я поднял руку. Урод в отражении сделал то же самое. «Выбирай», – предложил Генка. «Или сдохнешь, или будешь жить. Но вот таким». «За что?» – прохрепел я. «Что я тебе сделал?» «Да, и первое время, пока всё не срастётся по-новому», не отвечая на вопрос, продолжил мальчик. «Тебе будет больно?» «Очень больно». «За что?» – повторил я. «Да». Мальчик вздохнул. «А я здесь при чём? Это я тебя из лагеря перед выбросом выгнал? Или это я тебя могилы заставил раскапывать?» «Но комар...» «Комар не ко мне. К тебе является», – сказал Генка нетерпеливо и снова. «Выбирай». «Да уж лучше сдохнуть», – сказал я после паузы и сел на траву. «Только ты, сколько можно анальгин свой не выключай. Устал я что-то от боли». «Молодец», – сарказмом сказал мой собеседник. «Герой, а дети как же?» Какое-то время мы смотрели друг к другу в глаза. Я первым не выдержал. «Но ты и зараза!» – с ненавистью сказал я. «Они же посидят, посидят голодные. Да и пойдут искать пропитание». Будто не слыша меня, продолжил Генка. «Тебе какой вариант больше по душе? Чтобы они к ломтию компании в гости забрили? Или чтобы на подходе к КПП их с пыльмета срезали?» Есть еще вариант с минным полем. Собаки, опять же, слепые, бегают в округе. Голодные. А, допустим, поведет им незысканно, и доберутся они до солдат. Их же в лучшем случае обратно в детдом отправят. И рыски кюшать. «Урод, скотина! А я что могу? Как я им тут жизнь налажу?» «Как там у вас в поговорке?» Взялся за гуш. «Господи, когда же это все кончится?» Простанул я. «Я так понял, умирать ты передумал?» Я выматерился и угрюмо кивнул. «Тогда держи», — сказал Генка и лупанул своим старинным фонарем мне по виску. Вспышка, боль, звон разбившегося стекла. И темнота. Сутки после выброса я валялся без памяти. Благо, дети меня выкопали, да в дом затащили. И как хватило силенок у этих малявок. Но не успел в себя прийти, как засобирался в лагерь. По всем подсчетам выходило, что из срока, который дал мне Киров, меньше суток оставалось. Вот тут и выяснилось, что ходок нынче из меня некудышный. Позвоночник мне так перекрутило, что стоять я мог только полусогнутым, перекошенным на бок. Ребра при вдохе болели нещадно. Ко всему прочему, колено левой ноги отказывалось полноценно сгибаться. Натуральный квазимодо, в общем. Но я пошел. Точнее, поковылял в сторону лагеря. За мной был долг. И я все еще считал себя человеком. Конечно, прежде чем двинуть в этот поход, я проверил мобилы. Шутка ли, в какой души губки побывали. У одной от стекла лишь паутина трещин. У второй корпус будто оплавился. Но главное, включились и кнопок слушались. Как показала проверка, записи уцелели на обоих. Так что было с чем идти к ломтю. Последний выброс перетасовал аномалии как к колоду карт. Итого бы мне пришлось, если бы не открылось у меня особое зрение. Ежели глаза, однако, в бок скосить и проморгаться, то докуда зрения хватает, видны все аномалии. Шучу. Ничего мне делать не надо было. Просто вышел на улицу и увидел все их в округе как на ладошке. Вроде как Марьева такое разноцветное. Плеж, к примеру, голубым светилось. А рубец ярко-изумрудным. Дива дивная. Но любовался я этим зрелищем недолго. Постоял минутку на крыльце, осматривая окрестности. Да и двинулся в сторону лагеря. Время поджимало. И хотя моя медленная скорость компенсировалась отсутствием серьезных препятствий на пути, до Павловича я добрался за часа четыре. Аномалии на пути была тьма тьмущая. Некоторые были настолько впритык, что я только со своим обретенным зрением и мог между ними протиснуться. В противном случае пришлось бы обходить их глубоко лесом. Недалеко от околицы я увидел двоих, сидевших у костра. Один с забинтованной головой. Рука на перевязи. Сидел на деревянной колоде, глядя в пламя. Другой без видимых повреждений. Невысокий бодрячок с абсолютно лысой головой стоял рядом. И склонившись, что-то вытолковывал напарнику. Я присмотрелся и вдруг понял, что все про них знаю. Забинтованного звали Краб. Второго Петя Храб. Был с ним еще один. Тот самый, не захотевший идти со мной Антон Рыбкин. Все трое – залетчики. И послали их по мою душу. Найти не живого, так мертвого. А коли я сгинул под выбросом, то добраться до колпаков и сделать за меня то, что я, похоже, уже не смогу. Без этого им не было хода обратно в лагерь. Ломать так и сказал – последний вам шанс. Не выполните, что приказано. Можете не возвращаться. Повешу на ближайшем суку. Километрах в пяти от Павловича и собратья, по несчастью, нарвались на блуждающий трамплин. Рыбкина подкинула выше деревьев. И мало того, что тут упал грудой хлама, так еще и угодил прямо в жарку. Короче, и хоронить было нечего. Краба тоже швырнула, но всего метров на шесть и в другую сторону. Прямо на сосну. И только шедший третьим Петя уцелел, хоть и чуть не облачился от страха. В секунду была группа и сплыла. Знание это пришло из ниоткуда. Но я почему-то был уверен, что все это чистая правда. Как и то, что Петя храп сейчас обдумывает. Как бы вернуться назад? Воспримет ломать и так потери группы критичными. И для верности стоит и Краба в какую-нибудь аномалию подтолкнуть. Благо, что тот мало чего соображает. Так о дерево приложился. Ну, я шумнул по кустам. Петя пистолет из кармана вытащил и стал им водить трясущейся рукой. А сам от костра отступает. За спину напарника. Я аж сплюнул. Такие у него в голове покастные мысли родились. Что, мол, какая тварь на Краба первого кинется, то нужно погодить слегка, пока она его не задерет. А уж потом начинать пальбу. «Не стреляй, Петя!» Крикнул я. «Свои!» А тот в ответ. «Кто свои? Выходи, или сейчас я шмалет начну!» Я руку над кустом поднял, чтобы видно было. «Человек!» И сказал. «Дуй, Петя, назад в лагерь. К ломчу. Скажи, не мой объявился. А при нем две мобилы с записью. Я буду его здесь ждать. Вместе с Крабом. Потому как сильно покалечена и быстро идти не могу. А ты по своим отметкам мигом намчишься». Петя чуть не запрыгал от радости. Как же. И повод вернуться есть, и убивать никого не надо. «Не мой. А мы тебя... За тобой, в общем... Постой! А как ты выброс... Схрон нашел... Вот повезло тебе, так повезло!» Он помялся немного и предложил. «Может, мобилы мне отдашь? А я их ломти передам». «Э, нет!» Засмеялся я от такой наглости. «Только я, и только в руки ломтию. Лично. И скажи, чтобы рюкзак хавчика прихватил. И сигарет. Да пусть не жмется, устроим обмен. Мне рюкзак, я вам обила». «Ладно». Только и сказал Петя. «Да как припустит к лагерю, аж пыль столбом. Я присел там же за кусточком, закурил». «Не мой». «Накурив, а богат, очнулся Краб». «Чего ты там прячешься? Подходи к костру, сейчас вода закипит, чай и попьем». Я и вышел. Краб глянул на меня и побледнел. Хотя, казалось бы, куда уж больше. «Ты точно не мой? Или тварь какая-то типа перевертыша? Я слыхал про таких. Кажется, сперва обычным человеком, а потом раз...» Я протянул ему пачку. Он вытащил непослушными пальцами сигарету. Прикурил от горящей ветки, выдохнул дым. «Эх, тебя!» Сказал Краб и уточнил. «Выброс!» Я кивнул и спросил. «Петя быстро обернется». «До лагеря часа за полтора добежит», сказал Краб, пожимая плечами. Он, как мы с Рыбкиным, в трамплин угодил. Все выпытывал у меня, как ломать отнесется, если мы назад повернем. А я ему херово говорю отнесется. Он из простой ходки возвращенцев не жаловал. А тут последний шанс. Мой собеседник согнулся пополам и зашелся в кашле, сплевывая слюну. «Не удивлюсь, если он уже примеривался в какую-нибудь аномалию потолкнуть и в одиночку возвращаться». Продолжил Краб сипло. Мол, группа полегла, а ему типа повезло. Будто ломать такого везунчика. Да еще и пустого просто в лагерь бы впустил. А то и висел бы Петя на осеннем колодце. Мы посидели молча. «А что ты там про хавчик говорил?» спросил Краб. «Жрать мне что-то надо?» Вопросом на вопрос ответил я. «Так ты решил не возвращаться?» догадался Краб и снова закашлялся, прижимая трехпалую руку к груди и болезненно морщась. «Ах, ребро похоже сломал», сообщил он и продолжил. «Пропадешь. Думаешь, ты первый такой?» «Были и до тебя умники. Как кто найдет подвал поглубже, куда выброс не достанет, так тут же и срывается. Типа навольная хлеба. И поодиночке уходили, и команды. Эх, никто не выжил. Кто в аномалию вляпался, кого тварюги местные порвали, а кто и вовсе сгинул. «Ты про то, что в зоне нельзя без перерыва долго находиться слышал?» «Так это чистая правда. Через пару недель тебя крышу так снесет, что ты же впервые плешь, как топор в воду нырнешь. Это у тебя нервы крепкие. А будь здесь Петя, он бы меня застрелил. И до костра не дал бы дойти». Грустно усмехнулся я. «А теперь прикинь, сколько нервного народа в лагере? Долго я там проживу? А даже если и не убьют меня сразу, кем я там буду? Невидомый зверушкой? И сколько пройдет времени, прежде чем майор Дятлов про меня узнает и ученым на ботрошение продаст?» Краб прихватом, сделанным из толстой проволоки, вытащил из костра большую жестяную банку с кипящей водой и разлил кипяток по кружкам. В воздухе запахло свежезаваренным чаем. «Давай», – сказал он, кивая мне на мою кружку. «Пока горячий». «Ты прав, наверное», – сказал краб, шумно делая глоток и затягиваясь остатком сигареты. Но и в зоне одиночка не жилец. В лагерь про то, что выброс вот-вот. Хоть оповещалка приходит. А в зоне как? Ходи да на небо посматривай. Твари, опять же. Аномалии, излучение. А тут еще такая штука. Ты вот в курсе, что помимо нас, бродяг, в зоне и другие ходят? Да такие, что не чета нашим. Комбинезоны, дыхательные маски, тепловизоры, стволы от калаша и выше. Если кого-то из наших засекут, сядут на хвост и пока всех не прибьют, не отстанут. Не любят светиться. Встреча с ними для нас верная смерть. С месяц назад это началось. Костичок, земля ему пухом. Вернулся из ходки с выпученными глазами. Рассказал, что своими глазами видел, как трое каких-то камуфляжных загнали во враг у новой красницы, новенького из тройки барана. И с автомата в дуршлаг. А тело в рубец закинули. Через неделю Портогас стоял на восточной окраине, курил. Глядь, а через поле к лагерю Петька Ревун несется. На пролом, на удачу. И оставалось ему метров сто, как голова у него раз, и в брызги разлетелось. Портогас сперва подумал, что Ревун в аномалию попал. Пошарил вокруг. Нет ничего. А кот, бригадир тогдашний, сказал, что такое бывает, когда и снайперки разрывной пули в затылок попадают. Потом еще пара случаев. Но ломость не выдержал и к дятлову. Так, мол, так и так, что за народ в зоне беспредел творит. А тут ему забудь. И тем, кто в курсе, передай, чтобы не болтали. Что за камуфляжные? Спросил я. Может, это бродяги севера или востока? В такой-то экипировке? Усмехнулся Краб. Слишком дорого бомжи, которые в каждую ходку пачками дохнут так снаряжать. Не, тут что-то другое. Скорее всего, еще кто-то на артефакты здешнюю варежку распахнул. А значит, грядет передел. А где передел, там война. Так что не вовремя ты в одиночное плавание собрался. Мы помолчали. Я пил горячий ароматный чай. Краб-адокурка закурил еще одну сигарету. Говорят, где-то в районе озера Бурштин, что севернее Остечанки, лагерь ученых видели. Сказал он, сплевывая в костер розовой слюной. Там еще со старых времен бункер остался. Вот они в нем не разместились. Попробуй к ним прибиться. Типа проводником или добытчиком. Все же не в одиночку. А как начнешь, глядишь, они тебя и прикроют. Потому как у нас, ты прав, тебе жизни не дадут. Или в лагере замочат, или дятлов на цепь посадят, как неизвестного науке зверя. Я кивнул. Спасибо за совет. Услуга за услугу, сказал краб. Если встретишь хозяев зоны, замолви за меня словечко. Я улыбнулся. А ты не думаешь, что они не внутри, а снаружи? Это ты про дятлова с Кировым? Краб снова сплюнул. Слюна в перемешку с кровью зашипела на углях. Какие же это хозяева? Это шакалы. Таскают крохи со стола, да еще и чужими руками. И какое словечко ты хочешь, чтобы я за тебя замолвил? Спросил я уже серьезно. Смерти легкой прошу, сказал краб. Выжить тут нам все равно никто не даст. Если в зоне не загнемся, снаружи кокнут, как ненужных свидетелей. Так что, если все равно уж подыхать, так хотелось, чтобы сразу. Чтоб не в сопляхе, в дерьме собственном. Не воя глаза, выкатив от боли, и не гнить заживо, а достойно, чтоб только и успеть напоследок рукой махнуть тем, кто остается. Мол, пока, ребята. Свидимся. И все. Я присмотрелся. Крам говорил от чистого сердца. Странная история Петра Вильяминова. Вообще, он был слишком честным и правильным для этого места. Большинство бродяг, которых сюда привозили, были опустошившиеся люди, живущие по принципу «день прошел» и «слава Богу». А про таких, как Крам, говорят «честный трудяга». Звезд он с неба не хватал, чинов услуживать не довелось. Но если уж брался за работу, делал ее споры и в охотку. Подвело его под монастырь как раз последнее место работы. Как грянул кризис, предприятие, где он отпахал 10 лет, накрылось медным тазом. Полгода жил на приработках, еле концы с концами сводил. Жена ушла от него к владельцу киоска на проспекте. Благо, детей не завели. А тут взяли его по объявлению на завод. Зарплата не ахти, но и работа не пыльная. Меняй себе заготовки в станках, а они, станки, сами уже сверлили, и фрезеровали, и шлифовали. Да подолгу, так что успевал Краб, тогда еще Петр Вильяминов, и на стульчике посидеть, и в курилку сходить покурить. Пока в учениках ходил, его в третью смену не ставили. Но вот однажды вышел наш Петр утром на работу. Стал свое хозяйство осматривать и видит. На одном окошке задвижки, что работника от летящей стружки и прочих неприятностей защищает. Грязь какая-то. Присмотрелся и ахнул. Это был кровавый отпечаток ладони. Причем был он не снаружи, а изнутри. Поплохело тут Петро. Еле до туалета добежал. А как вернулся, отпечатка того уже и не было. Только мастер платок со следами крови в карман прячет, до новости сообщает. Оказывается, один его сменщик в отпуске, другой запил. Третий вообще пропал куда-то. Может, тоже запил или на больничном, а план горит синим пламенем. Так что выходило Петру в третью смену работать. Больше некому. Отправляйся, говорит мастер, ты пока домой. Выспись. А к половине двенадцатого подъезжай. Но Петр и пошел. Идет домой, и чем от завода дальше, тем больше его страх охватывает. Что же это за дела такие творятся у него в цеху? Стал уговаривать себя, что, мол, что он как маленький. Может, то не кровь вовсе была. Может, это просто наладчик грязной ладошкой шлепнул, а ему почудилось. Пришел домой, кофе попил, пару бутербродов сварганил, чтобы вечером не возиться, да и спать лег. Как проснулся, за окном темнело. На будильник глянул. Рано еще. Можно часа два спокойно покемарить. Но тут вспомнил, что не просто так проснулся от звука, будто кто-то на кухне стекло в форточке выбил. Подскочил Петр на кровати, сердце колотится, понять ничего с просонья не может. А с кухни опять звуки, будто лезет кто-то в окно, да с трудом. Так что рама деревянная трещи чуть не ломается. Петр заутюг, первое, что попалось под руку, и на кухню. Идет, дрожит, да уговаривает себя. Мол, ворота через форточку лезет. На пятом-то этаже семиэтажного дома табуретки воровать. Заглянул в коридорчик, что кухню вел, а там темень непроглядная. Да странная такая, будто под линейку отчерченная. По эту сторону черты светло, а по ту ничегошеньки не видно, только слышно, будто ходит кто-то там, хоть и осторожно, да стекло, битое под ногами, скрипит. Подумал было, Петр, свет включить, а выключатель стой, темной стороны черты. Не рискнул он шагнуть в темноту, рукой вслепую пошарил, да вовремя одернул. Всего-то двух пальцев лишился, как бритвой срезала. Другой бы на месте Петра, глядя на кровь, что из обрубков на руке на пол льется. От боли дико заорал бы матерно, бежать бросился. А кто в коленке послабже, так и вовсе. В обморок шлепнулся бы, а наш герой даже глазом не моргнул. Стал спокойным и деловитым. Забинтовал скоренько руку, рюкзак на адресолях нашел и стал в него складывать все необходимое. Работает, а нет-нет, да и глянет в сторону кухни. А там в темноте пол скрипит, будто ходит кто-то у самой черты. И дыхание слышно. Потом раз и прыгнула тьма из кухни в коридорчик. Еще полметра квартиры будто слезала в черноту. Ускорился Петр. Напихал в рюкзак смену белья, мыльно-рыльное, документы и все деньги, какие были. Глянул в сторону кухни. Жест неприличный сделал в темноте, что половину прихожей сожрала. И уже к двери входной подбирался, да и был таков. Куда ему было податься? Решил на вокзал. У родственников в деревне отсидеться. Денег на такси не пожалел, чтобы побыстрее. Прямо чувствовал на себе чужой взгляд. Недобрый. Успокоился только тогда, когда сел в дизель. Устроился в окна, ему часа полторы было езды, да и прикемарил. А как проснулся? Как раз двери с шипением сошлись и поезд тронулся. Смотрит. А он в вагоне один-одинешенек. За окошком темень, редкими фонарями разбавленная. Тоскливо ему стало. Решил в тамбур выйти перекурить это дело. Да только на подходе к раздвижным дверям увидел Петр на стекле пятно какое-то. Подошел ближе, присмотрелся, а это отпечаток ладони кровавой с той стороны. Петр на носочке пристал, заглянул в тамбур. Ноги в штанах да и сапоги заправленные видны, будто лежит кто-то поперек. И нехорошо вот так и лежит. Одна нога дергается конвульсивно, предсмертно. Тут хлоп, свет в соседнем вагоне мигнул и погас. И стало там черным чернок о глухом подвале, когда вещи у него в кухне. Попятился Петр. Страшно ему стало. А ну, как и тут света не станет, бросился он в противоположный тамбур. И там снова хлоп. И в вагоне, что сзади был прицеплен, тоже свет вырубило. Вильяминова аж подкинуло. Рванул рычаг стоп-крана. Да тот в руках его и остался. А дизель как шел, так и идет. Даже вроде ходу прибавил. И лампы в его вагоне мигать начали. Вроде как дразнят. Гляди, мол, вот-вот и мы погаснем. Что было дальше, Петр так и не мог вспомнить. То ли двери он открывать бросился, то ли стекло в них выбивать. Да только очнулся он, когда уже летел под откос кувыркаясь. Побился, конечно, сильно одежду порвал. Локоть так ушиб, что тот распух. Рукой не шевельнуть. Из головы разбитой крови вытекло столько, что волосы от нее слепились и задубинили. И тошнить его стало, шатать во все стороны. Но кое-как оклемался, встал, пошел бездумно, только что на деревья не натыкаясь. Никаким родственникам он, естественно, не поехал. Как к ним сунешься, если смерть за плечами кочевал подолгу, нигде не останавливаясь? Другие бомжи чувствовали на нем черную метку. Сторонились. Свои общины наотрез не принимали. И стоило Петру задержаться на одном месте дольше двух-трех дней, как кровавый отпечаток снова появлялся Петру то на стене, то на окне, то на плитке подземного перехода. Мол, привет, снова я тебя нашел. Приходилось нашему медалаге снова отправляться в путь. Как-то приболел, не смог сразу уехать. Решил ночь перекимарить, сил набораться. Так наутро у своего убежища обнаружил два жутко выпотрошенных трупа, местного бомжа и девочки-беспризорницы. Да, три буквы на стенке. Еще. И то ли вопросительный, то ли восклицательный знак рядом. Кровью, естественно. Так пробегал наш Петр с полгода. Вымотался, отчаялся, и уже готов был сдаться невидимой твари, что у него на хвосте сидела, как приклеенная. Да как раз замели его и в зону этапировали. И знаете что? Отстала от него та тварь. Не рискнула в край багряных выбросов сунуться, но чувствовал Петр Филиаминов, ныне крабом именуемый. Ждет она его по ту сторону, кружит вокруг зоны, высматривает и вынюхивает. И ищет. Как и предполагал краб, Петя Храб обернулся часа за три. С ним пришли ломоть и копыта. Новый бригадир вместо сгинувшего в зоне сыча. Ломоть без разговора протянул мне объемный рюкзак. Я взвесил его в руке. Не пожадничал. В ответ протянул один телефон. На другом нажал воспроизведение сделанной записи. Смотрящий несколько секунд вглядывался в треснувший экран. Потом нажал стоп и аккуратно засунул мобилу в карман. На второе то же самое, сказал я. Вечерело. Я старался держаться в тени большого куста шиповника, но помогало это мало. Один раз глянув, Ломоть заметно содрогался и старался больше на меня не смотреть. Так, я так понял, решил на вольные хлеба перебраться, сказал он. Чем кормиться собираешься дуплопенечки? Охотой? Или на подножный корм перейдешь? Сколько нужно артефактов за такой вот рюкзак? Спросил я. Три. Тут же сказал Ломоть. Он ждал такого вопроса. Или два, но редких, типа болотного огонька. В одиночку. За целую тройку пахать, возмутился я. И принцип такой. Артефакты утром, хавчик вечером. Ломоть будто не услышал мое замечание. Его же еще собрать нужно. Я открыл былород, чтобы послать его по известному адресу, но смотрящий не дал мне и рта раскрыть. Это не я тебя за горло беру. Дятлов поднял норму на пятьдесят процентов. Киров под него роет дуплопенечки. Он уже, кроме своего, и восточный лагерь курирует. Теперь хочет нас к рукам прибрать. А там и северный под его начало перейдет. Представляешь, что за житуха начинается? У Дятлова один шанс усидеть на стуле, повысить добычу. Так что не тебе одному норму задрали дуплопенечки. Усек! Кроме того, тебя уже нет в списках. В этот раз я собрал хавчик из резерва. В следующий раз придется у честных бродяг пайку половинить. А начни я химичи со списком личного состава дуплопенечки. Штукачи тут же донесут. Тогда ни тебе, ни мне не поздоровится. По команде смотрящего Петя помог напарнику подняться. И они в обнимку отправились в сторону лагеря. На прощание краб только кивнул мне и получил ответный кивок. Весь наш разговор копыт топтался метрах пяти за спиной у ломтия. Он очень меня боялся, отчего ему до дрожжи, до потных рук хотелось достать из кобуры на спине помповуху. Видя его состояние, я постарался закруглить разговор. Как и я, ломать считал, что мне не стоит появляться в западном. Мы договорились, что сигналом, что я прошу о встрече, будет столб дыма днем и свет костра ночью, видимое из лагеря. После чего разошлись метра. Неподалеку хрустнуло. Оставленный проследить за мной копыта наступил на сухую ветку. Ну что же, подождем пока стемнеет. Я-то аномалии вижу, а вот мой соглядатый нет. Вряд ли он рискнет идти за мной в потьмах. Я заглянул в рюкзак. Сверху лежали две плитки шоколада. То-то детям радость будет. Значит три артефакта за примерно трехдневный паёк. Грабёж, конечно. По ту сторону одна медуза за пять сотен евриков в лет уйдёт. А на такие деньги я полгода безбедно смог бы жить. С другой стороны, мне сейчас и поиск не поиск, а так прогулка по грибы. И торговался я сломким чисто из принципа. Да и ещё, чтобы он совсем мне на шею не сел. Но всё равно, через пару недель норму он задерёт. Попытается, по крайней мере. Так что лишний раз нельзя показывать, до какой степени он меня за горло держит. Я очнулся от мыслей. Вокруг, мешаясь дымом костра, клубилась темнота. Пора. Взвалил на плечо рюкзак и поковылял по дороге в сторону колпаков. Отойдя метров на пятьдесят, я услышал, как сзади матерится копыта. Он потерял меня из виду и теперь тщетно пытался разыскать мои следы. Я ковылял себе и ковылил. А он все топтался у костра, боясь шагнуть в темноту. В отличие от меня, копыта аномалии не видел и легко мог влететь в одну из трех, которые я успел миновать. Немой! Наконец в полный голос позвал он. Вернись! Разговор есть! Ага. Вот прямо сейчас разбежался. Я усмехнулся и зашагал себе дальше. Пожалуй, было чересчур самонадеянно добираться домой в потьмах. Рюкзак оказался для нынешнего меня слишком тяжелым. До поворота я еще худо-бедно доковылял, а вот с тропинки в лесу почти сразу сбился. И пришлось не продираться сквозь какой-то кустарник, нырять в овражки и спотыкаться о поваленные деревья. В общем, вышел я из леса явно не там. Река то имела место быть, но вот никакого мостика не наблюдалось. И где мне нужно было его искать, слева или справа тоже было неизвестно. Так что хочешь не хочешь пришлось делать привал и разводить костер. Я сидел на старом замшелом бревне, смотрел в пляшущее пламя и в который раз пытался прикинуть, что мне делать дальше. Ну, месяц-два я протяну, потом примелькаюсь и тут же ломать по команде Дятлова устроит на меня засаду. А если окажусь слишком прытким или пугливым, спустят на меня этих непонятных в камуфляже. Они мою тушку быстро доставят заказчику. Можно, конечно, попытаться смыться из зоны, а дальше? С такой рожей мне и таблички на шее не надо. Нет, по ту сторону меня еще быстрее ухлопают. Где-то вдалеке заревел какой-то зверь. Я вздрогнул. Переложил пистолет в левую руку, а ладонь правой начал раз за разом сжимать в кулак. Разгонять кровь в затекших пальцах. Рев раздался ближе, потом еще. Затрещали ломаемые сучья. И сквозь кусты на пролом справа костру вывалилась псевдоплоть. Но в точности, как ее описывал Витя Самовар, здоровенный, темно-коричневый кожаный бурдюк на тонких ножках. Не успел я как-то на это отреагировать. Следом за первой выбежала и вторая тварюга. Только чуть поменьше и светлее цветом шкуры. Оба животных по инерции чуть не сверзились в огонь. Метнули в сторону реки. Обратно. И вдруг оказались у меня за спиной упадающего в речку ручья, где остановились, безотрывно глядя в проделанный им же проем. Из ноздрей их вырывалось заполошенное сопение. Пистолет будто сам прыгнул обратно в правую руку. Я вскочил и сдал назад, оставляя костер между собой и кустами. И вовремя. Серой тенью из пролома выскользнул кровосос, на секунду замер, оценивая диспозицию, и вошел в стелс-режим. Не знаю, как все в доплоти, а я по-прежнему продолжал его видеть. Даже еще более отчетливо кровосос медленно двинулся в обход слева. Замер. Вернулся. Снова в обход теперь уже справа. Метнулся назад. Прыгнул вперед. Снова замер. Я следил за ним стволом пистолета, целясь в клубок щупалец, что был у него вместо рта, но стрелять не спешил. Несколько раз кровосос появлялся и вновь уходил в невидимость, направленный в самую уязвимую точку пистолета заставлял его нервничать. Но то, что я до сих пор не начал стрельбу, беспокоило его еще больше. Я будто ставил себя на одну ступеньку с этим монстром. Как равный, предлагал ему разойтись мирно. Проявившись снова, он уже не исчезал, внимательно глядя на меня. Шумом вдыхал воздух, принюхиваясь. Потом ткнул своей пятерней мне за спину и показал один палец. Я, не раздумывая, отрицательно покачал головой и левой рукой махнул в темноту пролома. Мол, этих не дам. Ищи себе добычу там, ночи. Кровосос выркнул и почти по-человечески плюнул себе под ноги. И резко развернувшись спиной, бросился в темноту. Я вытер пот с лица и медленно опустил пистолет. Руки и ноги дрожали противной мелкой дружью. Во рту пересохло. Я набрал во флягу воды из реки, перелил ее в алюминиевую кружку и перестроил ее у огня кипятиться. Все это время спасенные мной твари стояли, не шевелясь, не буравили своими глазками то меня, то костер, то дыру в куста, в которую канул кровосос. Лишь когда я, порывшись в рюкзаке, достал упаковку сухариков и стал ими хрустеть, запивая горячим чаем, одна псевдоплоть, та, что была побольше, осторожно приблизилась и втянула ноздрями в воздух. Потом не смело толкнула меня мордой в плечо. Но наглец, сказал я. Спас. Так теперь еще и тебя и корми. Я сыпанул немного себе на ладони и протянул животному несколько сухариков. Здоровяк аккуратно слезнул несколько штук, прислушался к ощущениям и выплюнул угощение. Наглец, повторил я. Ты продаренного коня, слышал? Псевдоплоти обменялись негромкими криками, что-то вроде бу-бу, и подошли к самому берегу реки. Та, что поменьше. Я мысленно назвал ее мелкой. Вдруг засвистела противным, на грани слышимости свистом. Другая же замерла. Потом молниеносное движение конечностью, брызги воды во все стороны. И вот уже на берег вылетела и запрыгала по траве большая рыбина. Потом еще одна и еще. Я, забыв про чай, с открытым ртом наблюдал эту рыбалку. Закончив свистеть, младшая псевдоплоть двинулась была кучка, в которой трепыхалась десятка-полтора рыбин. Но старшая рыкнула на нее. Выбрав три самых крупных, она подцепила их зубами за хвосты и подошла ко мне. «Но нихрена же себе!» Только и сказал я. Псевдоплоть рожала зубы, рыбины плюхнулись мне под ноги. «Спасибо!» выновил я. «Буф!» было мне ответом. После чего здоровяк удалился к оставшейся куче рыбы и вместе с мелким приступил к трапезе. Рыбу потом я запек на угляхе и с удовольствием съел. А псевдоплоти как раз вело и не думали меня покинуть. Бродили вокруг, ковыряли землю копытами, бубнили что-то. Но стоило мне встать и двинуться к мосту, он казался метрах пятиста выше по течению. Эта парочка тут же затрусилась следом за мной, что-то миролюбиво гукая. Я пожал плечами, мол, «Ваша воля!» Вы мне не помеха. А позднее даже приладил здоровяку на спину тяжелый рюкзак. Все же легче топать. Уж не знаю, чуяли ли они аномалии или видели так же, как и я, но ни к одной из них они даже не приблизились. Огибали их, будто кошка лужу, и топали себе дальше. Так мы и явились в деревню Колпаки. Я и две псевдоплоти. Леська, как увидела их, так завизжала от восторга. «Лешек!» Закричала. «Смотри, каких дядя не мой бяшек привел!» Мальчик выбежал из дома и тоже уставился на животных. Через десять минут Леся смело гладила мелкого по загривку. Тот довольно потопал ножками и норовил лизнуть ладошку девочки. А Лешка пытался забраться здоровяку на спину. Обе псевдоплоти выглядели при этом чрезвычайно довольными и уходить не собирались. Так и зажили. С утра дети трудились по хозяйству, убирали, готовили. Леся вскопала и засеяла картошкой небольшую грядку. После обеда играли с бяшками и бродили по брошенным домам в поисках посуды и другой полезной утвари. Псевдоплоти ходили вместе с ними будто невзначай, но настойчиво оттирали их с направлений, могущих привести в аномалию. В общем, присматривали. Им не было спокойнее, хотя я заранее и показывал детям места, в которые им ходить нельзя. Я тоже не сидел без дела. Как уже говорилось, ходок из меня стал совсем никакой, а артефакты для обмена с ломтем собирать было надо. Как назло, в окрестностях нынче их выпало до того скудно, что за два дня я исходил окрестности вдоль и поперек, а добыл только разряженную батарейку. Вымытался при этом в конец. Пришлось что-то думать. В сарае по соседству я как-то видел небольшую, крепкую еще телегу на деревянных, подбитых жестью колесах. Долго мучился с упряжью, в конце концов соорудил что-то вроде пары намордников, которым прикрепил англобли, приладил вожжи, после чего запряг в полученную конструкцию псевдоплоти. А не сразу получилось. Лошадки мои взбрыкивали, путали узду, однажды так понеслись по кочкам, что чуть не перевернули телегу вместе со мной. Однако, когда до этой парочки дошло, чего от них хотят, дело пошло на лад. И через пару дней я уже совершил пробный заезд вокруг деревни, а еще через день рискнул выехать по дороге, ведущей к старой рудне. Готовился час, припаса, взял пистолет, детям сказал, чтобы раньше обеда не ждали, а на дорогу ушло всего минут 20. И то опять из них пришлось потратить на объезд плеши, которая неудачно перекрывала дорогу у моста через Вилчу. Отвык я от таких скоростей. У самой деревни подобрал россыпь радуги и небольшую черепушку, а на центральной площади у самого сельсовета мамины бусы. И как-то все обыденно получилось, без напряга. Там же я заприметил хороший такой погребок на случай выброса. Ну и что, что он по уши зарос пхом и воняло в нем гнилью и плесенью. Зато глубокий и достаточно крепкий, чтобы не похоронить меня в нем, когда землю начнет трясти. Вернулся назад, лошадок распрях, развел костерок, чаю попил, покурил. Это что получается? Подумал. Я теперь по зоне, как по проспекту, рассекать могу. Вместо неким еще нехоженое. Решил на завтра попробовать до лагеря ученых добраться, про который краб рассказывал. Тронулся, как рассвело. Помню, уехал, а сам все на небо посматривал. Не дай бог второй раз под выброс попасть. Сначала все шло хорошо. Здоровяки, малой, бодро трусили по грунтовке. И мы благополучно минули ольшанку, в которой аномалий было много, но дорога на чудо оказалась свободной. Все дома этой деревни и даже деревянные стенки колодцев как один были покрыты странными наростами, напоминающие наши грибы-трутовики, но какого-то ярко-голубого цвета. Грибы эти сочлись гладкой слизью, которая еще и воняла. Чутье мне подсказывало, что тут не стоило останавливаться. Да и псевдоплоти в моей упряжке настороженно фыркали и косились по сторонам, пока мы не миновали эту деревню. Один раз краем глаза я уловил какое-то быстро многолапое движение за одним из домов. Следующий населенный пункт, судя по ржавому указателю, висевшему на одном гвозде, носил название «Лубяное». Еще с окраиной я услышал странный звук, вроде пиканье, а позже до меня донеслась человеческая речь. Я тут же натянул по воде, привязал повозку к более-менее крепкому столбу, а сам огородами стал потихоньку хромать кисточником шума. Пиканье становилось все громче, голос все разборчивее, и вскоре стали различаться отдельные слова. Раз, два, три, бульк-цварк, а твою ж мать только что здесь свободно было. Бульк-бульк, цварк-цварк, сдохни, железяка, ну, лебедев, вот только вернусь, об лоб твой высокомудрый, все эти приблуды, разобью. Цварк-бульк, датчик аномалии называется, ни одной кнопки, сплошной сенсор, ох, и засунул бы я тебе его в... Выглянув из-за очередной развалюхи, я увидел человека в ярко-оранжевом комбинезоне без шлема. Человек стоял на четвереньках в центре маленького пятачка, а вокруг сияли аномалии. Выход из них был не так уж и сложен, но у человека в комбинезоне не было глаз. Вместо них блестели две черные кляксы, из-под которых сочилась кровь. Жуткое было зрелище. На левом запястье незнакомца был прикреплен какой-то прибор с большим экраном. Человек шагнул раз, другой, еще немного и попадет в воронку, но тот прибор на его руке забулькал. Его хозяин сдал назад и выматерился, тыкая пальцем в экран. После очередного тычка прибор затих, а человек сказал, «Не, но смешно. Как-то же я сюда попал, значит и выход есть. Нужно только…» Он сделал пол оборота вправо и снова шагнул вперед. Тут его поджидала небольшая плешь. Прибор снова завопил. «Заткнись!» Заорал незнакомец и снова начал тыкать в экран пальцем. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Когда прибор перестал верещать, человек сел на землю и обхватил руками колени. И он гораздило его. «Подумал я, осторожно выходя из укрытия. Оказалось, человек был не совсем слепой. Как только я двинулся, он уставился своими кляксами на меня и лихорадочно шарив карманок закричал. «Стой, теплокровный!» Он наконец достал из кармана пистолет и направил его на меня. «Стой! Или буду стрелять!» «Спокойно!» Сказал я, поднимая руки. «Я помочь хотел». «Человек?» спросил незнакомец и попытался недоверчиво сощуриться. Кровь еще сильнее закапала у него по щекам. Он застонал и свободной рукой попытался вытереть лицо, но лишь размазал кровавые капли. «Откуда ты здесь взялся?» Я молча усмехнулся. Не в том он положении, чтобы вопросом не задавать. Не дождавшись моего ответа, человек в комбинезоне покачал головой и глубоко вздохнул, собираясь мыслями. «Я из поселка ученых!» озвучил он очевидное. «Застрял тут!» «Кораблев моя фамилия!» Он сделал паузу, будто в надежде услышать «А, Кораблев!» «Слышал про такого?» Но я по-прежнему молчал, и он, разочарованно вздохнув, продолжил. «Мы вели разведку и нарвались на вспышку. Ослепли, естественно, но не до конца. Я немного в инфокрасном диапазоне видеть стал. А сколько вас было?» Перебил я его. Вспышка. Никогда про такую аномалию не слышал. «Пятеро!» Сказал ученый. «Трое ученых и два разведчика». «И что? Всех пятерых накрыло?» «Один разведчик еще раньше в колючую лужу попал. Его Степаненко в лагерь потащил. А мы трое дальше пошли. Старая красница на вспышку и нарвались». «Я вижу только тебя. Где остальные?» Ученый помрачнел. «Разведчик?» Коля Лайбола. Прошлой ночью пропал. «Вот только что был и вдруг нету. Остались вдвоем. Я и Константин Петрович. Он совсем ослеп. Пошарили вокруг. Нет, Коли как сгинул. Может его зверь какой-то утащил. Кровосос или снорк. Кровосос одним бы не ограничился. А снорки никуда бы тащить не стали. На месте прикончили бы всех троих». Подумал я. «А тут что-то другое». «Точно я не знаю», продолжил Кораблев устало пожимая плечами. «Но только пропал Коля с концами. Единственный кто после вспышки хоть что-то видел. Так что пришлось нам на карачках да на ощупь передвигаться. Если бы не датчик аномалии, а давно бы оба сгинули. Добрались до этой деревни. Залезли в один из домов. Заснули. Просыпаюсь. Зову Константина Петровича. А он не отзывается. Руки коснулся. Холодная. Помер. Но я его в том доме и оставил. Самому бы до лагеря добраться. Выполз снаружи и вот влип как крыса в лабиринте. «Ты ведь меня не бросишь?» Я снова помолчал, всматриваясь в его глаза окляксы. Их на самом деле было пятеро. Трое ученых и два бродяги, которых они взяли у полковника Кирова, в обмен на то, чтобы первая партия приборов под названием ПДА будет доставлена ему в южный лагерь. Эти штуки были помощью пейджера и радиомаячком, позволявшего пилинговать местонахождение носителя даже в зоне, хоть и не везде. Подаренных бродяг Киров тут же списал с довольствием и вообще вычеркнул из всех списков, потому что чувствовал не вернуться. Ученый, умник, дрыщ, кость височная, который с ним договаривался, просил, дай парочку поопытнее из тех, кто в зоне уже бывали. Только разбежался Киров, бывал их бродяг им давать. Выделил двоих из последнего набора, сказал, чтоб кто-то из бригадиров наскоро их проинструктировал и все. Это был для Кораблева первый глубокий выход в зону. Удивительно, но ни артефактов, ни аномалии они не нашли. А по рассказам, так в зоне и шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться. Степаненко предложил расширить радиус. Николай Петрович был за глубокий поиск. Узнаем у местных хотя бы у того же полковника Кирова места, где аномалии попадаются чаще всего, и сделаем туда вылазку. Если повезет, оборудуем там наблюдательный пункт. Если нет, поработаем в поле. Тоже полезно. предложил он. Кораблев, которому за неделю бункеры его недалекие окрестности окончательно осточертели своей прозаичностью, поддержал второго. Поход с ночевкой на природе, что может быть лучше, чтобы разбавить рутину будней? Они даже палатку взяли. Типа сядут вечерком, ужин приготовят, на гитарке сыграют. Как дети, ей-богу. И спустить с небес на землю их было некому. Первый состав исследователей лагеря Буштын в одночасье сгинул до единого человека. Вечером группа из десяти очкариков, а наутро никто по рации не отозвался. И хоть бы след кровавый или гильзы стреляны. В столовой на подносе еда остывшая и чашка кофе недопитая. Кто грешил на местных тварей, кто на то, что бригада зачистки постаралась. Типа боролись с эпидемией неизвестной болезни. В общем, дело темное было. Весь вечер кораблёв и компания до хрипа спорили над картой, вычерчивали маршрут. Наконец, решили остановиться на западном направлении. И два дня назад с утрячка двинули в сторону урочища Щегелева долина. Рассчитывали заночевать старой краснице. А на следующий день по своим же следам вернуться обратно. Киров говорил, что в той местности артефакт на артефакте, а что между аномалией. Одного из разведчиков впустили впереди. Следом шагал гордый с собой Степаненко с тачкой для образцов. Потом Кораблев и Константин Петрович. Замыкал группу Коля Лайбола. Второй из выделенных Кировым разведчиков. Не соврал Киров. Только пару километров от шагали, как началось. Первым попал впереди идущий. Угрюмый бородач с Украины по фамилии Утырченко. Колючая лужа. Как же он орал, пока не получил полуторную дозу морфия. Степаненко перетянул жгутами остатки голени раненого, закрутил его в тачку и покатил обратно. Остаток группы взял образцы из лужи и двинулся дальше. Теперь уже Коля Лайбола топтал дорогу впереди. Но шли недолго. Впереди встала такая стена аномалии, что датчики и прочие приборы, которые группа прихватила для изучения зоны, кончились будто и не было. Решили так. Если в течение часа не найдут проход к старой краснице, благо околица уже было видно, то поворачивают назад. На их беду оставшийся разведчик бурят Коля Лайбола со второй попытки разыскал дорожку к деревне, а далее было видно здание конторы МТЗ и вспышка. Когда их накрыло, разведчик шел первым и успел миновать темный зеленый нарост на потолке, прежде чем тот вспыхнул чудовищным бенгальским огнем, выжигая впереди поводырил Лайбола, следом положив руку ему на плечо шел Кораблев. За ним в таком же порядке Константин Петрович, когда на одном из привалов проклятый бурят пропал, стало совсем кисло. Вот только что говорил, мол, даст Бог вечеру доберутся до лагеря, как вдруг запнулся и все. То ли утащила его тварь какая-то, а может и сам сбежал, почуяв, что не кончится добром его дружба с учеными. Дурак, если так. Долго он проживет за ним в одиночку. Так как? Прервал мои мысли Кораблев. Поможешь до лагеря добраться? А, где твой лагерь? Сдержанно спросил я. На ловца и зверь бежит, что им говорить. Эта встреча была несказанной удачей. Сейчас. Кораблев снова заводил пальцем по экрану прибора у него на запястье. Тот возмущенно запищал. Блин, сказал ученый. Нужно чтобы ты сам. Помоги выбраться. Хорошо, сказал я, выдержав паузу для солидности. Только давай без всяких что, да почему, да ты уверен. Идет. Мой собеседник сглотнул, кивнул после секундных колебаний и я начал командовать. Два шага вперед, полшага вправо, поворот вправо на 30 градусов. Перебор. Азад немножко. Стоп! Шаг вперед. Кораблев с готовностью выполнял мои команды. Когда он чересчур близко приближался к аномалиям, прибор начинал верещать, но ученый храбро его игнорировал. Руки его тряслись, пот стекал по вискам. Через пять минут я скомандовал. Все, хватит вибрировать. Выбрался, можешь перекурить. Кораблев рухнул на колени и зачем-то потрогал землю вокруг себя. Как это у тебя получается? Спросил он. Ты что, видишь границы аномалии? Я вижу след, который ты оставил, когда заполз в эту ловушку. Соврал я. Ну да, ну да, закивал ученый. Как то это я сразу не сообразил. Он поднял руку с прибором на уровень глаз. Смотри. Я приблизился и глянул на экран. Дотронься пальцем в иконку карта и выбери меню автопилот. Я ткнул соответствующие квадратики и на экране появилась карта. значка в виде палатки, расположенного километрах пятнадцати к юго-востоку в окрестностях урочища Карагод. Видишь? С беспокойством спросил кораблёв. Работает ПДА? Работает, сказал я. В каком доме ты ночевал? Ученый покрутил головой, пытаясь рассмотреть что-нибудь своими кляксами, потом беспомощно развел руками и очертыхнулся и пошел обходить ближайшие хибары. Возле четвертой я обнаружил тачку для образцов, а внутри тело в оранжевом комбинезоне. Тело полулежало под окном, прислонившись спиной к обшарпанной стене. Головы у него не было. Грудь и ноги покойника казались черными от загустевшей крови. На его поясе справа в небольшом чехле болтался шокер. Я вытащил его на улицу, загрузил в тачку и вернулся с ней на площадь. Тебя как зовут? спросил Кораблев, повернувшись на скрип колес. Ты из какого лагеря? Очнулся похоже наш ученый. Вот уже и любопытство прорезалось. А тебя что за дело знать из какого я лагеря? Грубо ответил я. Чудак человек, сказал Кораблев. Сообщу твоему куратору, мол, так и так спас группу, прошу поощрить. Чем? усмехнулся я. Лишней тарелкой супа? Или медалью за храбрость? Зачем покойнику медаль? Ты вольняшка, догадался ученый. Я слышал про таких. Ты в зоне живешь отдельно. Договорился со своим смотрящим и добываешь артефакты за еду и припасы. Угадал? А если и так? Спросил я, подходя к нему. Давай, снимай свой ПДА. Так это же прекрасно! Воскликнул Кораблев неглядя, клацая какими-то замками на запястье. Ты то как раз то мне и нужен. На! Протянул он мне прибор. Вот так надевай, здесь защелкни. Ты даже не представляешь. В общем, мы можем договориться. Будешь работать на нас. Я надел ПДА на левую руку, закрепил его и кнул шокером в шею Кораблева. Тот замолк на пол условия и кулем рухнул на землю. Достал уже своей болтовней. Телега, которую тащили мелкие и здоровяк, не спеша катила по грунтовке. За моей спиной смотрел в серое небо глазами-кляксами Кораблев. Лежал он на безголовом теле своего коллеги. Рядом примастилась к нему колесами перевернутая тачка для образцов. Я изредка косился на своих пассажиров. Насчет покойника не скажу, но вот мой новый знакомый с глазами-кляксами был весьма примечательная личность. Подробности жизни Андрея Кораблева В шестилетнем возрасте Андрей Кораблев убил кошку. Не жестокости или садизма, но и не случайно. Как и многие миллионы мальчиков до него, Андрей проверял, что будет если. Что будет, если долго держать в руке зажженную спичку. Что будет, если бросить костерок кусок шифера. Что будет, если на морозе лизнуть металлическую горку. Что будет, если крепко жать шею кошки. Мальчика поразило, как легко можно отнять жизнь. Вот только что кошка мяукала, терлась о ноги, выжидательно глядела ему в лицо, а теперь лежит бездыханно и никак не реагирует на осторожные толчки ногой. Как же так, думал Андрей Если есть вход, должен быть и выход. Лопнувшую велосипедную шину по кличке Щегол утверждал, что даже разбитую бутылку можно склеить обратно, если собрать все до единого осколка. А тут слегка надавил руками и все. Уже не собрать и не склеить. Как всякому нормальному ребенку, Андрею не понравилось данное «что будет, если». Но он крепко запомнил обнаруженную несправедливость. Этим бы, возможно, все и кончилось. Но в шестом классе прямо на уроке умерла от внезапной остановки сердца его соседка по парте Катька Воробьева. И все повторилось вновь. Никто не смог починить или собрать ее по кусочкам обратно. И снова резонула по сердцу несправедливость. Неудивительно, что после школы Андрей Кораблев поступил в медицинский институт, который закончил с красным дипломом. Его с распростертыми объятиями принял один из известнейших Прославившая их искусственная поджелудочная железа была одной из многочисленных идей Кораблева. Но главной страстью этого ученого была смерть. Не как свершившийся факт, а как процесс. Он все пытался понять, уловить ту тончайшую грань, после преодоления которой не было пути назад. Находил, после чего пытался таки вернуть уже мертвое к жизни. Возвращал, находил новый предел и снова вытаскивал оттуда очередного покойника. Его опыты не могли не привлечь к себе внимания. Последовало предупреждение, мол, эти исследования не запланированы, Кораблев не внял. Был наложен запрет на использование лаборатории в личных целях. Кораблев оборудовал лабораторию не хуже прямо у себя на дому, благая зарплата позволяла. Его в последний раз предупредили и отказали в допуске к умирающему во всех больницах штата. Тогда Кораблев плюнул, собрал вещи и уехал никого не предупредив. Несмотря на фанатизм, был он не дурак и давно видел к чему все идет и даже вычислил причину травли. Руководству института не давали покоя суммы, которые перечисляли на счет Кораблева при покупке патента на его искусственную поджелудочную. Очень им хотелось прибрать денежки к рукам. Андрей же давно прослышал о некой зоне в районе Чернобыля, о чудесах там творящихся. Поэтому загодя договорился и всего за каких-нибудь 30 тысяч долларов Кораблева выписали пропуски и даже пообещали вертолет для переброски в лагерь ученых Янтарь. Откуда ему было знать, что все это время за ним пристально наблюдали представитель некого фонда под названием Подари Жизнь? И как бы не они, то и в Луисфель бы он не попал. А уж тем более так легко из него не вырвался бы. В зону тоже никто бы его просто так не пустил. Как бы в администрацию президента не был сделан особый телефонный звонок. За всем этим стояли очень богатые люди, те, которые над и вне. Люди, которые это и людьми себя не считали. Минимум полубогами. И все их вседозволенность, все все могущества только подтверждали им их статус. За одним исключением. Они были смертны. Вот представьте, всю жизнь копил и наращивал капитал, достиг сотого или вообще хрен знает какого миллиарда. Казнил и миловал, ломал и коверкал судьбы тысячам и миллионам простых работяг, проигрывал в карты и выигрывал в рулетку города и страны. Постиг все виды наслаждений. Как вдруг хлоп, захлопнулась крышка гроба. И этим сравняло вчерашнего небожителя с последним бомжом. Это давило на психику и делало бессмысленно долгосрочные инвесции. История сохранила многочисленные следы попыток как-то исправить сложившуюся ситуацию. Сколько денег было вбухано во все возможные эликсиры бессмертия. Сколько ловкачей нагрели руки или сложили буйные головы, торгуя философскими камнями и прочими атрибутами долгожительства. И все тщетно. Даже всемогущий Деррик Рокфеллер, перенесший пять пересадок сердца и доживший аж до 112 лет, таки скончался. В 21 веке мировой капитал который под вывеской Международного благотворительного фонда стал контролировать все научные разработки, ведущиеся в нужном направлении. Он-то и курировал Кораблева в числе многих, надеясь, что однажды кто-то из них преподнесет сильным мир осего таблетку бессмертия. Я усмехнулся. Разные мы с Кораблевым, а судьбы сошлись. Ведь он и я жили себе и жили. Как вдруг перевели стрелки на жизненной колее. И мы оказались здесь, черным ходом провели. А итог все равно одинаковым оказался. Оба мы теперь коллеги, которых только и можно, что в колбе заспиртовать, а лучше пристрелить от греха. Мы отъехали от Лубяного метров триста, перевалили через мосток через неширокую речушку, когда сразу без предупреждения, без порывов ветра и мелкой капели на нас обрушила стена дождя. Полыхнула молния, уши заложила ангрома. Здоровяки малой вздрогнули и перешли на рысь. Вот только куда? Стена воды была такая плотная, что было трудно не то, чтобы рассмотреть. Дышать. Казалось, вот-вот захлебнешься. Сзади закашлял, забулькал кораблев. Я обернулся и помог ему лечь на бок. Крикнул. Лежи, а то заборт смоет. И телегу трясло на ухабах. Похоже, мы съехали с дороги и теперь мчали по целине невидомо куда. Да, я попытался натянуть поводья и переждать ненастья на месте. Но куда там? Здоровяки малой пёрли, как два трактора Беларусь на посевную. Хрен остановишь. Я сдался и лишь наклонил голову лицом вниз, чтобы дождь не так заливал глаза. Пару раз мы миновали в опасной близости комариную плешь, которую я распознал по особому хлюпающему звуку. Да, однажды обдала горячим паром жаркое. Примерно через полчаса гроза стала стихать. Я снова попробовал притормозить своих лошадок. Как ни странно, на этот раз получилось. Телега моя остановилась и я спрыгнул с неё, осматриваясь. Судя по всему, находились мы рязко азотлый запах асока камыш на краю большого болота. Впереди слева воздушилась какая-то серая тень. Я присмотрелся. Неужели дебаркадр? Точно! Вон борт железного поплавка, а вон обшарпанная двухэтажная надстройка из дерева. Каким ветром тебя сюда занесло? Я подвёл повозку ближе. Носом дебаркадр приткнулся к берегу, его корма свободно покачивались на волнах. Начавший стихонь дождь снова усилился. Я слез с телеги и толкнул Кораблёва в бок. Слезай! Что там? Спросил Кораблёв. Приехали? Уже лагерь? Я молча обхватил учёного за талию и поволок к дому на болоте. Подсадил, помогая взобраться на борт. Что это? Где мы? Куда? Кораблёв не сопротивлялся, но так и сыпал вопросами. На дебаркадре. Наконец ответил ему я и тут же об этом пожалел. Потому что град вопросов лишь усилился. Тут было и на каком дебаркадре, и откуда он взялся, и мы что, на реке? Дверь в двухэтажную настройку была не заперта, висела на одной петле. Внутри было темно, пахло плесенью и гнилым деревом. Голос Кораблёва порождал глухое эхо. Он вертел головой по сторонам, хмурил лоб, будто что-то видел своими клексами. Ты знаешь, а я... Заткнись! Сказал я ему, ткнул локтем в бок и достал пистолет из кобуры. Учёный поперхнулся, а я прислушался. Мы стояли в коридоре, упиравшемся в большую комнату. Там было темно. В который раз я напомнил себе, что при следующей встрече с Ломтем нужно обязательно стребовать с него фонарик. Слева и справа светились проёмы кают без дверей. Я заглянул во дно. Свет поступал через большой иллюминатор. В комнате была ржавая пружинная кровать с кучей тряпья на ней. Стол, на котором был слой пыли толщиной с палец и пара стульев. Я завёл Кораблёва в комнату. Усадил на заскрепевший стул. «Раздевайся!» Скомандовал я. «Выжми одежду, а то простудишься!» И сам последовал своему совету. Разделся до трусов. Как мог, скрутил, выдавливая воду, штаны и куртку. Носки повесил на спинку ещё одного стула. Потёр одной ступнёй от другую. Зябко. Кораблёв тоже снял куртку, рубашку и стал их выкручивать. «Посиди пока тут». Попросил я учёного и прошёл обратно в коридор. Снова прислушался. Тихо. Только барабанная дробь капель по полу и какое-то непонятное гудение вверху слева. Я всмотрелся в темноту большой комнаты. Ничего. Видимо, источник находится на втором этаже. Жаль было использовать спички для освещения. Но что делать? Я зажёг одну и всмотрелся в курговорот теней из полохов света впереди. Помещение было пустым. Бурые, почти чёрные от плесени стены, в которых зьяли два проёма с лестницами. Одна вверх, другая вниз. Я подошёл к той, что уходила вверх. Спичка погасла и осторожно попробовал встать на первую ступеньку. Ни скрипа, ни треска. Выдержала. Ещё шаг. Ещё. Зажёг новую спичку. Лестница привела в такое же большое помещение, как и на первом этаже. С левого угла светился, при этом совершенно не давая света, эдакий объёмный ромбик салатового цвета. Вроде бы такая фигурка октайдер называется. Гудение шло от него. Потому, как стояла эта штука на остром торце, покачиваясь из стороны в сторону, но не падала, ясно было, что передо мной незнакомый артефакт. И окружён он был аномалией алого цвета диаметром метра с полтора, тоже мне неизвестный. Надевать холодную, мокрую одежду или выходить наружу под дождём голышом, вырезать щё, потрощаться и ковырять им незнакомую аномалию жуть как не хотелось. Ладно, решил я, пока просто запомню место. Спустился обратно, поколебался, не проверить ли вторую лестницу, ведущую в трюм. Оттуда пахло гнилью и плесенью. Бррр. Вернулся в комнату Кораблёву. Тот уже тоже разулся и разделся до трусов. Вертел в руках какую-то книжку. Я сначала не понял, а потом удивился. Он же говорил, что ослеп. Учёный глянул на меня и смущённо улыбнулся. Странное дело. Снаружи я видел, будто в инфокрасном свете тёплые предметы выделялись на чёрном фоне. А здесь потихоньку стало всё проясняться. Вот. Он протянул мне книжку. Записки о Шерлоке Холмсе. «Правильно!» – я молча кивнул. «По-моему, всё дело вибрация, которая идёт сверху. Ты ходил наверх? Что там?» Я пожал плечами. «Похоже, какой-то артефакт», – сказал Кораблёв. «Надо будет потом глянуть». Я сел на заскрепевшую кровать, закрыл глаза, открыл и увидел, как учёный поспешно отвёл взгляд от моего перекрученного тела. «Да блин, как же погано ощущать себя диковиной!» «А ведь ты, Кораблёв, теперь зверушка подстать мне!» «Хоть и чаша в колбу и в кунстокамеру для всеобщего удивления!» «Извини!» Будто, услышав мои мысли, смутился учёный и тут же продолжил. «Тебя как зовут?» «А что?» «Ну, ты моё имя знаешь?» «Вернее, фамилию. А я вот хотел тебя позвать и понял, что не знаю, как». «Был немой!» После раздумий сказал я. «Теперь не знаю». «Ну, немой так немой!» Согласился собеседник. «Очень приятно!» «Нет!» Отрезал я. «Немой умер под выбросом!» «Тогда давай выберем тебе новое имя!» Предложил Кораблёв после паузы и, усмехнувшись, продолжил. «А давай ты теперь будешь гробовщиком!» Я равнодушно пожал плечами. «Это я к тому, что саркофаг для тел уж больно на гроб смахивает!» Продолжил учёный. «Можно, конечно, назвать тебя саркофагером, но уж больно не по-русски получается. Я аж к чему веду. Ты у нас человек лошадный. Такой упряжки на всю зону больше не сыщется. С аномалиями, опять же, ты управляешься не в пример многим. Как ты меня ловко из той карусели вывел! Так что, давай ты будешь к нам возить битые тела. Ну, те, что в аномалиях побывали. Желательно ещё живые. У нас и контейнер на базе есть соответствующий. В смысле, саркофаг. А мы тебе за это...» Он говорил и говорил про науку и новые горизонты, про невиданные методы и победу над неизлечимыми болезнями. Но я уже его не слышал. Дробь дождя за окном, мерное покачивание на волнах дебаркатора, плюс то, что я, наконец, согрелся, завернувшись тряпьё. Как было в таких случаях не уснуть? И я уснул. Телега, которую тащили мелкие и здоровяк, не спеша катила по грунтовке. За моей спиной трясся на ухабах саркофаг. Он же контейнер, он же в просторечии гроб хрустальный или просто гроб. Сквозь текстолитовое окно гроба виднелось перекошенное лицо только троячки. На перекрёстке за Иванцевичем я повернул налево. Проехал метров триста. Вдоль дороги потянулся молодой ельник, и тут из кустов на дорогу шагнули трое. Одинаково одеты в камуфляжные комбинезоны. На головах бандамы, на ногах берцы. Все трое вооружены. Самый высокий повелительно поднял руку. В руках он держал автомат Калашникова. От наушника в правом ухе ко рту тянулся поводок гарнитуры. Было в нём что-то вроде замашек от киношного полицая со времён войны. «Стоять!» Голос Высоковым был с барской линцой. Я натянул поводье. Малой и здоровяк замедлили лёгкий бег. Остановились. Скосили глаза на незнакомцев, шумно вдыхая воздух. «Ты кто?» «Что у тебя в телеге?» Тем же голосом продолжил Высокий. Не ожидаясь ответа, два его спутника двинулись в обход моей упряжки. Я тщетно сверлил незнакомца взглядом. Ничего. Знания были от меня закрыты. Вот те раз. Оказывается, не всех в зоне я могу читать, как открытую книгу. Я из лагеря учёных. Наконец, сказал я. Главарь вздрогнул. Ствол его калаша нацелился мне в голову. Везу им образец. «Дюшес!» Один из камуфляжных, тот что слева, вытянул шею, заглядывая в окошко саркофага. «Тут ещё один. То ли сотый, то ли двухсотый в каком-то гробу!» «Говорящий мутант», — добавил старший. «Это где ты так по-человечью кукарекать намострился?» Я не знал, что ему ответить, и просто пожал плечами. В это время один из его спутников бесцеремённо влез в мою повозку и потянул крышку саркофага вверх. Та с чмоканем открылась, и Толик-троячка показался ему во всей красе. Камуфляжный тут же отпрыгнул в сторону. «Мать! Дюшес! Глянь, что у него!» Старший, не сваля с меня ствола автомата, резко спросил. «Что там, Гога?» «У сотого!» «Из пуза корень какой-то торчит!» «Обломанное кровище!» «Слышь, неведомо зверушка!» Обратился ко мне Дюшес. «Твоя работа!» «Я не зверушка!» «Устало, сказал я!» «Я из лагеря учёных, что под Буштыном!» «А это Толик-троячка из южного лагеря!» Он спорами чёрного бамбука надышался. «Нет, ты зверушка!» Усмехнулся высокий и повторил. «Зверушка! Только ты сам ещё это не осознал!» «И бомжар этот!» «Он человеком, может, и был, но...» «До того, как у него вот эта вот херня появилась!» В этот момент здоровяк взрыкнул и угрожающе дёрнулся на близко подошедшего камуфляжного. Тот попятился. «Баркас! Отставить!» Только окрик старшего предотвратил пальбу. «А чего тянуть?» Проворчал остановленный имбаркас и вытер пот со лба. «Видишь? Это уже мне. Как твои лошадки на людей кидаются. А ты ими правишь, и они тебя слушаются. Как думаешь? Займи я твоё место. Далеко они меня увезут?» Я промолчал, представив картину. «Вот-вот». Прочитал мои мысли Дюшес. «И кто ты после этого?» «А то, что ты ясно свои мысли выражаешь, ещё не делает тебя человеком». С изломом встречался, какие он речи толкает, прежде чем начинает своего собеседника потрошить. Заслушаешься. Кстати, не боишься в аномалию втюхаться на свои таратайки? Лошадки их чуют и обходят. Ответил я и спросил. Что теперь? По инструкции я должен вас прямо здесь на ноль помножить. Но мы сделаем по-другому. У нас на болотах есть что-то типа лаборатории. Подвезёшь моих напарников, а там тебя примут, обследуют, вскроют. В тон ему сказал я. «Но почему сразу вскроют?» Улыбнулся Дюшес. «Ты нас на своей телеге ещё в самый реактор завезёшь. Баркас! Гога!» Сменил он тон. «Сопроводите этих до двенадцатой точки. Гога! Дорогу не забыл? А я пока тут. О, вы в курсе. Встречаемся в течанке сегодня вечером». Дюшес шагнул было от повозки, но вдруг остановился. «Ты это...» «Пистолетик пока свой мне одолжи!» Сказано это было с добродушной улыбкой. Но я видел. Он отнюдь не шутит. «А то он тебе бок натирает. Да и ребята моим поспокойнее будет. Вдруг на тебя помутнение найдёт?» «Больше ничего нет?» Недоверчиво прищурился мой собеседник. Когда я отдал ему Макаров, я с усталым безразличием пожал плечами, мол, ищи. «Ладно», – наконец сказал Дюшес. «Трогай тогда, зверушка. Как-нибудь прокатишь меня с ветерком». «Ненавижу любителей», – сказал Гога. Он сидел на повозке за моей спиной и ронял слова в окружающее пространство. Сначала я думал, что это он с Баркасом разговаривает. Потом что со мной. Но Баркас молчал. А моего ответа Гоге и не требовалось. Так что, похоже, говорил он просто так, чтобы не молчать. По-моему, он ещё и ногой покачивал, как маленький мальчик. Ствол его автомата почти упирался мне в спину. Здоровяки малой тащили телегу куда-то, судя по солнцу, на северо-запад. Толик по-прежнему был без сознания. Может, это и к лучшему. Насмотрелись боевиков и думают, что если пуля попала в кого, так он тут же теряет сознание и кулем валится на пол. Не умолкал Гога? А противники не думают падать. Сам видел, как Лёха. Куриш мой с тремя пулями в груди прожил ещё полчаса, пока его до больницы вёз. Причём в приёмный покой он сам зашёл. Оттуда. Уже вперёд ногами. Голос рассказчика на миг погрустнёл. Но только на миг. Или другой случай. Один отморозок со сквозной дыркой в голове. Мы думали, остывает уже. Нож вытащил. Репе под колено раз. И связки порезал. «Здесь налево!» С командой Ван Гога. Я потянул повод, поворачивая в указанную сторону. И он продолжил. Так что даже в голову ещё не факт. А эти слюнтяи, как увидят, что жизнь не кино, сразу полные штаны. Ну и палить. Не умением так числом взять. Глаза на выкате и уже не различаем, где свой, где чужой. И невдомёк этим паразитам, что вид своей крови делает врага ещё опаснее. Опять же, рикошеты, если в помещении. Короче, там, где нужно было улучить момент и двумя-тремя выстрелами решить вопрос, они устраивают бойню. «Ну всё!» Вдруг сказал Гога. «Приехали!» Я потянул вожи на себя, останавливая упряжку. Дорога, вильнув на повороте, упиралась в огромное, сколько видит глаз болота, утыканное редкими почерневшими деревьями. Но не заканчивалась, а продолжалась, круто уходя под воду. Наверное, здесь не так давно просел участок суши. А может, ездят по ней в самые омутники и местные обитатели по своим странным делам. Зона? Чего здесь только не случается. «Слезайте!» Скомандовал Гога. Я спрыгнул с облучка и оглянулся. Гога уже без опаски открыл крышку грубо и ткнул троячку прикладом в бок. Раз, другой, тот замычал. «Живой?» Хмыкнул наш конвоир. «Слезай, приехали!» Толик застонал, завозился. Попытался сесть. «Где? Куда приехали?» Переспросил он, слепо вертя головой. «Уже лагерь? Где мы?» Одну руку он прижимал к животу, другой тер лицо. «Приехали, приехали!» Весело подтвердил Гога. И уже мне. «Помоги ему!» Пока я возился с троячкой, камуфляжный достал из кармана яблоко и сочно им захрустел. «Хочешь?» Протянул он еще одну баркасу. Тот отрицательно мотнул головой. «Давайте вперед!» Скомандовал Гога невнятно. Когда я помог Толику, тот почти висел на мне стать на землю. «Куда?» Не понял я. «К воде!» Легко подтвердил Гога. «Сейчас паром прибудет!» Я взял бродягу пон руку, и мы подошли к самой кромке болота. Было до звонного ушах тихо и ни плеска, ни шелеста, ни кваканья. «Что происходит?» Не унимался Толик. Он все время пытался обернуться на ходу. «Где я? Кто вы такие?» Огрызок яблока просвистел у моего уха и плюхнулся в воду. Осознание того, что вот-вот произойдет, пришло ко мне одновременно с двумя, почти слитными щелчками предохранительной за спиной. Я машинально потолкнул Троечку вперед. Тот по инерции пробежал несколько шагов. Споткнулся, рухнул мутную трясину. Не успел я последовать за ним, как сзади застучали автоматные очереди. Три пули ударили мне в спину. Четвертая, я уже падал в болото, насквозь пробила голову. Я взмолился, чтобы тут оказалось достаточно глубоко, и мои молитвы были услышаны. Снизу пахнула холодом черная бездна омута. Мутная вода замкнулась за спиной, скрыла от солнечного света, но не от пуль. Еще две настигли меня. Одна разорвала ухо, другая перебила левую руку. Рядом дергался тоже раненый Толик Троячка. Погружение было для него неожиданностью. Он не успел глубоко вдохнуть, и теперь пытался всплыть. Я схватил его за широкий армейский ремень, придержал, получив локтем в лицо. Вода стала рыжей от нашей крови, а на берегу и не думали успокаиваться. Снова глухо застучали автоматы. Вот и все, подумал я, ожидая, когда же начнет угасать сознание. Было больно, отчаянно хотелось дышать. Рядом корчился тонущий бродяга. Я почувствовал, что он вот-вот сдастся и наберет полные легкие болотные жижи. Попытался, была не была, вытолкнуть его на поверхность. Но Троячка намертво вцепился в мою руку. Пришлось и самому грести навстречу солнцу, теряя остатки сил. В этот момент над нами промелькнула чья-то большая тень. Вода вокруг вскипела. Раздался яростный рев. В ответ автоматы будто взбесились, выдав по длиннющей очереди. Когда я таки вынырнул, вокруг меня вились в воздухе и лупили, а поверхность пенившейся воды, похожая на водоросли, толстые и тонкие щупальца. Казалось, их было тысячи. Несколько штук тут же прилипли к моим рукам и спине. И не успел я осмотреться и надышаться таким вкусным воздухом. Меня вдруг рвануло и снова понесло куда-то в болотную бездну. Хорошо, я как раз вдох успел сделать. Скорость движения была такая, что у меня голову подбородком прижимало к груди. После вращения, через пару секунд я уже не понимал, где вверх, а где низ. Поэтому, когда меня выбросило на поверхность, я не сразу понял, что лечу над водой. Лишь грянув на берег и пропахав по траве метров пять, до меня дошло. Суша. Рядом грузно рухнуло тело несчастного Толика. Он тут же скрючился, держась за торчевший из живота обломок колючки, и громко заскулил. Это что же выходит-то? Липучка, он же дермомёт. Нас спасла, что ли? Чудные дела твои, господи! Болела простреленная голова, узвеченное ухо, рука, спина. Я попытался сесть, но в руках и ногах была такая слабость, что не получилось даже пошевелиться. Поэтому я только мог наблюдать, как ко мне приблизились детские ноги, обутые в поношенные сандалики. Опять вляпался? Услышал я знакомый голос. Генка, он же Колька, он же Санька присел рядом, заглядывая мне в глаза. «Эх, не терпится тебе на тот цвет», – сказал он со вздохом. Мальчик порылся в карманах своих шорт. Достал из одного крохотный пузырёк содержимым насыщенного тёмно-синего цвета. Колпачок на пузырьке заканчивался эдакой пипеткой. Генка, пускай он всё же будет Генкой, приоткрыл мне рот и капнул в него несколько капель своего снадобья. Рот, затем гортань и желудок обожгло так, будто в них влили кипящий свинец. Перехватило дыхание, в глазах потемнело. Окружающее пространство поплыло, теряя очертания, и вдруг навелось на такую резкость, что у меня заслезились глаза. Рывком вернулась ясность мышления. Мышцы все до одной снова были мне послушны. «Ранен? Кто? Я? Да привяжите кольца к небу и земле и дайте их мне!» Я без малейшего усилия сел и осмотрелся. Из отверстия в правом виске потекла и тут же свернула, запечатывая отверстие струйка крови. Слева, сколько хватало взгляда, тянула знакомая болота с редкими почерневшими деревьями. Справа возвышался берег, поросший кустами и вняка, а далее стояли высокие сосны. «Это транк», – пояснил мальчик. «Его действия хватит ровно на час. Потом действие начнет ослабевать, и еще через полчаса ты снова и пальцем пошевелить не сможешь. Так что хватай своего ученого и тащи в ту сторону». Генка махнул вдоль берега. «Там за кустами дебаркадр. Доктор. Он помажет», – продолжил он. «Что ж, ему не капнешь своего транка?», – спросил я. «Ему нельзя», – сказал мальчик и достал из кармана новый пузырек, на этот раз смутно-желтым содержимым. «Скажешь Кораблеву, что пытал ему вот это, три капли, как перестанет тошнить кровью еще две. Понял?» Я кивнул головой. «Тогда ступайте», – сказал Генка. «Время дорого». Я перехватил руку Толика через плечо, обхватил его за талию и поволок в указанную сторону. «Стой!», – вдруг окликнул меня мальчик. Он догнал меня, немного поколебался, но все-таки спросил. «Почему они в вас стреляли?» Я криво усмехнулся. «Какой же ты, по сути, пацан, как бы ты ни пыжился, потому что им за это ничего не будет», – ответил я и потащил троячку дальше. И проснулся. «Ничего себе, сон!» Дождь закончился. В каюте пусто. Я встал с кровати и потянулся, однако выспался. «Интересно, сколько здесь я пролежал?» Выглянул в коридор. Кораблёва нигде не было видно. Наверху с артефактом возится. Вот нечего ему делать. Я вышел наружу и глубоко вдохнул влажный воздух. На носу, свесив ноги за борт, сидел Генка. Одет он был в прозрачный целлофановый дождевик с капюшоном. В руках держал пластиковую телескопическую удочку. Рядом стоял его верный фонарь. Стекло в фонаре было склеено скотчем. «Клюёт?» Спросил я, присаживаясь рядом. «Да какая тут рыбалка?» Махнул рукой мальчик. «Одни лягушки». Я глянул на воду. Тоненький красный поплавок стоял неподвижно. Голову вдруг пронзила резкая боль. Я схватился за висок. Шрам. Вроде не было никакого шрама. Вдруг вспомнился сон. Гога, молчаливый бекас. Расстрел. Снова потрогал шрам на виске. «Так это на самом деле было?» Мальчик косо на меня взглянул. «Нет». Я с облегчением выдохнул. Но Генка продолжил. «Это с тобой ещё будет?» «Возможно, тебе решать». Я помолчал, пытаясь понять. А мальчик продолжил, меняя тему. «Ты кораблю не увози отсюда. На янтере ему теперь жизни не дадут. Пусть он пока здесь побудет. А здесь он что будет делать?» Спросил я. «Где жить? В гнилье этом? Питаться чем? Лягушками?» Этот дебаркадр раньше принадлежал Чернобыльской санэпидемстанции. Он, по сути, плавучая лаборатория для анализа подконтрольной акватории. На втором этаже полно всяких спиртовок, реторт и прочих научных штуковин. Я, как показал их Кораблёву, так он про всё забыл. «Возится теперь. Колбы до дыр протирает. Да, план опытов составляет. А с едой? Ты ему пока поможешь». Генка вынул из кармана шорт и протянул мне предмет, похожий на искусственный глаз. «Это проектор», – сказал он. «При активации показывает 17 минут произвольно выбранного прошлого точки активации. С привязкой, естественно. Нафига вам в пустоту пелиться?» Радиус перспективы – 240 градусов, глубина при отсутствии препятствий – полтора километра. Разброс от одной до полутора тысяч лет от текущего времени. «А как его активировать?» – спросил я. «Я к тому, что если на янтаре спросят…» «А вот не скажу», – ухмыльнулся Генка. «Пусть ваши умники сами репы почешут. До дальнейшей перспективы возьмёшь у Кораблёва записку, чтобы выдалить себе в пользование гроб. Будешь в нём покойников сюда и на янтарь возить. Всё лучше, чем на коротком поводке у ломти сидеть». Я подумал и согласно кивнул. «И ещё», – сказал Генка, снова порылся в кармане шорт. Бездонный он, что ли, у него. И протянул мне булавку с кровавокрасной бусинкой на конце. «Возьми. Если ещё раз норвёшься на тех, кто захочет тебя расстрелять, воткни её в землю. Да каблуком поглубже. А сам беги оттуда. Минуты две у тебя будет. Так мне не дадут убежать», – хмыкнул я. «Ты не понял. Это у тебя будет две минуты. А у твоих расстрельщиков секунд пять, может семь. А потом им не до тебя станет». «В смысле?» «Не понял я». «А вот воткнёшь – увидишь. Ладно». Генка резко подсёк удочку, на конце которой был не крючок, а что-то похожее на надрайный медный пятак. «Пошли Кораблёву. А то он сейчас огонь трением своих пробирок добудет. Дебаркадр спалит». И мы пошли к Кораблёву. «И чего мы тут торчим? Утром бы вышли, давно бы в лагере были. А с Ленчиком как? Здесь бросим? Нет, блин, давай рядом ляжем и сдохнем за компанию. Ты, муха, не жужи. Киров сказал ждать. Значит, будем ждать. Так время идёт. Не дай бог, выброс грянет. Не мельтеши. К обеду двинем. Сдаётся мне. Гробовщик по его душу пожалует. Какой гробовщик? Это же сказочка. Типа ездит по Зоне эдакий мутант, как по Бродвею. И гроб с собой возит железный. Ну ты дятел. Никакой он не мутант. Точнее, мутант, конечно. Но не совсем. Это был такой бродяга в западном лагере по кличке Молчун. Он Зоне душу продал в обмен на три везения. Первое везение использовал, когда он в поиске на засаду южных нарвался. Семь человек и все с волынами. А у западных на двоих один ржавый макарыч, который неизвестно, стрельнет ли в следующий раз или клина поймает. И что ты думаешь? Напарника в решето, а у Молчана не царапины. И семеро южных в повалку лежат. До этого оружие, отродясь в руках, не держал. И семь выстрелов, семь покойников. У кого в сердце, а у кого в башке дырка. И что? Даже следствия не было. А зачем? Если и так все ясно. Двое семерыми разве бы стали бодаться? Киров порычал, да успокоился. Это еще при покойном дятлове, кураторе западных было. А тот, пока в автомобильную аварию не попал, своих в обиду не давал. Но вот второе везение Молчун спалил, когда в склеп попал. Это такая редкая аномалия. Поганая, слов нет. Вляпаешься в нее, и тут же в натуральном вангиле окажешься. И не в гробу с крышкой, и венки, и цветы, и все дела. А просто забросить тебя метр на три под землю, и поминая, как звали. Вот и прикинь, шла тройка, три живых души. И вдруг хлоп, будто в воду, и только три могильных холмика. Жуть какая, дядь Коля, а дальше чего? Вот тут умолчина, второе везение распечаталось. Выбрался он из-под земли. Кинулся своих напарников раскапывать. Да куда там опоздал? Задохнулись. Тогда Молчун мобилу из кармана достал, и приятелей своих напоследок сфотографировал. На зло зоне знал. После этого не достанутся ей души умерших. Но зона ясное дело не простила. Она за меньшую карает так, что смерть радостью покажется. А тут такое. И вот когда Молчун уже в лагерь возвращался, накрыла она его внезапным выбросом. Причем, как загрохотало, был он в чистом поле. Ни тебе домика, ни поганой канавки. Присмотрелся. Что за диво? На пригорке гроб стоит. Да непростой, железный. Он бегом туда. Открыл. Пустой. А небо уже фиолетовое, вот-вот начнется к отавасе. Что делать? Пришлось ему в находку свою улечься. Хоть какая защита до последнего везения использовать. Так что выжил. Хоть и перекрутила его выбросом чуть ли не на выворот. Ходить ему нынче трудно. Так зона ему повозку, в которой две псевдоплоти запряжены, выделила. Теперь он ей, ну, вроде золотаря, служит. Ездит, аномалия от нашего брата прочищает. Тела на телегу свою накладывает и кого-то куда-то увозит. Кого к ученым на янтарь, а кого к слепому доктору на болото. Кстати, гроб тот железный Молчун не бросил. Собой возит. Вдруг снова выброс. Ну и если кто-то живой ему попадется, к примеру, не до конца какого бродягу аномалия уделает. Гробовщик его в свою гроб помещает, чтобы, значит, живым довести до места назначения. Потому, как конструкция утром грубо особая помереть не дает. А я вот слыхал, что грешников, тех, кто напарника в беде бросил или молодого в аномалию подолкнул для забавы, сам знаешь, какие сволочи на свете встречаются. Так вот, таких гробовщик самому саркофагу отвозит. Потому и зовут его еще саркофагер. Брешешь ты все, колян! Все знают, что саркофагер это волк из колючей проволоки до сетки рабиц из плетенной, стекловатой, поганой, набитой. Он и тогда о мертвых, а когда и живых, и из тех, кто слаб, своими колючками цепляет и к саркофагу оттаскивает. А за это монолит ему жить позволяет. Это еще кто из нас муха брешет? Твоего волка кто видел? А я, гробовщика, как тебя сейчас, в прошлом поиске у поворота на Романовичей. Едет себе по дорожке две псевдоплоти у него в упряжке. И аномалии не указ. Жека-трепач еще по его следу идти предложил. Мол, мимо всех бед проскочим. Слава богу, он говорили дурака. Дядь Коля, а зачем он бродяк саркофагу возит? А, никто точно не знает, Тоха. Некоторые говорят, монолит их душами питается. Причем живых он особо с удовольствием употребляет. А как нажрется, из-под земли вылезет, да крышку саркофага как шапку себе на голову нацепит. И настанет тут для всех час скорби и доблести. Толика-троячку я нашел в дальнем углу заброшенного цеха на окраине Бураковки. Он лежал, скручившись у штабеля, почерневших от времени досок. Споры черного бамбука отдали побеги, прокдув изнутри его живот, ближе к левому боку, но он все еще дышал. Я осмотрел тело бродяги. Шип пока был только один. Дикий Митяй, стоявший рядом, виновато выдохнул и сказал. Говорил же ему, надень противогаз. А он дурачок маску напялил, а фильтр скрутил до половины, чтобы лучше дышалось. В комбикорм подтвердил, стоявший за спиной рябой. Он был старшим тройки и, похоже, сильно переживал из-за Толика. Зелень майская. Сказок начитался. Пух желтый цыплячий. Крутым сталкером себя вообразил. Я достал из рюкзака ветошь, накинул на мата черную колечку и резким движением сломал шипу самого основания. Толик резко открыл глаза и вскрикнул, закашлялся. Из его рта по щеке побежала дорожка крови. Полученный сверток я спрятал в рюкзак. Костик проводил его алчным взглядом. Ты куда его? Заискивающе спросил Рябой. К ученым или к слепому доктору на болото? К доктору. Коротко ответил я и взвалил неожиданно легкое тело бродяги себя на плечо. Торячка то ли громко выдохнул, то ли застонал. Неведомый приборчик ПДА на его руке пискнул. Вот и хорошо. Закивал Рябой. Скажу в лагере, чтобы его пока с довольствием не списывали. Я захромал к выходу из цеха. Руки Толика безвольно били по моей спине. Обогнавший меня Рябой предупредительно отворил и придержал скрипучую и перекошенную дверь. Снаружи было солнечно. У распадающегося на куски бетонного забора потрескивало малое электро. Ржавый остов тректора все так же ободал бампером землю. На покосившемся столбе ЛЭП качалась ветромжавая табличка «Не влезай». Костер, который развели костики, Рябой уже больше дымил, чем горел. На большом плоском камне чернила копотем большая, наполовину выкипавшая Рябой вдруг догнал меня и решительно тронул за свободное плечо. Я обернулся на ходу. «Продай колючку!» попросил он, сам перепуганный своей наглостью. В глаза он мне старался не смотреть. Я перевел взгляд на Костика. Тот смотрел на меня с надеждой. «Что дашь?» спросил я, даже не сбавляя шага. «Есть полка вяленой колбасы, хлеб, чай, шоколад». Стал перечислять Рябой си меня рядом. «Водка. Десять патронов к ПМ». Понесив голос, добавил Костик. «Выручай, гробовщик!» Продолжил было он и тут же получил локтем под дых от старшего. Я остановился и смирил Бродяг взглядом. «Не сердись на него», сказал Рябой бледнее. «Мы пустые почти». А Кира впадла. Требует, чтобы порожняк держали в штрафных изоляторах на третьей пайка. Уже избу выбрали, колючей проволокой обмотали. Окна заколотили. «И охрана из актива, суки!» Добавил Костик севшим голосом. «Так как? Обмен?» Спросил Рябой. «Нет». Отрезал я. «Ломать за шип черного бамбука даст больше. А эти?» «Не пережить им этой ходки». Я присмотрелся. «Ну да, спящая карусель, будь она неладна. И хоронить нечего будет». Аккуратно положив толика в саркофаг, я закрыл крышку. Потом порылся в своем рюкзаке. Достал из него кулек из вощеной бумаги с алым жемчугом. Взвесил на руке. Грамм на триста потянет. И протянул его Рябому. Колбаса, хлеб, чай, шоколад. Назвал цену я. То, что они к вечеру помрут, еще не повод их грабить. Рябой кивнул Костику. И тот метнулся к рюкзаку у костра. Мелькнуло и пропало видение. Два мертвых тела, одной из них Костик. Кровавый отпечаток ладони на верхнем клапане моего рюкзака. «Даже не думай». Сказал я Рябому. «И сам сдохнешь. И напарника сольешь». «Все мы немощны, ибо человечны суть». Пробормотал тот, бледнее и дрожащей рукой принял кулек. «Вот-вот». Бори с искушениями Рябой. Ухмыльнулся я. Взял принесенный Костиком пакет с продуктами. Положил его на вазок рядом с гробом. Позвоночник вдруг пронзила такая сильная боль, что я чуть не застонал. Медленно дохромал до костра и присел на кучу щебня. Сейчас отпустит. Рябой рядом переминался с ноги на ногу. «Есть шансы, что Толян выживет», спросил наконец. Был он, что называется, оболочкой. Выпить, морду набить, пойметь такую же, как и он пропитую шалашовку. Пока жил в семье, все косился на подраставшую дочь, но решимости не хватило. Когда жена ушла, в течение года потерял работу и пропил квартиру. Когда его привезли сюда, он уже не человек был. Так, набор рефлексов. И вот надо же, сдружился с Толиком, заботился о нем. Даже жизнью рисковал ради нового друга. Не знаю. Ответил я и пожал плечами. Не рассказывает же ему историю Рубика Багдасаряна из северного лагеря. Он во время поиска в районе Черевачи тоже получил дозу спор черного бамбука. И пустили те споры корни прямо у него в башке. Другой бы тут же помер. А Рубику только на пользу пошло. Ни с того, ни с сего вдруг проявились у него такие математические способности, что стал он выброс и предсказывать не хуже ученых умников. А те завалили Кирова требованиями отдать им этого бродягу для потрошения. Тем бы и кончилось. Но Багдасаряна досуге написал две аналитические записки, в которых предсказал Банковский о следом и политический кризис в течение ближайшего месяца. Все сбылось до последней запятой. В результате мозг Рубика ученым не достался. В виде исключения ему было дозволено покинуть зону и стать ведущим аналитиком в одной из закрытых институтов. Закончилась эта история трагично. Полгода спустя Рубик пришел на работу с поясом Шахида. Взрывом снесло два этажа. Погибла уйма народа. И какого? После этого выход кого бы то ни было побывавшего в зоне за пределы кольца оцепления был настрого запрещен. Телега, которую тащили мелкие и здоровяк, не спеша катила по грунтовке. За моей спиной трясся на ухабах саркофаг. Он же контейнер, он же в простонаречии гроб-крустальный или просто гроб. Сквозь текстолитовое окошко гроба виднилось перекошенное лицо только троячки. Минули Иванцевичи. Прямо по курсу распластался перекресток. Я притормозил, вспоминая, огляделся. Вон он тот ельник в полукилометре ветками шевелит. Пробормотал. Налево поедешь убитому быть. И повернул направо. Объезд занял лишний час тряски по пыльной грунтовке. Но вскоре грунтовку сменила сырая лесная дорожка. Потом еще полчаса по сочащемуся водяным лужицам топкому бережку. И моему взору во всей красе пристал дебаркадр. Жилище слепого доктора. А вот и сам Кораблев. Сидит, ноги за борт светил. Курит до воду, поплевывает. Правда, уже не слепой. Я присмотрелся. Он что, глаза кровососа себе пересадил? Водоед! Заметил меня. Бычок опалубу железную пригласил. Да, в коробок пустой поместил. Очень он до экологии бережливый. Что привез? Это он мне вместо здравствуй. Ничто, а кого? Поправил я его. Бродяга с поры черного бамбука подхватил. Сегодня кто, а завтра, глядишь, он уже что? Бортл Кораблев и крикнул. Афанасий! Прими! С дебаркадра спрыгнул и поскакал на четырех конечностях снорк. Как только этот умник его приручить смог? Хоть Афанасий ни разу не делал в мою сторону никаких поползновений, всякий раз меня при встрече с ним дрожь бросает. Подскочив к телеге, здоровяк и малой шарахнули в сторону. Снорк деловито свалил дробь себе на плечо. И уже на двух ногах засеменил одебаркадр по самодельным деревянным сходням. Готов операционную! крикнул Кораблев ему во вслед. Я подошел к доктору, присел рядом. Кто отмолча протянул мне пачку кэмала. Я достал одно, прикурил и спросил. Чего без настроения? Да, приходила тут делегация на днях. Буркнул Кораблев. Все из себя, в камуфляже, калашами обвешенные, блуды в ушах торчат типа рации. Приглашали на большую землю. Мол, премию мне выписали в придачу к медали за заслуги во всю грудь. Вежливо приглашали? Спросил я. Пока вежливо. Только знаю я их награды. В комнату с мягкими стенами пока не расскажу, что знаю. А потом выпотрошат и опилками набьют. Гляди, народ, мутант чернобыльский неопознанный. Еще и день зашибать моей тушкой будут. А если снова придут и уже невежливо попросят? Охрен им! Усмехнулся болотный доктор. Тут неподалеку. Выводок липучек обитает. Я вожаку за нозу из глаза вытащил. Договорился, чтобы никого чужого не пускали. Я же проехал, сказал я. Тебя я им показывал, махнул рукой кораблев. Так что не бойся. Тут тебя никто не тронет. Наоборот, прикроет, если что. Он погрозил берегу кулаком. А остальным шиш с маслом. Слышь, гробовщик, знали бы эти уроды, что вокруг крутятся, подслушивают, да подсматривают, что у меня есть. Они бы не в Киеве. В Стокгольме мне бы премию вручали. На карачках бы сюда приползли. Смотри. Он достал из нагрудного кармана фиолетовую жемчужину и на ладони показал мне. Это «Каждые одиннадцать лет организм, каждая клетка каждого органа полностью омолаживается. Принял и будешь жить вечно, если, конечно, не убьют или от болезни не изогнешься. Круто», сказал я равнодушно. «И чего?» «И ничего», сник Кораблев. «Теперь осталось найти человека, которому можно было бы эту таблетку вручить. У тебя никого на примете нет?» Я отрицательно помотал головой. «Вот и у меня тоже никого», по слогам сказал ученый. Он стряхнул таблетку с руки, и она, булькнув, скрылась в бурой болотной воде. «Ну, а если лягушку какая-нибудь сожрет?» спросил я. «Околеет», ответил болотный доктор. «Ну, а если выживет?» «Бессмертная лягушка не самый плохой вариант. Как считаешь?» Костер дымил, кряхтел и кашлял искрами в низкие облака, накрывшие зону ватным сугробом. Близкое небо волновалось неспокойным морем. Казалось, вот-вот оно зацепит макушки деревьев недалекого леса. Вечерело. Воздухе пахло близким дождем и горьким дымом от костра, разведенного рядом со здоровенной дренажной трубой, впечатанной высокую насыпь. У огня сидели трое. Все в поношенных гимнастерках и выцвешен галиве. Кирзовые, в песке и засохшие глине сапоги были протянуты к жаркому теплу. Двое только что отужинали, и теперь неспешно курили дешевые сигареты без фильтра. Третье увлеченно орудовал ложкой в полупустой банке с тушенкой. Нихрена мы тут не найдем. Все давно уже вытоптано. Надо глубже ходить. Сказал один из куривших и сплюнул. Лоб его рассекал свежий, только закончивший кровоточить шрам. Во рту уговорившего блеснул во цветах костра железный зуб. На окраинах редко что ценное попадает. А вот у Припяти там, говорят, артефактов уросыпью. Звонарь рассказывал. У звонаря и погоняло такое того, что звонит, что не попадя. Перебил его невысокий толстячок, у которого вместо левого уха торчил обрубок. И здесь, как ты говоришь, на окраинах, братва мрет как мухи. Что не поиск, так каждый третий. А дальше сунемся, вообще никто живым не вернется. Там такие аномалии, что нынешнее детским садом покажутся. И большинство непостоянного действия. То есть почуешь ее, лишь когда она тебя как тряпку выкручивать станет. А то и чего похуже. Алик Мариман со своей тройкой по самой окраине Припяти шарился. Артефактов это да, притащил прилично. Только зачем они ему, если у него голову вверх тормашками перевернуло? Рот стал вверху, а голова внизу. И шея из макушки. Ребята как увидели, так тут же его приземлили наглухо. Хоть макароны процеживай. Думали, мунтант новый объявился. Только и успел перед смертью сказать, что тройка вся полегла у кабановки. И чтоб не совались в Припять, если не желают себе смерти лютой. Про фиолетовое зеркало все повторял. Изо рта пузыри кровавые, а он все твердит. Как увидите, не смотритесь. Ой, да что вы все этого Алика поминаете? Возмутился железнозубый. Жуткое дело, согласен. Но ведь не обязательно. Вон, Серега полтораж, тоже у самой Припяти ходил. Он же первым и Белое кольцо принес. Киров тогда еще не сразу эту штуку за артефакт признал. И ничего. Правда, молодняк улюбил баки потравить проразные страсти, что ему в поиске встречались. Но в основном брехал. Полтораж это да, любил трепяться. Подтвердил толстяк. Типа крутой сталкер, то сё. А на деле гнилой он был. Сколько душ сгубил. А все рюкзак свой искал, что на ржавом буксире бросил. Очень он по нему убивался. Что за рюкзак? Спросил третий. Молодой парень сожогом на щеке, оставляя в сторону пустую жестяную банку. И что за буксир? А вот послушай, сказал железнозуб и прикуривая от горящей ветки новую сигарету. Это было где-то западнее Припяти, в районе старых Шепеличей. Как там его тройка сгинула, никто точно не знает. Полтораж каждый раз новое рассказывал. То говорил на псевдогиганта нарвались, то в блуждающую сотрясением, от которого в глазах все двоилось и блево оттянуло беспрестанно. Сам понимаешь, какой из него ходок был. Однако пошел, спотыкаясь, не знамо куда. Говорил, по солнцу ориентировался. Вот изобрел на высохшее озеро. Небольшое такое, метров триста в поперечнике. Обрыва не заметил, так еще и чуть ногу не сломал, пока по склону вниз катился. Отлежался, встал, побрел хромая, куда уже и сам не понимая, явь это или морок. Тут сверху как загрохочет, выброс. Видит ржавый костер типа буктира, что баржи по реке тягал, стоит наполовину в дно броши. Но он, спотыкаясь, рванул в его сторону. Когда бежал, забрался в трюм, крышку ржавую за собой захлопнул, да в самый угол забился, в тот, что под песок ушел. И повезло ему. Пересидел ненастья, не спекся, голова только еще сильнее разболелась. Ну да, это дело поправимое. Отдышался, наружу выглянул и обомлил. Вокруг воздух аж дрожит, и артефактов прямо рассыпью. Да не радуга паршивая с черепушками, а все как на подбор, редкие, а то и неизвестные. Но подумал Серега, что повезло так повезло. Наберусь артефактов, потом пару стал он эти артефакты собирать. Что, вот так? Голыми руками? Не поверил молодой. Почему голыми? Сбился с рассказа железнозубы. Он почесал затылок, пожал плечами. А хрен его знает, как он их таскал. Может, на катере какую палку нашел, а может, из ремня приспособу сделал. Известно одно. Набил он артефактами полный рюкзак. А когда там места не осталось, так он еще и гимнастерку снял, рукава завязал и в нее накидал, как в мешок. Но, думая, теперь на полгода жизни хватит. Сунулся было к выходу. А его-то и нету. Все вокруг обложило и не протиснуться. Да не в один, в три, а то и в пять слоев. Крутился, полтаж крутился, пытался, пытался, и самолетики пускал, и камешки кидал. Нет выхода. Запечатано колечко. Заплакал он тогда горькими слезами. Вот оно, счастье, бродяжье. В одном подфортит, так в другом, как серпом по колокольцам. Прикинул, еды ему на пару дней хватит, а воды он из мокрого песка добудет. Стал как-то жить, дни до следующего выброса считать, да молиться, чтобы после него аномалии по-другому разбросало. А чтоб не было скучно, артефакты стал перебирать. Особенно нравился ему один неизвестный, виде эдакой золотистой коробочки на компас похожий. Только внутри место стрелки будто маленькая рыбка плавает. Сказывал, как посмотришь на нее, и жрать уже не хочется, и жажда не так мучает. Мысли всякие мечтой в голову лезут. Так дней пять или шесть продержался. Еду сколько не растягивая, однажды последний кусок съешь, а больше взять и негде. Ослабил. Песок процеживать уже сил не хватало. Так он так. Прямо в рот его набирал и сосал. Потом выплевывал. Короче, кончался человек. Дай, думает, напоследок коробочку подержу, чтоб смерть принять легче. Посмотрел на рыбку, что внутри хвостом шевелило. Да так размечтался, что, мол, вот бы хорошо сейчас в лагере очутиться у дома, в котором он обитает. И тут все вокруг как задрожит, как замелькает и он раз и шлепнулся на землю аккурат возле самого крылечка, про которое мечтал. Долго Серега в себя приходил. Все казалось ему, что бредит. Потом его чуть не грохнули. Свои же. Уж больно он за эти дни изменился. Худющий. Губы в кровь растрескались. Вся рожа за всохшем песке. Еле опознали. Стали расспрашивать. Полтора шемья рассказал про псевдогиганта до провозера с буксиром. Только про свой рюкзак, гимнастерку, полную артефактов да коробочку золотистую, что в надежном месте прикопал, промолчал. Приполз, мол, сам не помнит как, а что часовые, которые лагерь от всякой погони охраняли не заметили, так это не его забота. А уж когда он белое кольцо предъявил, в кармане случайно забытое, от него и вовсе отстали. Рудик Елтинский тогдашний смотрящий у северных по плечу похлопал, да поспешил Кирову. Сам знаешь, за новый артефакт премия полагается. Что Рудик за кольцо получил, я не знаю. А полторашу всего-то бутылка водки и обломилась. Да еще, будто в насмешку, старшим тройки сделали, как ветерана. Дали двух салак, и только очередной выброс сангрохотал, в новый поиск отправили. Но Серега отвел их от лагеря подальше, у костра пристроил, а сам в кусты коробочку из-за пазухи вынул. Сел, вгляделся, про буксир ржавый стал мечтать. И точно, получаса не прошло, как вновь вокруг все замельтешило, задрожало и хлоп, он у желанного борта. Так обрадовался, что когда в трюм, где оставил, рюкзак спускался, подскользнулся и навернулся головой вниз. Да еще какую-то железяку приложился со всей дури. Очнулся, пошевелился и чуть не закричал от боли. Нога! То ли сломал, то ли вывихнул, но болело, прямо слезы из глаз. Но и шишка на голове огромадная. Тоже здоровья не прибавляло. Зажег фонарик и стал рюкзак искать. Ползает, кряхтит, да матом кроет. Еле нашел. Лямки на плече надел, попробовал сдвинуться, тяжеленный. На гимнастерку и не глянул, помнил тоже веса немалого. Решил на первый раз рюкзаком ограничиться. И тут его аж в пот кинуло. Где коробочка? Когда в трюм спускался, в руках держал, а как очнулся, ее и не стало. Фонариком все углы осветил. Нету, только пятно пыли золотистой. Может раздавил при падении. А может было у того артефакта всего два заряда. И что теперь делать? С такой тяжестью за плечами да с больной ногой наружу хрен выберешься. Ну как он-то матерился, а кого поминал, сам можешь представить. Будто играет с ним кто. Помнит, а потом обломает на корню. И все равно не сдался потораж. Обрезал лямки рюкзака, связал между собой. Шнурки из-за ботинок снял, сплел в косицу и тоже привязал. Коротко снял. Один конец полученной веревки к рюкзаку привязал, другую к рукаву. Второй рукав зубами сжал и полез наружу. Дважды страпа срывал вниз, один даже сознание раз потерял от боли. Выбрался наконец, рюкзак вытащил, осмотрелся, камешки покидал, самолетики позапускал. Благодать! Ни одной аномалии! Иди себе полтораш на все четыре стороны. Нашел себя дрын вместо костыля, чтобы ногу меньше тревожить. Шнурки расплел, ботинки вернул, обулся. Всяко лучше, чем босиком, и похромал на север в направлении лагеря. Ну вот хромал, да куском штакетника, еще с прошлого раза припасенным перед собой дорогу проверял. Скорость, конечно, черепашья у него, но радость грела. Он уже и берег рядом. Сейчас на обрыв поднимется. И тут земля у него из-под ногами дрогнула раз, другой, потом зажорчала вокруг все громче. Смотрит, вокруг роднички сквозь ил один за другим бить начали, где небольшими фонтанчиками, а где и прямо гейзерами. И стало момент вокруг мокрое и скользкое. Испугался полтораш. Понял, что сдвинулось что-то там под землей. И вода, которая из озера ушла, стала обратно выдавливаться. Заспешил. А спешка известна любому делу помеха. Раз поскользнулся другой раз и вовсе упал. Вымок, рюкзак намочил. Пока поднимался, в грязи извозился, ногу разбредил. И так еле шел, а тут вообще на месте буксует. И нога разболелась аж в глазах зайчики. А время тикает, вода прибывает, почти уже до колена. Вроде бы и вот он берег, метров двадцать до него. Да силы те нету. Понял тогда по тараш, что с рюкзаком ему не выбраться. Снял груз с плеч, отдышался и поскакал налегке к суше, прыжки на ходу считая, да штакетником аномалии распугивая. На берегу место отметил горкой камней потяжелее и похромал на север. Пока он в озере купался, вся его тройка полегла. Кровосос на них набрел. Куски обоих салаг порвал. Полтора же, гад, даже ствола им не оставил. Хотя куда там с Макарычем против кровососа? Вернулся в лагерь в одиночку без напарников. У самого ни царапины хоть и хромает. И в карманах пусто. Стали из него правду добывать. Киров сам допрашивал. Любит он это дело. Зло усмехнулся толстяк, роясь в своем рюкзаке. Давно стемнело. Твучи и так не разродились дождем. Повисели, погрозили над головой, да и уползли куда-то на запад. Пока Железнозубы ввел свой рассказ, толстяк доломал приготовленные за годи деревянные ящики и сложил полученные дрова кучкой. Теперь он неспешно скормил их жаркому пламени костра. На плоском камне рядом с огнем стояли три алюминиевые кружки, в которых закипала вода. Толстяк наконец извлек из рюзака белый пакетик на веревочке и стал по очереди окунать его в кипяток. К прогорклому запаху дыма добавился аромат чая. «Налетай!» – сделал толстяк приглашающий жест. «А дальше что было?» – спросил молодой с ожогом на щеке и потянулся за своей кружкой прихваткой сделанной из тряпки. «Да, ничего хорошего», – ухмылился Железнозубы. Он отодвинул свою порцию чая от костра. Пусть, мол, остынет, пока и продолжил. Киров за незаконное пользование золотой рыбкой чуть почки и полторашу не отбил. Но, как тот признался про рюкзак, полный артефактов, так и загорелся наш полковник его добыть. Тем более по всему выходило, там плевое дело было. Кошкой с берега зацепить или на крайняк нырнуть и руками по дну пошарить. Благо, лето было, тепло, даже надувную лодку где-то раздобыли, пока у полтораши вывих проходил. А как очередной выброс стих, его и еще три тройки отправили к тому озеру. Киров тогда губу раскатал как кровавую дорожку перед столичной комиссией. Не только рюкзак ему подавай, дал задание еще и в катере пошарить, гимнастерку добыть. Премию обещал стволу выдал. Мол, глубокий поиск как-никак. Железнозубы замолчал снова закуривая. Взял кружку с чаем осторожно отхлебнул. Поморщился горячо. И как? Нашли? Не выдержал паузы молодой. Нашли! Буркнул толстяк. Смерть свою нашли, вот что! Сгинули все. Подтвердил железнозубы недовольно косясь на толстяка. Все, кроме полтораша. Через шесть дней приполз. Полрожи обгорела рука на переведи. Ободранный, грязный. А из хабара только калаш со стволом в узел завязанным. Стал нести какой-то чушь про тварь, плюющийся аномалиями. Про целлофановых монстров да про лес, где на деревьях покойники как груши висят. Вроде как растут. А когда зреют, на землю падают, ну и бродить. Кров горячую искать. Киров так разъярился, что чуть было на кол его не посадил. Лучше бы так и сделал. Но передумал полковничек наш. Еще двоих с ним послал. На этот раз билетом в один конец. Без рюкзака наказал не возвращаться. Те, кого Киров полторашу тройку снарядил, на колени перед ним падали. Просили с кем угодно отправить только не с этим гадом. Уже тогда старики к нему пачками врет. А ему хоть бы хны. И что Киров? Спросил молодой, который слушал рассказ затое в дыхании. А что Киров? Снова встрял толстяк. И слушать не стал. Когда он бродяг за людей считал? Одни сдохнут, новых он стал по окрестностям лазить, еду да воду выпрашивать. Каарт учертил, как пройти к заветной полянке, где аномалии нет и артефактов видимо-невидимо. Кое-кто из новичков повелся на его посулы, раз даже проведником его взяли. Хитрее других себя посчитали. Ой, пропали естественно, каких и не было. Когда вторая тройка вот так вот упокоилась, кончилось терпение у смотрящего. Снарядил Родик за этим душегубом отряд, а те подловили его как-то в окрестностях лагеря и кончили. Мужики рубахи на себя рвали, клялись, что, помимо всего прочего, две пули в репу этому гаду зарядили в упор, чтобы уж точно не поднялся. Только нет, нет, да и расскажут бродяги из новых, что полтораша никогда не видели. Ни истории его не знают, что в одну из ночей в зоне подсаживался костру их какой-то мужик, весь битый, драный, капюшон на глаза надвинут. Сказывал, что вся его тройка полегла в поиске, один он уцелел. Предлагал в обмен на еду и питье рассказать дорогу к несметным сокровищам. Это те рассказывали, кто не соблазнился, ставил толстяк. Так он живой? Удивился молодой. Костик Решка свой первый поиск только потому уцелел, что когда они всей тройкой уже за мужиком этим шагали к поляне, где артефакта хоть лопата совковой в тачку грузи, разглядел у проводника два сквозных отверстия в голове. Ветер как был и у него капюшон с головы сдуло. Вот и увидел Решка, что у мужика сквозь башку луна просвечивается. Сказал железнозуб и заворачивая бушлат и меня тему продолжил. Ты первый дежуришь. Через три часа меня разбудишь. А что же он остальным не сказал? А остальные ему типа не поверили. Хотя я думаю брехал Решка. Ухмыльнулся толстяк, тоже начиная устраиваться на ночлег. Побоялся он. Вдруг бы этот упырь его услышал. Отстал потихоньку и дёр дал. Как же эта луна просвечивалась. Не успокаивался молодой. Он был здорово напуган. Так и зыргал в темноту, куда недоставал свет костра. Никак не мог отойти от рассказанной истории. Разве такое может быть? А так? Ухмылился толстяк, тоже начиная устраиваться на ночлег. Добро пожаловать в зону, если ты ещё этого не понял. Ну Олеся нет слов. Сказал Кораблёв невнятно и заслав в рот новую ложку жареной картошки ещё более неразборчиво добавил. Вкусно тихо! Олеська, сидевшая рядом, покраснела от удовольствия. Это она приготовила хозяюшка. Лёшек от картошки отказался и довольствовался лишь тушёнкой, щедро намазанно наломать хлеба. Торопливо жевал, качая ногой в сандалике. Вот-вот должен был прийти Генка. Тот в последнее время что-то зачистил к нам. Закончив ужин, я поблагодарил ещё раз Олесю и вышел на крыльцо покурить. Кораблёв увязался за мной. Какое-то время мы молча пускали дым вечернее небо. Я ждал. Не зря же Кораблёв попрёлся в такую даль. Не из-за жаренной картошки в самом-то деле. Я тут одного бродягу подобрал. Покойника практически. Наконец заговорил учёный. Ты бы его посмотрел. А что с очередного пострадавшего в аномалии я возьми и брегни пропорциенты кое-какие подробности, про которые ниоткуда было мне знать. И сам бродяга проболтаться не мог, потому как был не в состоянии. Вот тогда и всплыла моя способность видеть людей насквозь. Кораблёв помнится в тот раз остался к этой фишке равнодушным. Но гляди же, не забыл. Интересный такой пациент. Продолжил рассказывать Кораблёв. Стал я с ним этот бродяга настоящим феноменом для зоны. В том смысле, что не от аномалии он пострадавший, и в огне не горевший, и в кислости не превший, и даже не пулей застреленный. Ему в плечо был сделан укол редкого растительного яда, наподобие кариуры. А он стоял и ждал, удивился я. Или его держали. Разве что по-сонному. Так не проще ли было его придушить или ножом? Где-то его подобрал. Не я, мне его Ерема притащил. Еле теплого. Сказал, что случайно нарвался где-то на юге. Ну, ты же знаешь Ерему. Из него лишнего слова клещами не вытянешь. Я действительно знал. Ерема это кровосос у него на помягушках. Кораблев как-то ампутировал бедолаге мертвый, практически гнилой глаз, и тем спас его от гангрены. Заодно вылечил его от наркомании. Как оказалось, этих тварей, прежде чем выпустить в поле, плотно подсаживают на героин, чтобы далеко и долго не бегали. Вот Ерема у доктора и остался. Что же касается слов, я до этого даже и не думал, что с кровососом можно о чем-то разговаривать. Мозг этому бродяге полностью спасти не удалось. Я отбольно злой оказался, продолжил Кораблев. Но даже с тем, что осталось, нужно бы разобраться. Да еще знать при этом, где он а где правду говорит. Поможешь? Я кивнул. История меня заинтересовала. Как стемнеет, выйдем, сказал я. В это время за одним из домов мелькнула фигура Генки. Лешка тоже его увидел и в припрыжку поскакал навстречу приятелю. Последний выброс не породил ни одной аномалии в нашей деревне, так что я за него особо не волновался. Оставив Кораблева дымить на крыльце, я тоже двинулся Генки. Здравствуй, дядя не мой, поздоровался мальчик, заметив меня. Послезавтра ближе к вечеру выброс намечается. Только что будьте готовы. Эк он ко мне. Дядя не мой, да еще и на вы, не хочет перед Лешкой мой авторитет ронять. Ха, и на том спасибо. Спасибо, ответил я ему. Буду. Лешка, погуляй пока немного, сказал Генка. Мальчик обиженно хлюкнул носом и отошел в сторону. Что-то спросить хотел? Продолжил Генка, переходя на ты. Ты что задумал? Без предисловия спросил его я, закуривая, зачем голову пацану дуришь? Или скажешь, будто ты просто так поиграть приходишь, а если и так? Буркнул Генка. Я молча смотрел на него. Мне скоро надо будет уйти. Наконец сказал мальчик. Куда? Не понял я. Туда. Со злостью ответил Генка. Ты же понимаешь, что зону нельзя бросить без контроля. Нужно на кого-то оставить это хозяйство. Ты не потянешь, староват уже. Мозги закисли. Нужен ребенок от 8 до 13 лет. Не ледьку же мне нужно было выбирать. Так вот для чего они тебе понадобились. Понял я. Ты ведь давно знаешь, что уйдешь. А заливал мне, мол, пожалел. Мол, там, снаружи обернулся на встревоженную Алешку и уже тише продолжил. Ничего я не заливал. Если хочешь знать, ребята сюда попали не по моей воле. Серега в полон из восточного лагеря нарвался на засаду возле Кашовки, аккурат у моста через Припять. Кто стрелял неважно. Важно, что словил он три пули. Побежал, чтобы отстали и решил скинуть рюкзак, а перед этим достал из него первый, какой попался артефакт, чтобы не пустой был. Он же еще надеялся в лагерь вернуться. Бежал, пока не упал в каких-то кустах. Сознание потерял от потери крови, а перед смертью в бреду вспомнил родные места. Он родом был из Свердловска. Артефакт, как ты уже догадался, золотая рыбка. Воспринял этот мыслеобраз как команду к перемещению. Серегу и выбросило прямо под ноги Лёшки с Олеськой. Генка замолчал, переводя ног. А они как сюда переместились? Спросил я. Вот ты у них и спроси. Ехидно ответил мальчик. Он уже пришел в себя. Откуда ты все это знаешь? Спросил я. Я все знаю. Буркнул этот зазнайка. Глядя на мое недовольное лицо добавил. Ну разведал. Поспрашивал кое-кого. Надо же мне было разузнать как их в зону занесло. И все равно ты врал. Упрямо сказал я. Они хорошие. Перебил меня Генка. И Лёшка и Олеся. На последних словах он покраснел. Или мне это показалось. Но что мне делать? Продолжил Генка. Где искать замену? Еще кого-то из детей сюда заманить? А по-другому никак? Спросил я. Мальчик молча помотал головой. Я чертыхнулся. Когда ты уходишь? Спросил я. Через два месяца. Я снова чертыхнулся. А что с Олесей будет? Ничего. Пожил плечами Генка. Будут друг к другу в гости ходить. А чтоб никто сестренку не обидел, Лёшка деревню так артефактами обложит, что ни одна тварь не прошмыгнет. Я научу. Скоро уже. Подал голос Лёшка, переминаясь ноги на ногу. Генка вопросительно посмотрел на меня. Я мотнул головой, мол, иди. А сам глубоко затянулся почти до куренной сигареты, глядя вслед удалявшимся мальчикам. Криво усмехнулся. Сплюнул. Всё бы ничего, но в будущем, которое нарисовал этот непонятный пацан, не было места для искорёженного выбросом кривобокого и горбатого мутанта по имени Гробовщик. Где Баркадеру мы с Кораблёвым приехали, когда уже смеркалось. Берег, которому этот плавучий двухэтажный дом был намертво причален, всё больше обрастал какими-то развалюхами, от которых тянулись друг к дружке деревянные мосты и лестницы. Пока я распоригал здоровяка и малого, учёный сходил в одну из построек. Там что-то заревело, запахло соляркой и берег осветился редкими огоньками лампочек. «Сюда!» – замахал он руками. Снорк Афанасий спрыгнул с дебаркадера, подбежал к хозяину и вытянулся, ожидая указаний. Кровососа Ерёмы было не видно, бегает, наверное, где-то в округе, патрулирует. Кораблёв от Снорка отмахнулся и снова меня позвал. «Гробовщик! Давай сюда!» Я двинулся к нему, чувствуя, как скрипят и прогибаются подо мной деревянные доски. Зашёл следом в приземистую халабуду. Учёный щёлкнул переключателем, вспыхнул яркий свет и стало видно, что внутри она гораздо лучше выглядит, чем снаружи. Небольшая, чистая и просторная больничная палата. Из четырёх пружинных кроватей была застелена только одна. На ней покоился человек, у которого правая нога обрывалась выше колена культёй. Его налысо, бритая голова было раздельно опоясывающим от виска до виска швом, будто кто-то снял ему верхушку черепной коробки, а потом приладил её на место. Глаза пациента под закрытыми веками постоянно двигались. Он вздрагивал, стонал, из уголка рта стекала по щеке тоненькая нитка слюны. Кораблёв подошёл к больному, взял за руку, шевеля губами, посчитал частоту пульса, потом поднял ему века и долго всматривался мутный расширенный зрачок. Хмыкнул и обернулся ко мне. «Тебе нужно, чтобы он был в сознании? Или так сойдёт?» спросил учёный у меня. Я пожал плечами, подошёл ближе, взглянул в лицо пациента Кораблёва и мои ноги подогнулись. Перед глазами всё поплыло и вот уже я, нет, не я, а бродяга по имени Лёха Уткин сидел у костра на окраине деревни Апановичи, что километрах пятнадцати северо-восточнее Чернобыля и настроение у нас было хуже некуда. Аслану Умаеву и Лёхе Уткину с южного лагеря с одной стороны крупно повезло. Спящая аномалия воронка, попавшаяся им на подходе к небольшой деревушке Апановичи, не затянула их, оба успели отбежать. Но во третьем Петьке Лещеву пришлось худо. Воронка вмиг сосала его в свою утробу, развернула поперёк и раскрутила так, что оторвала Петьке по очереди, ноги и руки и голову. Оставшись без старшего, новички сперва отблевались, потом стали искать пистолет, который был у Лещева за поясом. Найденный кусок железа, чуть ли не под рукоять вошедший в ствол высокого тополя, пришлось долго выковыривать. А когда наконец добыли, только и осталось, что материться от досады, ствол был погнут, затвор перекошен. Даже обоему достать не получилось, заклинило намертво. Бесполезный кусок железа, тяжелый к тому же, но выбрасывать не стали, для отчетности, вечерело. В одном из дворов разожгли костер, поделили скудный ужин, стали думать, как им дальше быть, да ничего в голову не шло. Второй день они были в поиске, а хамбару в рюкзаке одни слезы, добыли с десяток радуг до какой-то гнутую пустую батарейку. Старший еще выразил сомнение, что ее получится зарядить. В общем, возвращаться было не с чем. В лучшем случае ждала их штрафная изба. В худшем Киров, нынешний царь и бог всех бродяг, что топчет зону, мог и запретить пускать их в лагерь, пока не принесут нерадивую положенную норму артефактов. А где их возьмешь, если у Уткина это был второй в поиск, у Аслана вообще первый? Зоны ни один, ни другой не знали, куда идти, где и что искать представляли слабо. Скажем Кирову, старшего давай, мы же не отказываемся от поиска. Нам вожак нужен, неубедительно пробормотал Аслан. Он вообще трусовод оказался, несмотря на черную коксмоль бороду и густые вечно нахмуренные брови. Сказано, это было просто так, для проформы. Оба понимали, что гибель Петьки для Кирова не аргумент. Прямо видели, как становится этот жирный полковник в позу и начинает вещать, постепенно наливаясь краской. Ходок и наловчатся молодые, стариков в аномалии подталкивать. Совсем без хабара останемся. Присели они на почерневшее от времени крылечко, закурили, и не хотели оба, чтоб когда-нибудь настал рассвет, потому что ждал их поутру выбор, и судьба незавидная, куда бы они не двинулись. И тут ветхую калитку на ржавых петлях, что вела во двор дома, в котором они собирались ночевать, постучались. Переглянулись Аслан с Лёхой. Твари ночные, да люди лихие не стучатся. «Кто там?» спросил Уткин, а Аслан ржавый топор сарая найден и к себе продвинул. Хоть какое оружие? С противным скрипом распахнулась калитка, и во двор зашел молодой парень, весь из себя высокий, широкоплечий, одежда на нем камуфляжная, на ногах ботинки высокие, на голове кепка с козырьком к затылку повернутым, на поясе ремень с комурой, в руках автомат, за плечами рюкзак. «Добрый вечер!» сказал и влыбнулся. А бродяги так опешили, что и с ответом не сразу получилось. «Добрый!» наконец выдавил Леха. Незнакомец подошел к костру, присел, порылся в рюкзачке, достал бутылку, несколько больших свертков, развернул, и в воздухе повеяло ароматом копченого сала, кивнул на место рядом. «Компанию составите?» «А ты кто такой есть?» спросил Аслан, сглатывая слюну. «Из какого лагеря?» «Я-то!» усмехнулся незнакомец. «Зовут меня Степан Слива. И я сам по себе. Чего и вам желаю». Бродяги помедлили, снова переглядываясь, наконец подошли, присели. Пришелец разлил из большой фляги по маленьким пластиковым стаканчикам коричневую жидкость. Запахло конейком. «Ну, будем», сказал он и протянул по стопочке Лехе и Аслану. Потом первым опрокинул стопку в себя. Опешившие бродяги тоже выпили, прислушиваясь к ощущениям. «Не похож ты на вольняшку», сказал Леха, выдыхая и морщась. «Вон какой у тебя прикид. Или ты только сорвался». «Ты закусывай», сказал Степан. «Не стесняйся». Уткин, а за ним и Аслан потянулись к целу и хлебу, щедро нарезанным толстыми кусками опришелец проноложил. «Я не вольняшка, я с воли». Руки бродяг таки замерли у раскрытых ртов. Каждый из попавших в зону с билетом в один конец хоть раз допримирялся, как бы дать из неё дёру. Большинство, порасспросив старожилов, да лично почитав табуретку мины, на расстоянии, где 300, где и все 500 метров от двойной стенки сетки рабицы, ограждавших зону по периметрам, на том не успокаивались, отказывались от мечты, как от несбыточной. Но находились и такие, что не верили, и однажды ночью ползли через минное поле, надеясь, что удача их сильнее судьбы. Их останки никто не убирал, служили весовым аргументом для тех, кто сомневался. А тут пришёл человек и говорит, что с той стороны. «Гонишь!» озвучил, как свои, таки мысли напарника Лёха. Назвавшийся Степаном, пожал плечами, мол, не хочешь, не верь. «А как же стена? Мины?» спросил Аслан. У него прозвучала сатана и мины. Когда он волновался, то говорил сильным акцентом. «Есть лазейка!» туманно сказал пришелец. Будто подтверждая эти слова, пискнул какой-то прибор, похожий на толстый браслет с экраном, надетый на его запястье. Степан глянул на руку, нахмурил брови и ткнул в экран пальцем. «На одного лазейка? Или и мы протеснемся?» спросил Лёха. Спокойно так спросил, безразлично, хотя внутри аж задрожал от надежды. «Отчего ж не протеснитесь?» улыбнулся Степан после паузы и уже без улыбки добавил. «Если я захочу». «Ну так захоти!» попросил уткин досаду, что голос у него дрожит. «А вот отслужите мне службу?» «Посмотрим», пообещал пришелец. «Тут на колхозном дворе был когда-то цех по производству мебели. Я там сегодня видел один артефакт, но... в одиночку добыть его никак не получается. Поможете? Я вас выведу. Что за артефакт?» спросили Леха с Асланом в один голос. «Алая роза». Услышав ответ, бродяги синхронно пожали плечами, а Леха то еще и затылок почесал. Ни один, ни другой никогда такого названия не слышали. «Поздно уже», сказал Степан и снова ткнул пальцем в экран на запястье. «Вот ты!» он показал на Леху. «Как тебя зовут?» «Леха Уткин». «Вот ты, Леха!» продолжил Степан слева. «Подойди». Уткин послушно встал и сделал несколько шагов к нему. Приборчик заревел сиреной. Бродяга от неожиданности шарахнулся в сторону. «Это сигналка», сказал Степан. «Спать я буду там». Он показал на покосившийся в одну сторону сарай. «Дверь закрою, и если пока я сплю кто-то из вас приблизится к сараю ближе пяти метров, она заревет», продолжил Степан. «Я проснусь, выйду и кончу обоих, не разбираясь. Все понятно». Бродяги одновременно кивнули. «Тогда спокойной ночи вам». Заскрипело, закрываясь дверь сарая. Аслан молча встал и залез в дом через давно выбитое окно. Там он улегся на скрипучий, вонявший ржавчиной и плесенью диван, и через несколько минут громко захропел. Дежуривший первым Леха автоматически отклинул остывший чай. «Ну, дела. Только вот думали, как бы извернуться, чтобы лишний день прожить. А тут такая удача с неба свалилась». Он понимал, что пришелец нарочно не стал уточнять, что за артефакт и в чем проблема с его получением. Типа на психику давил, чтобы они со Сланом до утра помучились, да позговорчивее были. Чё дело? Знал бы он. Уткин проснулся, когда светало. Ветер переменился и, пахнувший от догорающего костра дым, заставил его закашляться. За ночь откуда-то набежало полное небо облаков. Поэтому день обещал быть хмурым и ветреным. Черные силуэты домов покинутой деревни угрюмо проявлялись в безрассатостном рассвете. Тело Лёхи затекло. Он потянулся и зевнул. Потер заспанное лицо, подкинув дров в костер. Прикурил от уголька мятую сигарету. Посидел, пуская дым в небесную серость. А потом залез в дом, растолкал Аслана. В это время дверь сарая заскрипела, и оттуда появился человек, называвший себя Степаном Сливой. Почти не разговаривая, они быстро позавтракали, собрали нехитрый скарб в рюкзак, и Степан повел бродяг в восточной окраине села. Там, на высоком холме, в длинном одноэтажном здании, находился заброшенный мебельный цех. Поход по прямой не получился. Четыре аномалии, в том числе громадная карусель, заставили группу петлять в поисках безопасной дороги. Когда же, наконец, они вошли в цех через маленькую дверь в перекошенных и просевших воротах, все трое долго стояли у входа, привыкая к полумраку. Когда-то, давным-давно, Леха работал в шараге по производству корпусной мебели. Поэтому его не удивило, что помещение перегорожено целлофановыми полосами, около метра шириной, висевшим вонахлёст от стенки на стенки. Так часто делали, чтобы уберечь заготовки от влаги. Целлофан слегка покачивался на сквозняке из разбитых окон. Уткину показалось, что там, за его преградой, мелькают какие-то мутные тени. Изображение то проявлялось, становясь отчётливым и ярким, то шло мерись, будто в испорченном телевизоре. В какой-то момент вид заброшенного пыльного цеха сменился на большую комнату, ярко освещенную большой, утыканной свечами люстрой. Под свечами кружили пары. Дамы в пышных платьях с нескромными декольте, кавалеры во фраках. Звуки вальца становились всё громче. И Лёха, и Аслан забыли, зачем пришли. Оба будто под гипнозом двинулись к целлофановой преграде между ними и праздником. А там танец закончился. Лакеи разносили напитки на больших подносах. Слышался гул голосов. Смех. Среди гостей промелькнуло и вдруг замер у самой границы по ту сторону хрупкий, девичий силуэт. Девушка была чудо, как хороша. Большие, зелёные глаза, пухлые губки, точёная, наливающаяся соком юности фигурка. Золотистые локоны волос на плечах так гармонировали с голубым цветом платья. Девушка смотрела на бродяг, слегка склонив голову на одно плечо. И в её глазах блестело любопытство. И те тоже не могли отвести от неё взгляда. Где-то в глубине бального зала заиграла весёлая музыка. Девушка обернулась на звуки. И снова, глянув на бродяг, нетерпеливо поманила их рукой. Аслан то ли застонал, то ли зарычал, и в два шага приблизился к прозрачной преграде почти вплотную. Он медленно приложил к ней ладонь в том месте, где девушка приложила свою ладошку с той стороны. Целлофан задрожал, зашелестел, и вдруг стала обматываться вокруг Аслана. Тот сразу не отреагировал. А когда очнулся, было поздно. Его пеленало, будто куколку, наматывая всё быстрее, виток за витком. Ноги Аслана отрывались от пола. Он протяжно завыл и задёргался, изгибаясь всем телом. Кокон шелестел и скрипел, наматываясь и наматываясь. Лёха в ужасе глядел, как изнутри на целлофан брызнула кровь и потекла, ускоряясь вниз алая дорожка. На деревянный пол застучали частые капли. Он как будто проснулся. Только сейчас до него дошло, что за целлофаном нет и не могло быть никакого праздника. И на самом деле, сквозь преграду уже не было видно ни людей, кружащих в танце, ни красавицы, зовущие присоединиться к веселью. Лишь что-то серое и мутное. Ему открылось продолжение пыльного заброшенного цеха. И только куколка Аслана, ноги которого всё ещё конвульсивно дёргались, портила картинку давнего запустения. Уткин обернулся и увидел, что Степан хищно скалится. «Быстро!» рявкнул он и пихнул Лёху в спину так, что тот чуть не упал. «Быстро!» И сам зашагал следом, толкая вродягу перед собой. Так они добрались до левого угла, где прямо из дыры в штукатурке торчал, будто кусок проволоки, стебель какого-то растения с чем-то вроде бутона на конце. У самой стены Степан оттолкнул Лёху в сторону. Закатал рука в куртке до локтя, достал нож из ножа на поясе. И после секундного колебания с нажимом провел лезвие от запястья и выше. Брызнула кровь. Растение в стене встрепенулось и потянулось к ране. Здоровый рукон Степан взялся за стебель, потянул. И тот с тихим чмоканием выскочил из дыры. Уткин увидел, что заканчивается растение эдакой шевелящейся присоской, не мешкая. Степан ткнул стеблем прямо в рану. И тот стал заползать в руку, как змея или длинный червяк. Когда снаружи остался лишь бутон, он вдруг распустился ярко-алым цветком, похожим на розу. В воздухе разнеслось сладкое благоухание. Степан закатил глаза и пошатнулся. Лицо его расплылось в глуповатой улыбке. Он был похож на наркомана, получившего вожделенную дозу. Но расслаблялся он недолго. Бутон закрылся и вполз в руку. Лёха был готов поклясться, а рана на руке Степана заживала на глазах. И взгляд его снова обрел сосредоточенность. «Что поймать сюда, пока эта дрянь не перезарядилась?» сказал он, опуская рукав. Уткин повернулся к двери, сделал пару шагов и замер. Целлофанового кокона не было. «А куда?» он не договорил. Попятился, но наткнулся на Степана. Снова последовал ощутимый толчок в спину. «Двигай давай!» И Лёха почти побежал, вжимая голову в плечи и опасливо косясь на потолок, заросших хлопьями, похожими на чёрную паутину. Снаружи их ждал всё тот же пасмурный день, только к серой муте в небе прибавились порывы холодного ветра. Лёха застегнулся на все пуговицы и поёжился. «Что теперь?» спросил он. Его трясло то ли от холода, то ли от пережитого ужаса. «Теперь ты разведёшь костёр, а я пойду схожу до ветру», весело сказал Степан. «А потом мы пообедаем. Хочешь, небось, жрать?» Уткин неопределённо пожал плечами. Есть ему не хотелось. Он вдруг отчётливо понял, на каком крепком поводке оказался, знать бы зачем, для каких нужд он понадобился этому странному человеку. Может, как и Аслан всего лишь в качестве отмычки? Не стоит ли в таком случае улучшить момент избежать от такого благодетеля? Он посмотрел на здание цеха, за которым скрылся Степан. А чего, собственно, тянуть? Он воровато пригнулся и готов был уже припустить по дороге, которая их привела сюда. Но тут из-за угла вынурнула знакомая фигура в камуфляжной куртке. «Хорошо, что не развёл костёр», сказал Степан, быстро подходя. Лицо у него было встревоженным. «Обед отменяется. Валим отсюда и по-быстрому». Он присмотрелся к замерзшему Лёхе и нехорошо улыбнулся. «Да ты никак свинтить хотел!» «С чего бы это?» Стараясь, чтобы голос не дрожал, положил плечами Уткин. «Ты же меня вывезти обещал!» «Что я, враг себе?» Степан недоверчиво нахмурился, сказал, «Ладно, это потом, а сейчас валим отсюда!» и зашагал по тропинке, что уходило влево от цеха и исчезло за небольшим мугарком. «Что случилось?» Лёха заспешил за ним следом. Какое-то время Степан молча шагал, потом остановился, достал из рюкзака новенький монокуляр, протянул его не глядя. «На дерево рядом с цехом посмотри!» Лёха приложил окуляр к глазу, направил объектив в сторону цеха, поводил, выискивая дерево, и замер. Высокая берёза была увешана целлофановыми куколками, которые были подвешены на каких-то грязно-серых нитях, обмотанных вокруг голов попавших ловушку бедолаг. Фигурок было с десяток. Одни давнишние, у которых вместо ног торчали грязные маслы, другие посвежие, с остатками обуви на ногах. И те, и другие тяжело качались на холодном ветру. Уткину даже показалось, что он узнал у одной из подвешенных фигур кирзовые сапоги Аслана. А ещё он заметил странное серое пятно, мелькавшее то здесь, то там, среди веток и листьев. «То это?» Еле выговорил Лёха дрожащим голосом. «Если я скажу, что смерть твоя тебе хватит?» спросил Степан, вырывая монокуляр из его непослушных пальцев. «Или...» «Обязательно, чтобы название было на латыни». Он спрятал прибор в рюкзак, поправил автомат на плечо. «Давай, приходи уже в себя», сказал он Лёхе. «Надо засветло добраться до КПП у Зелёного мыса. Ночью они никого не подпускают. Будем до утра куковать, а нас время поджимает. Так что бери хворостину подлиннее и давай, топчи тропу». До сумерек они не успели. На выходе из Куповатого дорогу им преградило целое поле аномалии. Пришлось долго искать обход. И, как Степан не матерился, на ночёвку встали в деревне Городищи, развели костёр. Целый день голодный, Лёха осоловил от еды и клевал носом, стараясь не заснуть. Степан же ел лениво, нарочито неспешно, как человек, не привыкший экономить продукты. Когда пискнул приборчик на его запястье, он глянул на экран, поморщился и сказал. «Ах, как чувствовал!» И в ответ на вопросительный взгляд стрепенувшегося уткина пояснил. «Гости на подходе». Степан снял автомат с предохранителя и положил его себе на колени. Потом побуравил Лёху взглядом и предупредил. «Про красную розу? Ни слова. И вообще помалкивай!» Подумал он и добавил. «Если начнётся, лежи, не вставай». Пять минут спустя вдалеке послышались неспешные шаги. А ещё через пару минут к костру вышли двое. Первый был под стать Степану сливе. Высокий, скуластый, гармоносый, лет двадцати пяти. В камуфляже и высоких берцах. На голове кепка с козырьком. Из-под кепки свисали сосульками чёрные, как смоль давно не мытые, волосы. На запястье знакомый уже Лёхе приборчик. Правда, у этого камуфляжного автомата не было. Вместо него на поясе болталась пистолетная кабура. И судя по её размерам, калибр ствола был тот ещё. Вторым, с первого взгляда было ясно, шёл такой же, как и Лёха, бродяга. Невысокого роста, короткостриженный и давно не бритый. Застиранная гимнастёрка, штаны в заплатках, грязные кирзовые сапоги. «Кого я вижу?» Громко, с фальшивой радостью в голосе, воскликнул камуфляжный. «Стёпка, слива, лопни мои глаза!» Не останавливаясь, он подошёл к костру. Бродяга, припадая на левую ногу, прохромал за ним следом, замер за спиной. «Грач!» Кивнул пришельцу Степан, морщась, как от зубной боли, а тот, немало не смущаясь, по-хозяйски присел к огню, прикурил от уголька сигарету, выпустил дым и хохотнул. «Не ожидал меня встретить!» Переведя взгляд на Лёху, оценивающе смирил его взглядом и продолжил. «Что? Тоже бычка себе добыл?» «Но тривальян, ну сука!» Сквозь зубы прошипел Степан. «А ты как думал?» Продолжил улыбаться грач. «То ж одного на такое задание посылает!» «Вдруг ты сгинешь или долго в носу ковырять станешь, а дело ведь спешное!» Пришелец потянул носом и скривился. «Чем это у вас так воняет?» «Твоим трупом!» Сказал Степан, резко направляя автомат на грача. Оглушительно громко грохнул выстрел и на лбу Степана сливы появилось отверстие. Он моргнул и упал лицом прямо в огонь. В костре затрещало. Лёху обдало смрадом палёных волос. «Твою мать!» Выругался грач, хватая труп Степана за ногу. «Всё округу завоняем, а нам ещё ночь ночевать!» «Чего вылупился?» Рявкнул он на своего спутника. «Помогай давай!» Бродяга, который всё ещё держал в руке огромный пистолет, направленный на мёртвого Степана, суетливо засунул оружие за пояс и бросился к грачу. Вместе они оттащили покойника от костра, притоптали тлеющую одежду и вернулись к огню. Присели, вернее, снова присел только к камуфляжной. Бродяга в нерешительности топтался рядом. «Ну, с одним разобрались», сказал грач и, не глядя, протянул руку. «Хромой!» «Ствол верни!» Тот, кого назвали хромым, с готовностью вложил в раскрытую ладонь пистолет и, повинуясь барскому жесту, присел рядом на курточке. Вернув пистолет в кобору, грач обратился к Лёхе. «Теперь ты!» «Кто таков?» «Откуда?» «Что здесь делаешь?» Не успел Лёха сказать и двух слов, как камуфляжный его прервал. Он несколько раз шморгнул носом и поморщился. «Нет, определённо чем-то воняет!» Он повернулся к сидящему рядом бродяге и толкнул его в плечо. «Ну-ка!» «Давай!» «Проверь у покойника, нет ли у него шрама на правой руке!» «На левой!» Вырвалось у Лёхи. «Значит, я не ошибся!» Удовлетворённо сказал грач. «Значит, Степан отыскал таки красную розу!» «Давно он за ней охотился!» Он потащил труп ближе к костру и обнажил до локтя правую руку покойника. Стало видно, что почти у самого запястья из неё торчит небольшой бордово-чёрный бутон, похожий на розу. Ужасный смрад, который источал этот цветок, заставил отшатнуться и прикрыть нос рукой. Лёха почувствовал, что его сейчас вырвет. «Фу!» Поморщился грач. «Это ж какая у Стёпки кровь грязная была!» Он схватил розу и рывком вытащил её из руки покойника. Присоска на её конце пару раз чмокнула, будто в поисках чему бы присосаться и обвисла. «Я слушаю, слушаю!» Сказал грач Лёхе. «Чего замолчал?» Тот наморщился, пытаясь вспомнить, на чём прервался. Потом сбивчиво продолжил. И снова камуфляжный его, казалось, не слушал. Достал из рюкзака контейнер, похожий на длинный термос. Отдельно достал прозрачную подушечку физраствора. Открыл пробку. Щедро нацедил из неё в контейнер и поместил туда же красную розу, снова ставшую, похожую на кусок проволоки с бутоном на конце. «Пусть отмокает!» Сказал он, но когда Лёха снова замолк, замахал рукой и подбодрил. «Ну, ну, дальше!» Пока Лёха сбивчиво рассказывал про то, как Аслана замотала в целлофан и про то дерево, на котором, как груши, весели куколки покойников, грач о чём-то в полголоса переговорился с Хромым. Но как только рассказ был окончен, стрепенулся и даже повторил последнюю фразу. «Говоришь, выходить собирались через КПП у Зелёного мыса?» Степан кивнул. Грач помолчал, потом скомандовал бродяге у него за спиной. «Хромой!» «Ну-ка, подойди к нашему новому знакомцу!» Бродяга проковырял вокруг костра и стал рядом с Лёхой. Грач снова замолчал, переводя взгляд с одного на другого. «Дело в том, что вы оба мне и нафиг не нужны!» Наконец, сказал он. «Так что нужно решать, кто со мной на волю пойдёт, а кто тут останется. Лёха вроде бы поприличнее выглядит, помоложе. Зато Хромой больше жалости к себе вызывает, а это тоже важно. Можно было бы устроить гладиаторский бой промежу вас, но боюсь интриги не получится. Неравные весовые категории. Так что остаётся вам удачу испытать. Чья сильнее, тот со мной и пойдёт». Грач вытащил из нагрудного кармана небольшую пластмассовую коробочку, открыл её. Достал из неё два шприца, заправленных какой-то микстурой. Содержимое одного из них он выдавил в костёр. Огонь обиженно зашипел. Запахло больницей и химией. Пустой шприц он заправил всё тем же физраствором. Приложил шприцы один к другому. Пустил из одного недолгий фонтанчик. Снова приложил и довольно кивнул головой. Жидкости в обоих шприцах было поровну. Надел на оба пластиковые колпачки и спрятал руки за спиной. «Ну, выбирай один». С этими словами он протянул к Ромому два с виду абсолютно одинаковых шприца. Кто-то помешкал, потом взял один, покрутил его в руках и вопротительно глянул на грача. «Значит, это твой», сказал камуфляжный, протягивая оставшийся шприц Лёхе. Продолжил. «В одном безопасная водичка. Сами видели, как я его заправлял. В другом яд. Сейчас вы друг другу вколете по дозе. Кому не повезло, околеет». «Ну!» Вдруг рявкнул он и у него в руке блеснул пистолет. «Или я сам сейчас делаю выбор». Лёха ещё нерешительно топтался на месте, а его противник уже оскалил зубы и метнулся к нему, занося руку для удара. Он попытался уклониться, машинально вытягивая вперёд руку со шприцом. Уколы, лёгкие в плечо, хромому в живот были сделаны почти одновременно. Оба, выпучив глаза, давили на поршень своего шприца, пристально всматриваясь в лицо соперника, ловя на нём признаки начавшего действовать яда. «Оба молодцы!» – хохотнул Грач. «Ну, чего уставились? Уколу нужно время, чтобы подействовать. Садитесь пока. Долго ждать не придётся». Продолжил он, когда оба бродяги выполнили его команду. Минуты через две-три, кто-то из вас почувствует сильное сердцебиение. Ему станет трудно дышать, а потом и вовсе. Мышцы диафрагмы перестанут подчиняться, и он задохнётся. Естественно, Лёха тут же почувствовал, что сердце его стучит, как бешеное, а воздуха не хватает. Он часто задышал. У хромого дела были не лучше. Ко всему прочему, он ещё и обильно потел. Грач переводил азартный взгляд с одного на другого. Глаза его горели в предвкушении. Лёха вдруг почувствовал, что рука, которой был сделан укол, стала быстро неметь. Странная, безвольная велость стала быстро разваливаться по всему левому боку. Нога подогнулась, и его непослушное тело упало на бок. Тут и сказочке конец. Услышал он довольный голос Грача, но было не до него. Лёха с ужасом понял, что лёгкие перестают его слушаться. Не получалось вдохнуть даже на четверть от обычного. Он зачастил, захрипел. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Спустя вечность или несколько секунд ему показалось, что из черноты ночи костру метнулась прозрачная фигура. Глухо, где-то на краю сознания прозвучил рёв. Загрохотали выстрелы. Но Лёху уже схватили. Вроде бы за онемевшую руку или за шиворот. Всё равно. И поволокли по земле через доски разбитого в щепки забора куда-то в темноту. В темноту, в темноту. Может и есть человек, который, увидев, как Гаврила Принц и покупает патроны к Браунингу, смог бы спрогнозировать переворот в России три года спустя. Увы, я не из таких. Минул сентябрь. Вовсю сорил листьями октябрь. Днём ещё припекало, но вот по ночам начинало подмораживать. История Лёхи Уткина размылась в моей памяти и стала вред многих странных и невероятных происшествий, которые то тут, то там случаются в зоне. Видимо, сказалась усталость. Усталость от чудес. Глаз, что называется, замылился и очередная тайна уже не так будоражила сознание и требовала разгадки. Я повертел в руках коробочку с нарисованной курицей, поднес к носу, принюхался. Пахло куриным мясом и специями. Вроде бы всё в порядке, но нужно было торговаться, торговаться и тянуть время, чтобы понять, что же мне делать. «Сколько лет этому бульону?» спросил я небрежно. «Он вообще съедобен?» «Что нам дают, то ты и получаешь!» Прокуренным голосом прохрепел копыто. Он, как всегда, меня боялся. Тем более, что в этот раз у него не было в руках оружия. Копыто сидел на пеньке, сдвинув на затылок танкистский шлем и курил, глядя в сторону. Именно из-за этого шлема я и подошёл. Расслабился. Принял заломтя. Насколько я знаю, такой головной убор был в западном лагере только у него. А когда рассмотрел, что за человек сидит, глядя в огонь костра, было поздно. «Короче, на тебе!» «Боже, что там негоже!» пробормотал я и снова заглянул в рюкзак. Заполнен он был хорошо, если две трети, а если потрясти, то и наполовину. В последнюю нашу встречу с ломтем я просил в следующий раз добавить продуктом батарейки до керосин для лампы. Но этого как раз таки в рюкзаке не намлюнулось. На ощупь я нашёл там несколько банок консервов, пару буханок хлеба, какие-то пластиковые пакетики, коробочки. А это что, йогурт? Я рылся в рюкзаке и при этом косился на копыта и троих сопровождающих его мордоворота в тёплых армейских бушлатах. Они совсем были не похожи на бродяг, подобранных на вокзале. Те вечно какие-то сгорбленные, небритые, рваных фуфайках. Эти высокие, армейскими ремнями подпоясаны, косая сажень в плечах, слева в темноте за кустами притаились. Я прислушался. Ага, точно пятеро. И слева четверо. Итого тринадцать человек и все на меня одного. Так что там с ломтем? Спросил я. Почему не он, а ты пришёл? Кончился ломать. Теперь и я, смотрящий у западных. Ответил копыта и первый раз с начала встречи глянул у меня в глаза. А ведь не всё так просто, копыта. Не за так Киров поставил тебя на этот пост. Ему мало было того, что именно ты упокоил бывшего смотрящего. Ему нужно было тайно ломти. Каким образом он три месяца подряд ухитрялся выполнять норму по артефактам, несмотря на то, что подполковник дважды её подминал? Бродяги в западном лагере гибли на зоне не реже, чем в восточном или, скажем, в северном. Текучка была та ещё, и никаких особо удачливых счастливчиков не наблюдалось. Откуда же тогда такая стабильность? Киров пытался выяснить это у самого ломтия, но тот темнил или делал вид, что не понимает, о чём речь. Вот тогда-то и подвернулся подполковнику бригадир по кличке Копыта, который рассказал о странном добытчике по кличке Гробовщик. Мол, живёт он в зоне вольняшка и, таская для ломтика штаны, один другого крупнее. Я увидел, как Копыта осторожно, то кланяясь, то гордо выпрямляясь, не решил, как себя держать. Входит в кабинет Кирова. Как ждёт, пока полковник закончит говорить по телефону, как рассказывает ему про меня то ли человека, то ли тварей страхолюдной, которая носит ломтию артефакты в обмен на продукты. И всё бы ничего, но сволочью казался Копыта. Чего тут удивительного? Тут почитай, кого ни возьми, за редким исключением на подонка нарвешься. Бомж ведь это в первую очередь состояние души, а затем уж тела. Всё бы ничего, повторяю, если бы не оброненное во время телефона разговора имя, Антон Охромеев по кличке Хромой. Сказано оно было в том смысле, что скандал из-за этого Хромого всё разгорается. На Западе чуть ли не каждая газета перепечатала его интервью с корреспондентом CNN. Даже в ООН внеочередное заседание назначено по поводу контрабанды артефактов из зоны и использования при их добыче рабского труда. Не обманывал, значит, грач. Вывел таки Хромого из зоны. И не просто вывел. Звездой газетных полос сделал. Долго ещё ковыряться будешь. Прервал мои мысли копыта. Это был, похоже, знак захвату. Мужики в башлатах тут же взяли меня в клещи, обходя костёр слева и справа. Те, кто прятали в темноте, затрещали сучьями у меня за спиной, отрезая отход. Я отложил рюкзак в сторону и поднялся с трухлявого, толстого бревна. Один из даровиков достал из нагрудного кармана одноразовый шприц. Да, я и так пойду, сказал я и попятился. Он ещё и говорит. Усмехнулся мордоворот. Кто у тебя спрашивать станет? Сзади навалились, схватились за руки, прикнули к земле. Один из нападавших прямо в ухо зашипел. Только дёрнись, Гадота. В раз шокера отведаешь. Другой срывающимся голосом заорал. Ну, чего стоим? Сеть, сеть давайте! Шприц уже был у самой моей шеи, когда раздался громкий детский голос. А ну, не трогайте его! Лёшек, твою мать! Ты-то куда лезешь? Додумать мысль я не успел, потому что в этот момент земля вздрогнула и полыхнула. Да как? Даже мне, уткнувшуюся носом землю, по глазам ударило. Накатило жарким воздухом, завоняло палёным. Раздались панические крики. Руки, удержавшие меня, исчезли. Дядя Немой, не двигайтесь! Снова крикнул Лёшка. Я разогнулся и щурясь огляделся. Три активированные жарки, как три гигантских бенгальских огня. Одна на месте костра, две у меня за спиной. Между ними с криками метались люди. Кое у кого горела одежда. Другие выли, закрыв глаза руками, брели куда-то, сталкивались друг с другом. Вот один слишком приблизился к аномалии. У него загорелся ботинок. С диким криком бедолага упал и начал сбивать пламя руками. Над головой с тихим жужжанием в темноту пронеслось несколько разноцветных теней. Земля снова содрогнулась. Крики усилились. Я огляделся. Копыта нигде не было видно. Сбежал, мерзавец! Один из даровиков остановился неподалеку и, часто моргая, вытирал глаза тыльной стороной ладони. Внезапно он заметил меня, полез в карман, но полностью достать пистолет не успел. Возникший у него под ногами трамплин запустил несостоявшегося убийцу в ночное небо. Я поднялся на ноги и попятился в тень от куста шиповника. Сзади подошел Лешка. Он был бледен. Руки его то сжимались, кулаки то разжимались, будто он вот-вот бросится в драку. «Хватит, Лешка!» Сказал я ему. «Успокойся!» «Мы победили!» «Побереги силы!» «Скоты!» Сквозь зубы сказал он. «Грязные скоты!» «Дядя, не вы знаете, зачем они хотели его схватить?» Я молча пожал плечами. «Какая разница?» Ключила из меня собирались набить. Или хотели приучить таскать артефакты, как мартышку, бананы. Итог все равно один. Теперь в западный лагерь мне хода не было. «Вот этот!» Мальчик показал пальцем на одного в армейском бушлате с погонами сержанта. Он стоял на четвереньках и слепо шарил вокруг себя рукой. «Ему за вас командир пообещал голую женщину. Он все время, пока сюда шел, вспоминал, как раздевал младшую сестру дома. Раздевал и...» Лешку передернуло. «Не надо!» Сказал я, но мальчик упрямо продолжил, показывая на здоровяка, который наткнулся на дерево и теперь держался за него, тихонько подвывая. Бушлат его дымился на спине. «Этот, когда хотел вам укол сделать, все жалел, что шприца простое снотворное. Он как-то отравил собаку у соседа по даче. Два часа смотрел на дырку в заборе, как она мучилась. Думал, с человеком еще интереснее будет. Вон тот ткнул Лешка куда-то в темноту. Тащил сеть и думал, что прежде чем вас Кирова доставить, надо бы ногами потоптать. Очень он любит, когда со всего размаху лежащим, особенно по лицу. Вот так. Кому чтение мыслей дар, а кому проклятие. Парнишку трясло. Я понял, что еще немного, и у него начнется истерика, и что после этого он всех здесь поубивает. И чем только Генка думал, когда обучал своего друга этим штукам, я обхватил Лешку и прижал к себе. «Успокойся, малыш. Не надо делать того, о чем пожалеешь». «Гады!» Стонал мальчик. «Зачем они живут? Зачем мне жить с ними?» Не надо было брать его с собой. Расслабился. Думал, как всегда, вяло поторгуемся, осторожно прощупаем друг дружку насчет новостей, покурим, выпьем по стаканчику коньяка. В последнее время Ломать пристрастился к этому напитку. Да и разойдемся каждый в свою сторону. Потом, когда Лешка пристал, «Дядя Немой, ну пожалуйста, можно я с вами? Я помогать вам буду. А то вы вон сколько пользы нам приносите». Я недолго колебался. Леська, правда, не хотела его отпускать. Почувствовала что-то. Сколько раз Лешка до темноты с Генкой где-то шлялся. И ничего. А тут уперлась. Еле уговорил ее братец названный. «И я, мальчика, это последнее, что мне сейчас хотелось». А я еще крепче обнял Лешку, и тот уткнулся мне куда-то вбок. Захлюпал. «Ну, скоты, ну, сволочи», сказал я. «Где же их взять, честных, добрых, справедливых?» «Приходится жить с тем, что есть». Лешка, застеснявшись, отстранился, вытер слезы. «Ты лучше думай, что дальше с ними делать?» Я кивнул на бывшую группу захвата, пытаясь переключить его внимание на новую проблему. «Разбредутся ведь?» А тут в округе аномалии да ты еще пораскидывал. «Так я могу снять!» Стрепенулся мальчик. «Ну вот, уже лучше. И ведь всего минуту назад слезы ручьем лил». «Ага!» усмехнулся я. «И ковровую дорожку им, чтоб мягче шагалась? Ты бы поменьше свои умения перед ними светил». «Итак, теперь разговоры пойдут, что там у гробовщика за пацан объявился. Глядишь, еще и за тобой охота начнется». «Так а что тогда делать?» растерялся Лешка. «Забирай продукты». Я указал ему на рюкзак. «И иди к повозке, я сам тут разберусь». Мальчик нерешительно топтался на месте. «Да не бойся ты!» улыбнулся я ему. «Больше я им руки не дамся». Лешка вздохнул и ушел в темноту, сгибаясь под тяжестью рюкзака, который он повесил на плечи. А я вышел на свет ближайшей жарки и громко крикнул. «Всем слушать меня!» Слепые обернулись на голос, зрячие прищурились, глядя на мою фигуру. «Никому не двигаться!» продолжил я. «Если не хотите попасть в аномалию, не стрелять!» Перебивая меня, кто-то ревкнул из темноты. В стороне, откуда это прозвучало, началась какая-то возня. Кого-то повалили, послышалось несколько глухих ударов. Потом тот же голос продолжил. «Говори, гробовщик! Мы тебя слушаем!» «Садитесь на землю, где стоите!» продолжил я свою речь. «Утром за вами придут!» «А если нет?» После паузы спросил кто-то. Я криво усмехнулся. Дошло, наконец. «Как вам?» «Осознавать себя отработанным материалом!» А вслух сказал. «Не боись!» «Схожу в лагерь, предупрежу на посту, что живые остались!» Сказал, похромал в сторону Вильчи, но тут спину раздалось. «Так может, мы с тобой?» «Чего нам тут сидеть?» Я остановился, медленно обернулся, сказал сквозь зубы. «Вы, суки, молите Бога, что мой племяш за вас вступился!» «Если бы не он, я бы вас тут всех положил!» «Ноги отдельно, руки отдельно!» По пути попалась только одна здоровенная плешь, так что до лагеря я домчался минут за сорок. Съехал с дороги метров за триста до околицы, поставил телегу у заросли орешника, дальше заковылял пешком. Часовой сидел на лавочке у последнего дома, развалюхи с провалившейся крышей, и, не таясь, курил. Вот он затянулся, и уголёк на конце сигареты на секунду осветил его лицо. Ветер дул в мою сторону, и я почувствовал запах дешёвого табака. Я подобрался поближе, бросил в кусты слева сухую палку. Когда курильщик повернулся на шум, я тихонько сказал. «Ну, здравствуй, краб! Кто здесь?» Он вскинул пистолет, но тут же опустил. Спросил слепо щурясь темноту. «Грабовщик?» «Курим на посту?» Вопросом на вопрос ответил я, не спеша, подходя к нему. Начальство не заругает. «Фу ты, чёрт!» Краб явно обрадовался. Так и знал, что ничего у них не выйдет. «Вот Киров разозлится!» «Так ты в курсе, что сегодня на меня засаду устроили?» Спросил я, присаживаясь рядом. «А как же?» Кивнул краб. «Из наших только копыта! Тварь продажная пошёл! Остальные армейцы и зацепления!» «Видал, видал!» Кивнул я и процитировал. «Все красавцы удалые, все равные, как на подбор!» «Ага!» Засмеялся краб. «Только дядьки Черномора с ними не было! Тут твою тушку дожидается!» «Дожидается?» Переспросил я. «В доме ломти, наверное, остановился!» «А где же ещё?» Начал блок рапа, осёкся, спросил с подозрением. «Ты что задумал?» Я молчал. «Там охрана по периметру, плюс БТР у крыльца. Даже не думай к нему соваться!» «Успокойся!» Сказал я. «Не буду!» И после паузы добавил. «Если ты мне поможешь!» «Чем простой бродяга может помочь легенде зоны?» Вроде бы в шутку спросил краб. Но я видел. Он здорово нервничает. «Вызовешь его наружу?» Доложишь, что слышал со стороны, где засаду устроили, крики и пистолетные выстрелы. И как бы, между прочим, случайно светанешь ему в глаза фонариком. Было видно, что крабу очень хочется узнать про выстрелы и про судьбу тех, кто устроил мне ловушку. Но вместо этого он спросил. «Я сделаю!» «А ты в это время ему башку отстрелишь?» «Никакой стрельбы не будет!» Заверил я его и развел руки в стороны. У меня нет никакого оружия. Просто на секунду освети ему лицо и все. «Зачем?» Я молчал. «Я к тому, что Киров не девица красная, чтобы им любоваться!» Объяснил краб. «И самое логичное объяснение, что ты хочешь ему лишнюю дырку в голове проделать. А тот, кого поставят вместо Кирова, не будет долго разбираться. Светил?» «Светил!» «Ну вот теперь повиси на березе!» «Не буду бить себя коленом в грудь!» Сказал я. «Одно из двух!» «Или ты мне веришь и помогаешь?» «Я это не забуду, ты знаешь!» «Или ты меня за дешевку держишь, и мы расходимся!» «И ты это тоже не забудешь!» Продолжил за меня краб. Он отправил в темноту огурок, достал из пачки новую сигарету, подумал и положил ее обратно. «Пойдем!» Решился он, вставая со скамейки. И мы пошли. Все оказалось проще, чем боялся краб. Мы, не таясь, прошествовали по темной улице к центральной площади. Я не стал храниться в тенях. Шагал рядом, стараясь не хромать. Кто на нас обратит внимание? Честные бродяги давно спали, нежесть в кроватях после ночевок, пропавших плесенью развалюхах, или на голой земле у костра, развернувшись в дранный бушлат. А если кто и вышел до ветра, или сон плохой перекурить, с чего тревогу поднимать? Ну да, прошли двое мимо. Патруль, наверное. Или по каким своим надобностям? Мутанты плечом к ключу не ходят. По крайней мере здесь. А чужаки? Это каким идиотом нужно быть, чтобы сюда по доброй воле забраться? На подходе к крепкому дому, у которого росла раскидистая береза, служившая столбом для единственного в поселке светившего фонаря, я отстал, потом и вовсе остановился. Сел на лавочку, закурил, глядя в спину краба. А тот спешно, но не бегом преодолел площадь и начал в толковую часовому, не отводившего от него ствола автомата, чтобы тот позвал Кирова, срочно. Солдат колебался. С одной стороны, ему не хотелось никого звать. Ночь. И, кстати, разбуженное начальство вряд ли будет в духе. Да и хотелось ему, я видел, рубануть бродягу прикладом в грудь и прошипеть что-то вроде «А ну, отвали, падаль, помощная!» С другой, хоть и раньше утра везти от охотника на гробовщика не ожидалось, кто же в темноте по зоне гулять станет? Но вдруг и в самом деле случилось что-то важное и срочное. Киров тогда живьём сожрёт. Пока часовой колебался, в окне дома вспыхнул свет. Закачалась занавеска, а через пару минут на крыльцо вывалился сам полковник Киров. Всё такой же толстый и безобразный. Он застёгивал на ходу китель. «Что случилось?» – рявкнул он. «Да вот, товарищ полковник!» Часовой вытянулся и кивком головы указал на бродягу рядом. «Вас требует!» «Говорит, срочно!» Киров нахмурился, смирив краба взглядом. «Как там тебя?» «Горб, что ли?» «Краб, товарищ полковник!» «Слушаю тебя, краб!» Примерно минут десять назад слышал четыре пистолетных выстрела в направлении севера-северо-запад. Киров нахмурился, потом спросил. «Сигнал подавали?» «Или...» «Перестрелка!» Паузы между выстрелами были неодинаковые. Пожал плечами краб. «Так что больше на бой похоже!» В ходе всего разговора он нажимал на кнопку своего фонарика, трясами в полголоса чертыхаясь. Фонарик то вспыхивал на миг, то никак не реагировал на потуги моего знакомого. Киров между тем задумался. «Вот только пускай мне трупешник притащит!» Пробормотал он и махнул рукой. «Ладно!» В это время очередная вспышка фонарика ударила ему по глазам, и полковник недовольно поморщился. «Извините!» Покаянно сказал краб, поспешно отводя луч света в сторону, но мне этого хватило. Я увидел Кирова в компании какого-то человека в гражданской одежде, такого же толстого, как и полковник. Оба сидели за столом, на котором стояла бутылка коньяка, пара наполненных рюмок и большая ваза с фруктами. «Значит, я тут все наладил, организовал, а теперь меня в утиль?» Заплетающимся языком спросил Киров. Он уже был порядочно пьян. «Где они были, когда я бомжей по всей стране собирал, дессортировал? Где эти уроды сидели, пока я лагеря в один кулак под одно командование собирал? Чего ж они на мое место не метили, пока я каналы транспортировки организовывал? А теперь на все готовенькое! Скажи, Михалыч, за что они так со мной? Чем я им не угодил?» Мало материала поставлял. «Так пусть скажут, я удвою поставки, даже утрою!» Киров прервался, опрокидывая в рот рюмку коньяка. Метнул в собеседника абсолютно трезвый взгляд, но тут же отвел глаза в сторону. Тот, кого называли Михалычем, тоже выпил, поморщился, закусил большой, как слива виноградины. «Ты сам виноват», сказал он. «Утечка из зоны была?» «Была». «Ну так чего стонешь? Не было бы бардака в хозяйстве, стрелочником бы не назначили». «Скажи спасибо, что с пулей в голове не проснулся, а ты говоришь, твои заслуги не пригодились». Михалыч снял с носа очки в толстой оправе, протер стекла и снова подрузил их на нос. «В столице еще недели три помурыжат, а потом таки допустят сюда международную комиссию». Продолжил он другим тоном. «Так что времени у тебя в обрез. Почисти там у себя все тщательно». «И насколько тщательно?» Спросил Киров и разлил по новой. Его собеседник помолчал, рассматривая содержимое рюмки на свет, потом коротко ответил. «Будто и не было». Киров поперхнулся коньяком, долго кашлял багровее, после чего просипел. «Они что там, с ума сошли?» «Ну ладно, с лагерями, доходякать их не жалко. Сделаем, в общем. А вот как я рот на блокпостах позакрываю? Раскидать их по разным частям? Так это на министерство выходить надо, на Музыченко нельзя». Покачал головой его собеседник. «Кто-нибудь добр говорится?» «Мало нам хромого?» «Да и Музыченко обиделся, что ты ему не восемь, как он просил, а только четыре с половиной процента отстегивал». Сказал, мол, пусть выкручивается сам. «Сам!» Буркнул Киров. «Будто я тогда что-то решал!» «Кто решал, я и без тебя знаю». Ну, озвучил цифру ты. Киров закурил сигарету, глубоко затянулся, попытался выдохнуть колечко дыма. Не получилось. Пробарабанил толстыми пальцами по столешнице. «И как же мне быть?» Не выдержал он, наконец. «Вот что бы ты без меня делал?» усмехнулся Михалыч. «Ладно. Сведу тебя с человеком, который поможет тебе решить эту проблему. Про Щеглова слыхал?» «Как не слыхать?» «Сидит под реактором, как паук. С той разницей, что паук всякую мерзость изничтожает, а Щеглов наоборот, плодит да наружу выпускает. У меня добрая половина потерь по вине его зверушек. Я как-то, когда еще только с южным лагерем командовал, пытался на него выйти, скоординировать действия, то все, так еще только думал, как половче это сделать. А меня уже начальство на ковер вызывало. Да с порога и двери не успел закрыть матом в три этажа. Мол, какого ты не в свои дела лезешь? Там секретность, 4 икса. Знаешь, сколько проживешь, если не успокоишься? Вот с тех пор я хозяйство Щеглова стороной обхожу. Ой, Ли! Хохотнул Михалыч. Вот как на духу! Киров для убедительности приложил ладонь к груди. Врал, естественно. В 17 человек он отправил на верную смерть, пытаясь разнюхать, что же происходит в районе ректора. Ладно. Махнул рукой Михалыч. Это все дела прошлые. Нынче Щеглов сам с тобой свяжется. Это с какого перепугу? Вот именно, с перепугу. Собеседник Кирова отставил рюмку в сторону, откинулся в кресле и ослабил галстук на жирной шее. Про попытку Пуча в курсе? Полковник кивнул. Он подобрался, чувствуя, что разговор переходит к сути. Взгляд его утратил хмельную расфокусированность. Стал снова четким и ясным. Помимо всего, Пучисты пытались и Щеглова на свою сторону переманить. Представляешь, чего могли его зверушки той ночью в столице натворить? Он, правда, отказался, но внимание на себя обратил. И вдруг оказалось, что его толком никто последние годы не контролировал. Как так? Удивился Киров. А кто ж тогда финансирование ему выделял? На деле под грифом 4X деньги дают в первую очередь и без каких-либо вопросов. Подробности же знает единицы. Не знаю точно, как получилось, но каждый из имеющих допуск думал, что курирует эту тему другой. Но не в этом суть. Важно то, что теперь создано что-то вроде ревизионной группы, которая должна в той конторе каждый угол обнюхать, вынести постановление о целесообразности и так далее. Вот Чеглов и хочет к их приезду провести что-то вроде демонстрации или полевых учений. Ему твоя ситуация как нельзя кстати. Полковник задумался. А спишем потом как? Спросил он после паузы. Зона? Развел руками Михалыч. Массовое помешательство погнало местную погонь на блокпосты. Или может излучение какое неизвестное. Очкарики сами придумают без нас. А что будет, если это как ты ее называешь погонь не остановится и дальше попрет? Тебе что за печаль? За это уже нет и Ощеглов отвечать будет. Правда он заверяет, что зверушки у него ручные. С полуслова его слушаются. Надо будет подстраховаться. Задумчиво сказал Киров. На каждой точке подобрать по надежному человечку. Или по паре. Чтобы они потом, когда твари уйдут, проконтролировали блокпосты на предмет сотых. Вот за что я тебя уважаю. Так это за умение держать удар. Хлопнул его по плечу Михалыч. Другой бы на твоем месте раскис или распсиховался. А ты вон какой молочина. Уже планы строишь. Он посмотрел на часы блеснувшие золотой искрой на запястье и хлопнул себя по коленям. Засиделись мы с тобой. Михалыч поднялся из кресла и потянулся. Короче, дня через три жди в гости Щеглова. Утрясешь с ним детали, время, место, направление, ударов. С ним техники прибудут. Камеры наблюдения на столбах монтировать и в лагерях и на блокпостах. Проконтролируй, чтобы языками не трепали. Камеры-то зачем? Не понял Киров. А как проверяющим оценить пригодность подопечных Щеглова? По зоне за ними бегать? Засмеялся Михалыч. Вот он и решил для высокого начальства кино смонтировать на основе реальных боевых действий. Он протянул полковнику руку и тот встал и крепко ее пожал. Ну, будь здоров. С этими словами приятель Кирова двинулся к двери из кабинета. На все про все у тебя десять дней. Так что не тяни. Говорил он на ходу, поправляя галстук на шее. Киров шел следом, не решая задать главный вопрос. Михалыч. Наконец набрался он храбрости. А что потом? Со мной что потом? Его приятель остановился, медленно обернулся. От тебя зависит, сказал жестко он. Если все исполнишь, будешь жить, обещаю. Если обгадишься, кому-то придется за все ответить. Вот и отдадим тогда Тревальяну твою голову на блюде. Он давно на тебя зуб точит. Еще с тех пор, как ты его в тендере на разработку ПДА прокинул. Да разве же это я тогда по тендеру решал? Возмутился Керов. Это я знаю, кто решал. Перебил его Михалыч. А вот Тревальяну об этом знать не обязательно. Короче, тебе все понятно? Передай там, что я крепко постараюсь. Пообещал полковник. Постарайся, постарайся, дорогой, сказал Михалыч и вышел, закрыв за собой дверь. «И что там было дальше?» спросил Кораблев. «А что могло быть?» пожал я плечами. «Я ушел, они остались». Вечерело. Мы сидели на дебаркадре, свесив по традиции ноги за борт. Уголек окурка опасно подобрался к пальцам. Я бросил его в воду. «Знаешь что, переселяйся пока ко мне, временно», сказал ученый. «Это я к тому, что эти твари, прежде чем до западного лагеря доберутся, в общем, мимо твоей деревеньки не пройдут, а там дети. Чем отбиваться, думаешь?» «Меня не минует, а тебя значит пожалеют?» ученый усмехнулся. «Помнишь артефакт у меня на втором этаже? Я с ним немного повозился? Короче, если его правильно настроить, то дебаркадр со всем его содержимым становится как бы призрачным. Мало того, что невидимым, так даже если наткнешься, насквозь пройдешь и ничего не почувствуешь. Я назвал эту штуку «летучий голландец». «Красиво?» Так что на время всех этих петрубаций лучше этого места он похлопал по деревянной палубе. «Во всей зоне не сыщешь?» «Мы-то отсидимся», сказал я. Кораблев долго смотрел на меня, потом сказал «Задачка на воображение. Представь себе, что ты кот. Живешь в году эдак в 1943 и вот как занесла тебя кошачья доля на территорию концлагеря возле города, что раньше назывался Освенцин, а ныне переименован Ваушвиц. Смог бы ты, кот, жить как прежде, как ни в чем не бывало, если бы прогулялся по дорожкам этого лагеря? «Я бы ничего не понял», сказал я. «А если бы и понял», усмехнулся ученый. «Ладно, упростим задачу». «Время и место тоже, но ты не кот, ты комар. Как с твоей комариной точки зрения, есть ли разница, у кого пить кровь у начальника лагеря или у заключенного из очереди в газовую камеру? «Я не кот, я не кот и не комар! Я...» крикнул я и закашлялся. Кораблев тут же саданул меня ладонью по спине и продолжил. «Человек? Уверен?» «Я бы даже за себя не поручился, а за тебя и подавно. Может хватит уже врать самому себе? Ты же цепляешься за прошлое, потому что боишься принять очевидное». «Нет, уговариваешь ты себя. Все перемены это только внешне. Под оболочкой я остался тем, кем был, прежним. И даже доказательства себе выдумываешь. К примеру, такое. Раз я чувствую, как человек, значит, я он и есть. И вот тебе уже кажется, что ты жалеешь тех бедолаг в лагере. А еще тебе хочется, чтобы о твоей жалости узнали те, кого ты жалеешь. Как в той песне «Пожалей меня, потому что я тебя, потом вместе мы пожалеемся». И ведь сам же прекрасно понимаешь, что жизнь не песня, и что в ответ на твою слабость, а жалость одна из самых поганых человеческих слабостей, никто тебя не пощадит. А уж за человека тебя считать и подавно никто не станет. Что-то сигарета у Кораблева. Не успел прикурить, а как вот уже. Руке маленький окурок. Новый бычок полетел в воду. «А знаешь что?» усмехнулся ученый. «Не жалей, в общем. Жалей персонально. Возьмем, к примеру, у Кирова. Как несправедливо с нашим полковником обошлись. Он все так распрекрасно устроил, а теперь его крайним сделали». На устах Кораблева была ироничная улыбка. «Да при чем здесь Киров?» устало, сказал я. В голове было пусто и безнадежно. «А, так ты про солдат с блокпоста или, может, про бродяг из лагеря?» продолжил тем же тоном болотный доктор. «В копыто тоже бродяга, тоже из лагеря, и таких, как он, там полно. Их ты тоже будешь жалить?» Я молча прикурил новую сигарету. «Ну-ну, давай, только оборачиваться при этом не забывай. Вполне вместо благодарности может по кумполу прилететь, а потом еще ищегло в лабораторию попадут за пару бутылок водки». «Если делать что-то ради будущей благодарности, лучше даже не начинать», наконец, сказал я. «Вот ты увечанных до больных лечишь ради благодарности». «Я другое дело», наступился ученый, но я прервал его вопросом. «Ты уверен, что щеглов меня купит?» «Чего?» растерялся кораблев, сбитый с толку неожиданным вопросом. Почесал затылок, забармотал неуверенно. «Сам прикинь, щеглов занимается выведением бойцовых пород на основе генома человека. Представь теперь, каких монстров он настрогает, если тебя распотрошит?» «Да что, щеглов! За тебя любой мутагенетик годовое финансирование отдаст в легкую? Ты же ходячая нобелевка!» Он осекся, глянул из-под нахмуренных бровей. «Только без обид». «Да ладно», отмахнулся я. «А ты со щегловым как? Пересекался?» «Давно», буркнул кораблев. «И он вряд ли меня запомнил». «А есть у него что-то, чтобы тебе позарез нужно было?» «В смысле?» «Ну, какой-нибудь прибор, за который ты пяток пальцев себе очекренишь в легкую». «Положим, пиросеквентр мне бы не помешал». Снова почесал в затылке ученый. «А ты что задумал?» Вот тогда то и прозвучало. «Их надо остановить!» Сказано это было именно так. Каждое слово в отдельности. Глупо, согласен. Такой пафос к лицу разве что пятикласснику. Ботанут с какого-то перепуга начитавшемуся Дюма. Кораблев помнится тогда аж захрюкал от смеха. «Ван Дам, твою мать! Слай Сталлоне! Ты себя в зеркало давно видел, герой боевика? Как ты внутрь попасть собираешься с боем? Или в стелс войдешь ака ниндзя хромоногая? Это же объект четвертого уровня секретности! Кто говорит десять этажей под землей, а кто и того «Меня проведут! Вот продашь меня Щеглову в обмен на свою пиро... Ай, как там его? Меня под белые рученьки в лабораторию и доставят». Какое-то время Кораблев изучал мое лицо, потом махнул рукой. «Ладно, положим, попадешь ты внутрь, а дальше...» «Не твоя забота», сказал я. «Ты главное осторгуйся». Вот с торгом чуть и вышла заковывка. Дважды болотный доктор через знакомых на интере договаривался о встрече со Щегловым. И дважды она срывалась. Первый раз Кораблев увидел отблеск оптического прицела на крыше одной из пяти этажек недалеко от оговоренного места и благоразумно повернул моих лошадок обратно. Второй раз в лаборатории произошла какая-то авария и было не до него. Время поджимало. Я начал было нервничать. Сколько еще осталось дней до начала полевых испытаний. Два, три. Не думаю, что тогда Щегловым будет до какого-то там мутанта. Но на третий раз встреча все-таки состоялась. Там-то в небольшой рощице в Украине Припяти и наговорились о моей протаже. А в результате я связанный по руками ногам трясся в телеге, который правил болотный доктор. Ух ты, какие лошадки! Где-то я уже слышал этот голос. Брррр, холера! А это уже мой возница. Эк у него грузно получилось. Повозка резко затормозила. Похоже, приехали. Я завозился, пытаясь приподняться. Надоело лежа на спине созерстать облака в просветах верхушек сосен. Принимайте груз! Услышал я равнодушный голос Кораблева. Как он нервничал, когда мы нынче утром обговаривали последние детали. А гляди же ты, держится! Не успел я опомниться, как в меня вцепилось несколько рук. Я был рывком посажен и без паузы стащен с телеги и поставлен на ноги. Я огляделся. У телеги стоял, поправляя упряжь на здоровяке кораблев. А рядом БА! Знакомые лица! Топтались трое камуфляжных. Баркас, Гога, Дюшес. Все трое из моего памятного сна про расстрел у болотной топии. Смотрят с любопытством. Ну да, для них это наша первая встреча. Знатная зверюга! Хохотнул Гога. Это он про меня. Идите хоть сможет! Неохота такого Барова на спине оболочь! Вопрос был адресован кораблеву. Сможет, только медленно и недалеко. Ответил тот и пояснил. У него одна нога короче другой. Баркас молча сплюнул. Дюшес поморщился. Могу подбросить, сказал кораблев, кивая на подводу. Только помогите загрузиться. Только теперь я увидел у недалекой сосны уложенные друг на дружку пять прямоугольных ящиков защитного зеленого цвета. Сам загрузишь, грубо сказал Дюшес. Гога ножом разрезал веревки на моих ногах. На руках же, связанных за спиной, затянул потуже. Потом толкнул в спину. Топай, комбикорм! Я послушно захромал по тропинке. Камуфляжные двинулись сленом. В просветах между деревьями были видны контуры пятиэтажек. Сзади скрипела телега, в которую кораблю всопяя и чертыхаясь грузил тяжелые ящики. Проход по мертвому городу занял около часа. Ну, что сказать о впечатлениях. Серые, почти руины, выбитые стекла, мусор. Изо всех трещин в асфальте и щелей, ниш, кусты, молодые деревья и жесткая, как щетина алкаша трава. Сопровождающие мои шли молча. Двое дюшесы баркас по бокам, гога замыкающие. Шли по вешкам, поэтому никто особо не нервничал. Две спящие жарки и огромная колючая лужа были пройдены, будто их и не было. В нужный момент меня просто брали за шиворот и толчком задавали новое направление. Я немного забеспокоился, когда из-за угла того, что раньше было гастрономом, выплыла блуждающая карусель. Но приборчики ПДА на запястьях конвоиров дружного запили, и мы сдали назад, пережидая опасность. Неожиданно городские постройки кончились. На небольшом пятачке у шлагбаума я увидел здоровенный крест. Ух ты! Неужели и сюда занесло легендарного пахома таймырского? Дорога, то грунтовка, заросшая травой, то пласты метров по 200 нетронутого асфальта тянулась и тянулась уводя от Припяти. И чем дальше, тем сильнее я хромал, отвык от пеших прогулок. Когда впереди показался перекресток, я взмолился. Граждане конвоиры, давайте передохнем хоть полчаса, а то не дойду. Я ждал пинка в спину, но, видимо, камуфляжным были даны соответствующие инструкции. Услышав мои слова, они переглянулись, после чего усадили меня на землю спиной к толстой сосне слады. Они явно чего-то от меня ждали, но чего? Блин, я даже затылком приложился по сосне, ну, конечно, меня поймали, спеленали и ведут неведомо куда, а я такой иду на поводке и не сбежать не пытаюсь, ни даже выяснить, куда и зачем ведут. Тем более, что говорить, как только что выяснилось, я умею. Граждане конвоиры, сказал я, можно задать вопрос? А что, если я по пути от вас сбегу? Никто не ответил, но тогда продолжим. А я вам за это укажу место, где артефактов видимо-невидимо. Там тебе колючка и болотный огонек и гоголь-моголь. Я бормотал и бормотал, перечисляя все, какие знают чудеса зоны. Наконец Гоголь нехотя встал, подошел, сунул под наскарту местности. Показывай. Слинцой бросил он. Что это? Что карта? Я это не понимаю. Я только показать могу, сказал я и махнул рукой наугад. Вон туда идти надо. Далеко? Спросил Гога скучнее, но уточнил. Долго идти? Не. Я замотал головой, потом посмотрел на солнце, которое стояло в зените. К утру дойдете? Гога посмотрел на Дюшеса. Тот сплюнул и отвернулся. Это если без меня? А со мной только к завтрашнему вечеру. Сказал я и снова попросил. Отпустите меня, я вам все приметы расскажу, все аномалии. Ты лучше скажи, как тебе удалось таких зверюг в упряжку запречь? Спросил Гога. Лениво спросил и равнодушно, с таким расчетом, что если отвечу хорошо, а нет, так и не очень-то и хотелось. Это не зверюги, начал урать я. Это напарники мои. Камар и Жора речица. Про реинкарнацию слышали? Им еще повезло, а вот что зона из тебя сотворит, если ты меня не отпустишь? А что с вами бродяги местные сделают, если узнают, что вы меня обидели? Вам же шагу в зоне ступить не дадут? Баркас только криво усмехнулся на мою тираду. Девшес вообще меня не слышал, Кемарил это как? Попытался уточнить я. А так не будет скоро в зоне никаких бродяг. И кто ж тогда будет? Будут вольные сталкеры. Добровольцы что ли? Это ж где столько дураков найдут готовых ни за что жизнью рисковать. Почему ни за что? Если нормальную цену будут за артефакты давать, желающие найдутся. Ох Гога, что ты языком растрепался. Подал голос душес. Так он же никому не расскажет. Хохотнул Гога и мне. Не расскажешь ведь правда? Я машинально кивнул. День простоять до ночь продержаться это получается завтра утром. Если сказано было не для красного словца то погано. Времени совсем не осталось. С перекрестком мы двинулись влево. У кого-то предприятие обнесенное ржавой железной сеткой минули целую вешки и тут не подкачали поэтому прошли не задерживаясь. Потом справа потянулся молодой сосудник с деревьями чуть выше человеческого роста. Все они были будто в вату замотаны паутины. Здесь мои сопровождающие слегка занервничали ускорились пихая меня в спину. Пару раз мне показалось что несколько деревьев дрогнули будто двигалось что-то или кто-то там внутри в этой паутине и двигалось к дороге к нам. Еще через полчаса нам встретилась здоровенная жарка внутри которой полыхала не переставая электро. То ли от температуры то ли была она такой от своей невероятной природы. Молнии внутри пламени были бордовые и ослепительно дорезив в глазах яркие. И это днем при свете солнца. А каково здесь ночью? Временами я начинал конючить чтобы меня отпустили. Но на мои слова никто не реагировал. Только однажды когда я немного замедлил шаги Гога безлобно снул меня кулаком в спину. Не тормози! Снова то грунтовка то будто только что положенный асфальт. Групкие деревья по обочинам. К ним все чаще стали добавляться столбы и мачты лэб. Пустые лес с обрывками проводов обвисшими до земли. Они выглядели такими заброшенными такими жалкими. Дорога снова повернула и вдали справа показался еще один забор бетонный метра два высотой со спиралью колючей проволоки поверх. Над ним возвышался огромный ангар будто какой-то великан весельчак закопал здесь до половины здоровенную цистерну. Чуть подальше прореха в заборе виднелся домик КПП с полосатым шлагбаумом. Послышалось негромкое жужжание. Я поискал глазами источник и на ближайшем столбе увидел видеокамеру. Рабочая что ли? Здесь в сердце так сказать зоны? Они что меняют ее после каждого выброса? Вообще-то я ожидал увидеть что-то посолиднее одинокой видеокамеры. Четыре икса секретности объект как-никак. Не удивлюсь что на том конце сидит старенький вахтер и зевая рассматривает нас на маленьком черно-белом мониторе. А в соседней комнате режется в домино группа быстрого реагирования. Четыре сидящих и слегка оплывших контрактника с толстым прапорщиком во голове. На этих размышлениях меня остановили. Пока варкас завязывал мне глаза какой-то тряпкой Гога прикатил откуда-то с обочины здоровенную двухколесовую тачку. Толчок в грудь и вот уже я сижу чуть ли не упираясь подбородком своей коленки. Неудобно блин. Руки и так затекли. А тут еще как смиритель на рубашке не пошевелиться. Новый толчок. Тачка покачнулась покатилась куда-то вперед. Сзади засопили Гога с баркасом. Что же вы удумали? Килограмм сто я нынче вешу. Тряхануло потемнело. Похоже заехали в какое-то помещение. Стой! Голос из динамика. Молодой уверенный. Вахтер? А можно в этот раз без сканирования сетчатки? Это Дюшес. Только же вчера утром виделись. У меня потом полчаса перед глазами мухи летали. Не ты придумал не тебе отменять. Голос динамики неумолим. Дюшес чертыхнулся. Послышалось пиканье с жужжанием. Громко щелкнул электрический замок. Раздалось тихое шипение, пол задрожал. Похоже, нам открыли дверь. Закатывайте груз в лифт. Все тот же неживой голос. А камуфляжным похоже, тут особо не доверяют. Не желают живую общаться. Тачка вместе со мной совершила недолгий переезд. Остановилась. А когда расчет? Голос Дюшеса. А я знаю. Вон телефон, звоните, спрашивайте. Кому звонить? О чем вы там договаривались? Заглушая разговор, слязгом закрылись двери. Пол потянул вниз. Нулевой четвертому. Слушай. Принимай груз. По особому протоколу. Да. Принимаю. Эмоции уговоривших было меньше, чем у кофемолки. Я пошевелился. Может удастся выбраться? Какое там? Пол дернуло. Двери тихим скрипом распахнулись. Запахло хлоркой какой-то плесенью. Пауза. Изучают наверное мою тушку на предмет опасности. А в руках дубинка электрошокер как минимум. Наконец шаги. Кто-то ухватился за ручку тачки. Крякнул. Меня качнуло и выкатил ее из лифта. Я почувствовал на себе взгляд. Какой тяжелый. Сказано это было не мне, а просто так. В окружающее пространство. Там грузчик разговаривает с тяжелым шкафом. В отличие от шкафа я ответил. А ты меня на ноги поставь, повязку с глазними до руки развяжи. Я сам дойду. Новая пауза. Нечасто видать сюда доставляют говорящие грузы. На ноги я тебя поставлю. Наконец услышал я. Остальное тебе ни к чему. Надо было бы обрадоваться завязавшимся диалогу, но когда? Тачка кувыркнулась на бок. Я оказался на полу. Завозился, пытаясь толкнули в спину. Вперед! Вперед так вперед. Куда деваться? Судя по звукам шли мы по коридору. Лязг железа, скрип, камера или клетка. Ну хоть здесь руки развяжи затекли. Совсем не чувствую. Конвоир зашел следом. Снова толкнул в спину. А тут совсем узко. Всего-то полшага в сторону и лбом об стену. Хорошо тогда искра из глаз. Значит камера. запястье охватил браслет. Наручники заватился с веревками. Вроде как режет. Ты когда нож точил, дядя? Справился наконец. Хлопнула дверь за спиной. Я стянул непослушными руками повязку с глаз. На левом запястье наручник соединенный короткой цепочкой с другим, защелкнутым вокруг толстой трубы над кроватью, пристегнутой в свою очередь к стене. Огляделся. Камера узкая метра полтора шириной. Под потолком лампа ват сорок не более. Ну да ладно. Мне тут не книжки читать. Параши нет. Значит я тут ненадолго. Отстегнул кровать. Сел. Что теперь? То, что я задумал, было дорогой в один конец. И я никогда бы не решился на эту авантюру, если бы не Генка. Он появился как всегда под вечер на другой день после моего похода в гости к Кирову. Я как раз курил после ужина. Сидел на лавочке возле нашего дома. Пускал дым в темнеющее небо. Генка примастился справа. Фонарь свой со стеклом кое-как склеенным скотчем поставил на землю рядом. Все спросить хочу, сказал я. Зачем ты этот фонарь с собой таскаешь? Ищу человека. Серьезно ответил мальчик. Здесь? Генка промолчал. Знаешь уже, что наши отцы командиры задумали? Задал я новый вопрос. Как не знать? Генка смотрел перед собой, качая босой ногой в сандалике. На коленке у него краснела свежая царапина. И вдруг прошептал с тоской. Когда вы уже своей кровью захлебнетесь? Начинается. Зло пробормотал я. Сейчас снова заведешь свою шарманку про то, какие мы люди сволочи подлецы, что сваливаем вину друг на друга, начальники на подчиненных, подчиненные на начальников, а по сути являемся одними тем же дерьмом. Только может обойдемся на этот раз без моралитета? Повысил я голос. Сколько ты уже здесь обитаешь? Год? Два? И до сих пор не привык? Ну да, вот такие мы люди. Я за эти несколько месяцев такого навидался, что сам могу тебе рассказать, насколько род человечески пакостное явление. Но тут два варианта. Можешь здесь быть, будь, не можешь? Катись к той самой матери. Чего это я так на него взревелся? Нервы, нервы, навалилось все. Ты чего раскричался? Орет он. Это ты перед другими деловит, будто только что понял, будто раньше и не догадывался, что все это? Пацан махнул рукой за спину на дом со светящимся окошком. Временно. А что не временно, то отсрочка. Или ты всерьез думал, что все устаканилось, и ты еще долго сможешь колесить по здешним дорогам? Ну так спешу тебя удивить. В зоне ничего не бывает постоянного. И Лешка с Олеськой, детки из клетки, ты думаешь, что они до старости здесь доживут? Рано или поздно им придется нырнуть в тот омут реальности, из которого их выбросило. И хорошо бы это произошло, пока внешний мир осторожничает, ползает вокруг зоны да облизывается, а вот однажды как хлынет внутрь, да как начнет перестраивать все под себя. Вот тогда здесь станет совсем худо. Эти учения, про которые договорился Киров с Михалычем, возможно и станут той каплей, которая прорвет плотину и сюда такое попрет, так что спрятать детей, то, о чем ты собираешься меня попросить не выход, в этот раз я их спрячу, а потом. Вы чего тут раскричались на ночь глядя? спросил Лёшка, выглядывая из калитки. Ругаетесь что ли? Да так громко, что Олеська в доме услышала, меня послала вас разнимать. Ничего мы не ругаемся, смутился Генка, это мы так. Ты иди, Лёшка, нам поговорить надо. Мальчик обиженно шмыгнул носом, нерешительно спросил. Ты ночевать останешься? Сегодня никак. Развел руками Генка, может завтра. Лёшка потоптался ещё немного и ушёл обратно в дом. И что ты предлагаешь? Спросил я, понизив голос. В детдом их вернуть. Ты это называешь выходом? Генка ответил не сразу, шморгл носом, пнул слегка свой многострадальный фонарь. Я могу увезти их. Совсем. Наконец сказал он. Туда, где они будут счастливы. А как же зона? Я как-то даже растерялся. Ты же Лёшку специально натаскивал, чтобы он за ней присматривал, когда ты уйдёшь. Всё поменялось. Погрустнил мальчик. Ваши идиоты учёные обратили таки на себя внимание. Он потрогал царапину на коленке, пожал плечами. Не знаю, как назвать. Короче, один из вероятностных сценариев того, что может произойти в зоне, очень не понравился кое-кому. Так что в ближайшее время сюда прибудет мой, как бы это сказать. Но пускай брат. Я помолчал, потом глял на пацана из подлобья. А они пойдут с тобой? Если ты не отговоришь, пойдут. А раньше ты их увезти не мог? Генка помотал головой. Раньше умники из лаборатории, что под реактором, буравили мелкие дырки в пространстве. Теперь они додумались, как открыть дверь. Идиоты! Это их счастье, что за ней будет стоять мой брат, а не еще кто-нибудь. Вот тогда мы и обменяемся. Он войдет сюда, а мы я, Алешка и Леся туда. А я, хотел спросить я, но не стал. Тебя не пропустят. Обидно. Чем же я так пришелся не ко двору? Я глубоко вздохнул, сплюнул, не стал выяснять причины. Спросил будничным тоном. Когда отправляетесь? Спасибо. После паузы сказал Генго. Мне не нужна была его благодарность. Я молча ждал ответа. Сигналом будет следующий выброс, пожал плечами пацан. Представляешь, сколько энергии нужно на открытие двери? Тут такое светопредставление начнется. Всем выбросам выброс. Вот закончится, мы и двинем. А как же атака на блокпосты и лагеря бродяг? Заволновался я. Получится с ними разминуться? Ты не понял, улыбнулся Генго. Это же будет не обычная дверь, а дверь. В нее можно из любой точки зоны пройти, если знать как. И кроме того, после выброса пройдет не меньше часа, прежде чем начнутся эти учения. Раньше никак не получится. Там такие остаточные эффекты будут. Ни связь, ни системы, ни привязки к местности, ни даже простейшие компасы работать не смогут. Камеры наблюдения, опять же, хоть они защищены, но протестировать после такого светопредставления надо будет. Так что не переживай, у нас будет время. Тем более я уже сказал и ходить никуда не придется. Час после выброса, повторил я. Час скорби и доблести. Не врали стало быть легенды. Знал бы ты, кто эти легенды сочинял и кем они утверждались не удивлялся бы, сказал мальчик. Он встал со скамейки и потянулся поднял фонарь. Стемнело. В траве тренькал сверчок. Над головой пары раз промелькнула маленькая летучая мышь. Лёшка её почти приручил. Кормил её лепёшками смеси мёда и муки. Дрессировал прилетать на неслышный свист, от которого у меня начинало закладывать уши. Сколько у нас времени? Спросил я. Хотя бы примерно. Неделя, сказал Генка. Максимум дней девять-десять. Так что если есть какие-то незаконченные дела, заканчивай. кто-то зовут? Спросил я ему вслед. А то глядишь пересечёмся, чтобы знать хоть с чего разговор начать. Насчёт пересекаться не советую. Со смешком ответила темнота. А зовут его Монолит. Мои воспоминания прервал лес к железной двери. Я приподнялся на кровати. Ух ты, чёрт! Я оказывается сидя задремал. И сколько я проспал! В дверях стоял двухметровый детина в костюме химзащиты. Противогаз, накидка с капюшоном, прорезиненные штаны, рукавицы. Всё чин-чинарём. В руках он держал короткую резиновую дубинку, усеянную острыми блестящими шипами. На ручке красовалась большая тёмная кнопка. Детина демонстративно нажал на неё. Между шипами с треском проскочили мелкие молнии. Запахло озоном. Палка, палка, бей, не жалко. Пробормотал я неизвестно откуда вспомнившуюся фразу. Потом обратился к конвоиру. Ты, служивый, не горячись. Сперва скажи, чего ты от меня хочешь. Вдруг я и так всё выполню и бить меня не придётся. Кто-то кинул мне сквозь стёкла взглядом водянистых глаз и глухо буркнул. Стеня лицом, руки за спину. После того, как я выполнил эти указания, он снял наручник с моего запястья. Вместо него сцепил мне руки за спиной пластиковым шнурком с захватом. Затем детина выволок меня из камеры. Усадил уже в знакомую тачку и без усилий повёз по коридору к дверям лифта. Двери открылись, двери закрылись, и пол снова потянул меня вниз. Когда же лифт дрогнул, останавливаясь, и двери снова открылись, меня выкатили в полутёмное помещение с толстыми стеклянными колоннами, внутри которых струились и переливались, но не спешивались разноцветные жидкости. Тут же беспарадно вывалили из тачки, поставили на ноги, одним взмахом ножа освободили руки. После чего двери лифта закрылись, я обернулся на звуки «Что дальше?» «А вот и наш чудо-мутант!» раздался голос, искажённый динамиком. «Ну что ты вертишь головой? Динамик под потолком. Во-первых, я знаю, что ты пришёл сюда убить Щеглова. Это, кстати, я. И тут ты опоздал. Я уже семь месяцев как мёртв. Нынче моё сознание разбросано и продублировано на 45 серверах, которые раскиданы по всем этажам лабораторий. Чтобы вывести меня из строя, нужно найти и уничтожить минимум 31 из них. А это, поверь, практически невозможно, потому как даже я не имею доступ на 7, 9 и 16 этаж. Плюс сигнализация, плюс ловушки и плюс новейшие системы защиты. Я совсем недавно проверял, всё работает. Так что ничего у тебя по первому пункту не выйдет. Во-вторых, я знаю, что ты пришёл сюда предотвратить то, что у нас называется учение в условиях, приближённых к боевым. И здесь ты тоже опоздал. Они уже на позициях. Не думал же ты, комиссия будет дожидаться, пока мои ребятишки совершат марш-бросок через сезону. Это же долго. Аномалии и прочая мерзость не всегда по прямой пройдёшь. Сколько им плутать пришлось бы. Что бы такого не случилось, мы их уже два дня как вывезли за пределы зоны. И, блин, как не береглись, а американцы уже прислали возмущённый запрос. Что, мол, за движение вокруг зоны и спутниковую фотографию, две колонны по 40 грузовиков. Ну, да, это не важно. А важно и то, что и здесь ты в пролёте. Возможно, есть ещё и в третьих. Об этом я не уверен, потому что это уже наивность, граничащая с глупостью. Ты в самом деле рассчитывал уничтожить всю лабораторию? Лабораторию, которая не всякий ядерный взрыв возьмёт? А он хорошо осведомлён, подумал я. Вопрос только откуда? Неужели кораблёв? Не удивляйся моей болтовне. Между тем продолжил голос из динамика. Стараюсь наговориться про запас. Когда ещё удастся побеседовать с живым человеком? Ты представляешь? Тут вообще ни одной живой души, кроме тебя. Все остальные куклы – сырьё для будущих опытов. Я им оставил пока простейшие функции, но и только. А знаешь, откуда я их набираю? Из вашего брата, из бродяг? У меня в разных местах стоят эдакие гаус-ловушки. Кто туда попадается? Тому память процентов на 80 стирает. Взамен прописывается страстное желание идти на зов. А он, естественно, приводит сюда. Не напрямую КПП. Есть штук шесть, не помню, может, больше тоннелей, по которым они добираются до спецотстойников. Дальше отсев. Это такие полосы препятствий, где проверяются физические данные, рефлексы, скорость принятия решений, ну и прочее. Брак само собой отпадает и к финишу приходит только нужный материал. Я почти его не слушал. Я глубоко вдыхал воздух, сжимал и разжимал кулаки, жмурился и широко раскрывал глаза. Готовился, в общем, решался. Жаль, последнее, что я увижу от жизни, вот эта поганая лаборатория. Да что это я все о себе, да о себе? А вдруг сказал голос, называвшийся Щегловым. Теперь твоя очередь. Давай, рассказывай, чем ты тут меня собирался успокоить. Все. Булавка с кровавой красной бусиной на конце. Та самая, подарок от Генки. Давно была зажата у меня в кулаке. Как он там говорил, сломай и выброси. Господи, как же не просто отпустить гранату, если выдернута ЧК. Что ж, пальцы так вспотели и дрожат. Никак не получается. Я плюнул на конспирацию, взялся за концы булавки двумя руками, резко надавил, зажмурившись. Щелк. Как мне показалось, оглушительно громко сломалась булавка. Стук. Стукнуло мое сердце и замерло. Я рожал пальцы, открыл глаза. Все тот же полумрак колонны со струящимися разноцветными жидкостями. Ничего не переменилось. И чего? Услышал я насмешлив голос из динамика. Ты часом ничего не перепутал? С иголкой это в другую сказку надо. Неужели Генка подсунул мне неугодный артефакт? Не может быть. Как бы в подтверждении моих мыслей, кровавая бусина на обломке булавки вспыхнула нестерпимо ярко, резко воспарила и стала вдруг расти, бешено вращаясь. Пол мелко задрожал. Подпрыгнул вверх. Одна из стеклянных колонн с хрустом лопнула. Осколки брызгами разлетелись вокруг. Я думал, что сейчас оттуда хлынет разноцветная жижа. Но внутри только искрили и дымились провода. Прямо на глазах покрывались копотью зеленые платы, утыканные микросхемами. Тряхнуло еще раз сильнее. Я чуть не упал. Недалеко в полу образовалась трещина. Сверху посыпался какой-то мусор. Мелкие камешки простучали по спине. Ты что натворил? Звыл голос в динамике. Это что такое? Это же выброс! Как? Я не слушал его. Подошел к лифту, нажал на кнопку вызова. Дохлый номер. Одна из творог перекосилась, на другой зеяло вмятина. Из щели тянулся дым. Ну что же, поищем пожарный выход. Должны же тут быть лестницы на случай оболомки лифта. Двинулся почти на ощупь. Как бы сейчас пригодилась схема эвакуации персонала, которому были увешаны этажи учреждений и которые так раздражали своей очевидностью. Тряска все усиливалась. Лопались колонны, осыпалась штукатурка. Временами от перепадов давления закладывала уши. И вот я среди всей этой катавасии ходил невредимый, упирался в тупики и завалы, и ничто меня не брало. Нет, одежда моя была вся перемазана пылью. Меня душил кашель. Глаза слезились от едкого дыма. Но в основном на мне не было ни царапины. Так продолжалось минуты две. Я уже даже стал удивляться своему невероятному везению. Но потом очередной толчок сбил меня таки с ног. Я попытался отползти к тене. Не успел. Сверху обрушилась здоровенная плита и зажала левую ногу, как в тиски. От боли у меня потемнело в глазах. Голос все продолжал и продолжал верещать что-то про выброс, который невозможен в закрытом помещении и про то, что пусть я и не надеюсь выбраться отсюда живым, и про Бога душу-мать, он то босил, то переходил в тонкий виск, снова затрясло. С грохотом просело еще одно перекрытие. Воздух окончательно превратился в смесь пыли, мелкой крошки и горького дыма. Я с трудом уже различал здоровенный огненный шар, который раньше был бутинкой на конце моей булавки, который не прекращал вращаться и расти. На зубах скрипел песок, глаза слезились, адски болела нога, еще одна плита сдавила мне грудь. Стало трудно дышать, и вдруг все кончилось. Я открыл глаза, мир замер как в кино. Кусочек щебня перестал падать и замер у моей щеки. Дым тоже застыл, будто борода старика Черномора. Меня потянули за руку, и я выскользнул из-под державших меня в плену осколков. И заскользил, заскользил в темноту. Когда же, наконец, скольжение остановилось, я оказался перед светящейся воронкой. Рядом стоял и держал меня за руку Генка. В другой руке на уровне глаз он держал свой фонарь. В первый раз я увидел его зажженным. «Снова ты меня помереть спокойно не даешь, Зара!» Хотел было выргаться я, но слова застряли в горле. Там, где свет фонаря ярко освещал Генку, мальчик был цветной и осязаемый. Там, где нет, он переходил в черно-белый цвет. Детали размывались, плыли, будто серое облако. Парень как раз шевельнулся. Повернул голову, и фонарь осветил кровь у него на виске. Кровь и небольшое отверстие. «Ты это...» Начал я, не зная, как продолжить. «Времени мало», сказал мальчик. «Лёшка поехал в лагерь, взял твою упряжку и погнал». «В лагерь? Зачем?» опешил я. «Предупредить про атаку». «Погоди!» Пытался я привести мысли в порядок. «Откуда он узнал?» «Это не важно», отмахнулся от моих вопросов Генка. «Важно, что он поехал. Я лезь-ка с ним». «Ну, конечно, она своего брата нипочем не бросит». Я схватился за голову. «Да твою ж мать!» заорал я. «А ты куда смотрел?» «Чего ты сюда припёрся? Почему их не остановил?» «Я не мог». Вдруг расплакался Генка. «Меня снайпер убил». «Какой снайпер?» опешил я. «Как убил?» Мальчик посмотрел мне в глаза и я сам всё увидел. Вот Олеся. Стоит у окна такая грустная и такая красивая. Она думает, что это последний пейзаж на земле, который она видит. Скоро грянет выброс, который придётся пережидать в подвале при свете керосиновой лампы. А после этого странный мальчик откроет дверь и проведёт их в другой мир. Нет, она не против. Они вчера всё обсудили. Но среди всех чудес, про которые рассказывал Генка, как же она будет там скучать по облакам, деревьям, цветам. Особенно по цветам. Вот Генка. Ему не терпится, чтобы поскорее всё закончилось. Смотреть на печальную Олесю, сердце разрывается. Тут он улавливает её мысли о цветах и улыбается. Решительно идёт к двери. «Ты куда?» спрашивают брат и сестра в один голос. «Всё нормально». Успокаивает их Генка. «Я сейчас вернусь». Он выходит на крыльцо, смотрит в небо, шевелит губами, вычисляя, и узнает, что до выброса девятнадцать и девять семнадцатых минут. Бегом-бегом к мосту через речку. Там слева у самой воды растут чудесные ромашки. Любимые Олескины цветы. На ходу Генка достает из кармана шорт-артефакт в форме небольшой блестящей подковы. С его помощью мальчик собирается сохранить цветы вечно свежими и цветущими. Пуля бьёт его висок, когда, не доходя до моста, мальчик сворачивает по тропинке влево. Он падает на бок, подкова катится из его рук. Минута, две, семь. Наконец, к нему подходят ноги в берцах. Одна толкает мальчика в плечо, перекатывая его на спину. Неизвестный присаживается рядом с Генкой, подбирает артефакт в поисках признаков жизни, всматривается в детское лицо. И я, наконец, узнаю имя стрелявшего. Юрий Семевский. Ему обидно. Год охраняет зону, а хоть бы что к рукам прилипло. Всё мимо него. И вот нынче из троих, отобранных самим Кировым для спецзадания, двое остались начальством водку пить, дожидаясь нужного часа. И только его отправили на эту водонапорную башню, подстраховывать, если что. А что, если что? Наплели полковнику про пацана, что аномалиями, как снежной зимой, бросается. Вот он, Юрий Семевский. С прошлого вечера до всю ночь и теперь утром за домом наблюдает. И ничего. Нет, само по себе странно всё это. Живут себе пацан с девкой, будто не зона вокруг, а обычное село. Интересно, он её того? Или ещё не Дарус? Юрий бы такой, может, ещё получится. ПДА показывал, что до выброса оставалось примерно минут 20. Вот ещё новшество. Обычно про очередной выброс оповещали примерно, типа в течение часа полутора грянет. Так что ушами не хлопать. При первых признаках галопом в убежище. А тут, видишь ты, точное время указали. Сервис. Так вот, до выброса оставалось примерно минут 20, когда из дома выбежал. Блин, а это кто ещё? Семевский присмотрелся через оптику СВД. Откуда взялся этот пацан? Таких-то мне двое, а трое. Мальчик бежал к мосту через небольшую речушку. Куда тебя чарти несут? Выброс скоро. Вдруг мальчик пошарил в карманах, и в руках у него засияла какая-то блестящая хреновина. Что это? Ничего подобного Юрий никогда не видел. Да что видел на инструктажах, которые проводились раз в неделю, ни о чём подобном не рассказывали. Неизвестный артефакт. Это ж сколько он будет стоить? Семецкий хотел было начать пуск, чтобы перехватить пацана по другую сторону моста, ну а тот свернул влево, в сторону, где далее начинался густой кустарник. Уйдёт. Винтовка будто сама собой уперлась в плечо. Прицел. Толчок. Эхо выстрела. Мальчик упал. Ох, попал. Юрий глянул на часы. Шестнадцать минут. Успею. Бросился вниз. Нельзя такую вещь оставлять на улице во время выброса. Вдруг испортится. Лихорадочно перебирал скобы лестницы и убеждал себя, что сделал всё правильно. Можно, конечно, было не убивать. Ранить в ногу, например. Но кто бы потом стал с ним возиться? Особенно сегодня, когда такое намечалось. Да и приказ, который он получил, гласил. Стрелять любого, кто попытается пересечь мост в западном направлении. И вообще, никакой это был не пацан, а мутант порождения зоны. Он спустился до конца и рысцой подбежал к мёртвому мальчику. Пнул, переворачивая на спину. Точно, готов. Поднял с земли блестящую, аж глазам больно под ковку. Бережно отёр от дорожной пыли. Достал из заплечного мешка рулон туалетной бумаги. Обмотал артефакт в несколько слоёв. Обжал, вернул всё в мешок. Глянул. Не видно было из дома, за которым он вёл наблюдение. Нет. Улица делала изгиб и мостик заслоняли другие дома. Как всё удачно получилось. Он подхватил тельце мальчика подмышки, потащил к мосту и сбросил вниз. Глухой всплеск. Вот так. Нехрен было по зоне бегать. Вытер пот с лица, глянул на часы. Ё-моё, шесть минут ходу! Семецкий захлопнул за собой толстую крышку глубокого погреба ровно за минуту до того, как снаружи началось. Зря он спешил. Откуда-то пришла уверенность, что лучше бы ему подохнуть под выбросом. А вот и Лёшка. Он в подполье. Его глаза закрыты, голова на руках у сестры. Снаружи ревет небывалый выброс. Дом скрипит, будто стонет по шквалам его гнева. Но сознание мальчика не здесь. Оно скачет по вариантам ближайшего будущего. И там сплошь крики и стоны, боль и кровь и смерть, смерть и смерть. Но что это? Мелькает вариант, в котором Лёшка видит себя. Он помогает людям в лагере отбить атаку нечисти. В тот самый отчаянный момент прилетают вертолеты миротворцев и добивают поганых мутантов ракетами и из пульмётов. Вот их с Лёшкой везут в столицу и там сам президент вручает ему награду. А вот женщина с таким знакомым лицом. Мама? Лёшка открывает глаза, рывком садится и встречается взглядом с сестричкой. А та... Он видит на грани истерики. Генка пропал с братом беда, а дядя Немой, как уехал вчера утром, так и не вернулся. И когда уходил, прощался будто навсегда. Лёшка прислушивается, снаружи тихо. «Закончился?» спрашивает он про выброс. Олеська вытирает слёзы, неуверенно пожимает плечами. Он выглядывает наружу. Тихо. Оседает взбаламученную пыль. Осторожно выбираются. «Генки нет», константирует Олеся. Лёшка пренебрежительно махает рукой. Что может в зоне случиться с Генкой? Его занимают другие мысли. «Вот что!» Наконец решает он. «Мне нужно съездить в лагерь». «Ты что, сдурел?» Тихо начинает Олеся. Но с каждым новым словом её голос звучит всё громче. «Какой лагерь?» «Нам здесь нужно быть!» «Генка вот-вот вернётся!» «Нам же через дверь надо!» «Ты не понимаешь!» Пытается объяснить мальчик. «Они ничего не знают!» «А им в спину ударят!» «Их же там всех перебьёт!» «Тридцать человек!» «Да единого!» «Примерно через час начнётся атака!» «Я успею!» «А ты меня здесь подожди!» «Если Генка появится, скажи, что я только туда и обратно!» Он идёт к двери, а девочка виснет на нём. «Не пущу!» И вдруг сама видит то, что видел брат. Кровь! Смерть!» Девочку буквально отбрасывает от него. Она бледнеет, закусывает губу. Перемотка. Движение детей ускоряется. Голоса превращаются в непонятный писк. Они размахивают руками, мечутся по комнате и говорят. Говорят. Затемнение. И вот уже повозка, запряжённая с даревиком и малым, скоро движется через мост, с которого убийца сбросил тело Генки в реку. Правит Лёшка. Рядом Олеся. Тихая, решительная. «Всё-таки какой хороший у меня брат!» Думает она. Храбрый, добрый и глупый. Она знает, что их вот-вот убьют. Знает наверняка, хоть и не может этого объяснить. «Ну и что?» Думает она. «Ну и пусть. Зато она придвигается к брату. Тихонько трётся щекой о его плечо. Лёшка оглядывается, улыбается. Подмигивает. Повозка проезжает недалеко от подвала, в котором прятался от выброса Юрий Семецкий. Крышка приоткрывается. Из-под неё показывается рука, которая скребёт землю обломанными ногтями. Кто-то неразборчиво мычит. И столько муки в этом мычании. Рывок назад. И рука исчезает в подвале. Крышка захлопывается с негромким стуком. Малой вздрагивает. Опасливо косится в сторону звука. Здоровяк только фыркает и прибавляет шагу. Последнее, что я увидел, это как повозка исчезла в лесу за мостом. На мгновение у меня всё перед глазами померкло, а потом я снова оказался в каком-то тёмном помещении. Под ногами пыль, обломки штукатурки. Почти не видны, но угадываю в темноте силуэт рухнувших бетонных плит. Между мной и свечащейся воронкой мальчик-призрак с кровавым отверстием в виске. «Но ведь ты выжил?» спросил я. «Ты же живой?» «Нет». Виновата улыбнулся Генка. «Извини, гробавщик». «Так как же тогда...» «Это...» растерялся я. Хотел шагнуть к нему ближе, но был остановлен хрёстким стой. Воронка жадно потянулась ко мне. Силуэт моего собеседника заколебался, будто дым на ветру. Потом снова обрел чёткость. «У нас мало времени», продолжил Генка на секунду, оглядываясь. «Я сейчас открою тебе ход, по которому ты доберёшься до западного лагеря. Особый такой тоннель. Всего минут пятнадцать ходу. Короче, не смогу. Так что, когда доберёшься до места, скорее всего, живых там уже не будет. Найди детей». Мальчик протянул мне овальные, похожие на морские, камешки. Два синих и два красных. «Вложишь им в руки. Синий в левую руку, красный в правую. И не перепутай. Как сделаешь, уходите оттуда. Хоть на пару километров глубже в зону. Там приём лучше. Потом свистнешь в этот свисток. Там всё увидишь». Он протянул мне серебристый цилиндрик с овальной дырочкой. «Свистит долго и громко», посоветовал мальчик. «Сейчас всё от тебя зависит. Успеешь? С Лёшкой и Олеськой будет всё хорошо, как я и обещал. Не успеешь? Успей, пожалуйста». Он умоляюще посмотрел на меня. «Всё, давай, гробовщик, двигай. Выручай детишек». Генка, наверное, хотел меня ободряюще ткнуть кулачком в грудь. Но его полупризрачная рука прошли сквозь меня. «А как же ты?» Я посмотрел на Генку. «Что будет с тобой? Со мной ничего», грустно сказал Генка. «А вот что с вами будет?» «Брат, вам никогда мою смерть не простит». А воронка снова качнулась к нам. И мальчик опять на мгновение превратился в призрачный силуэт. «Хватит разговоров!» Заспешил он, как мне показалось, трудом обретая форму. «И давай, уже иди, я не смогу долго здесь. А мне ещё для тебя проход удерживать». «Да, чуть не забыл», вспомнил он. «Не дай тебе Бог, пока будешь идти, свернуть с прямого пути. Никаких поворотов, освещенных эскалаторов или зовущих себя родственников. Правильный путь, только прямой. Всё, топай, время!» Генка неловко хлопнул в ладоши, и слева от меня пыль на полу вздыбилась, заклубилась. В следующий момент порыв ветра унес поднявшуюся пыль в сторону, и моим глазам пристала большая квадратная крышка. Мальчик кивнул мне на неё. «Открой!» Я подошёл, потянул за толстое кольцо. Поднимая новые клубы пыли, крышка подалась неожиданно легко. В открывшемся проёме стали видны ступеньки, уходящие вниз. Я спустился вниз. Вроде бы коридор. Но насколько длинный и куда ведёт, в темноте не было видно. Я выглянул из проёма, вопросительно посмотрел на Генку. «Там должен быть выключатель!» Сказал он. Я снова пошарил по мелкой неровной плитке на стене. «Есть! Щёлк!» Вспыхнули неоновые трубки на невысоком потолке, и я увидел уходящий вдаль белый коридор. Сверху посыпались мелкие камешки. Я поднял голову, встретился с глазами с Генкой, но в этот раз ничего не смог прочитать в его взгляде. Я глубоко вздохнул. Шагнул было в тоннель, остановился. Хотел оглянуться. Не смог. Затоптался на месте, не зная, что сказать. «Прощай!» Громко сказал Генка, будто услышав мои мысли. «И помни, пока не спасёшь детей, ты не имеешь права помереть!» «Ну, а это ты!» Начал неуверенно я. Но Генка рявкнул. «А ну, заткнулся и бегом!» И тут же над головой с треском захлопнулась крышка люка. Я шёл через разорённый лагерь. Я заглядывал в мёртвые лица. Я читал их краткие жизни. Я видел, как они умирали. Мало кому удалось это сделать достойно. Лагерь был уничтожен минут за семь. Щеглов мог бы гордиться своими подопечными. А вон лежит Гришка с дуба. Невысокий толстяк, у которого голова повёрнута на сто восемьдесят градусов. Он даже не пробовал защититься. Пятился от надвигающегося кровососа, а потом выронил пистолет и закрыл лицо руками. Спрятался. Лица, лица, лица. Перекошенные, испуганные, яростные, обезумевшие глаза. «Дяденька, передайте вашему самому главному». «А ты что за птица?» «Подождите, я должен вам сказать». «Нет, это ты, погоди. Кто ты, я тебя спрашиваю. Откуда ты тут взялся?» «Не останавливаться. Дальше, дальше. Глупый Лёшка, ты думал, что они видят перед собой десятилетнего пацана? В зоне не бывает детей. Оттуда приходят только монстры. А значит, ты один из них». Кучей тряпья валяется Кирюха Палёный. Этот не закрывал лицо. Этот бился до конца. Одному снорку даже плечо повредил заточенной арматурой. В отместку ему содрали кожу с лица, а потом сломали позвоночник. Дом, срухнувший внутрь крыши и перекошенными стенами, похожий на технический удар. Работа псевдогиганта. Я заглянул вовнутрь. Здесь держали оборону пятеро. Даже отстреливаться пытались. Вон гильзы. Из-под завала спираль провода с телефона трубкой на конце. «Никто не снимает трубку. Где копыта? Где эту сволочь носит? Да хватит тебе звонить! Даже если этот урод и на КПП, так он и побежал сюда, в самое пекло, схоронился гад! Отсиживается в каком-нибудь подвале или подполе. Чего его искать? Какое такого руководителя толк? Самим надо оборону готовить. А как отобьемся, тогда и всех ей разъясним. И смотрящего недоделанного, и пацана этого мутного спросим. Но нам же сказали, что атака будет с другой стороны. Нужно предупредить. Откуда? От блокпоста? Если твари между нами и военными пролезут, то тут им бы и конец. Размажем с двух сторон. Но давай на всякий случай поставим двух наблюдателей. Белый, там Санек, говорят, какую-то девку поймал. Дети. Сначала Лешка не послушался разумных слов сестрички и поперся предупреждать этих подонков. А потом уже Олесия не усидела на повозке. Пошла следом за братом и попалась. Еще один дом. Здесь контролер поработал. Трупы редком лежат с крыльцом. Судя по позам, они не сопротивлялись. Я представил, каким по очереди перегрызают горло. Они стоят чуть ли не по стройке смирно. И содрогнулся. Поднялся по ступенькам. На перилах следы, будто кто-то лупил по ним молотком. Бах, бах, бах. Тихо! Сейчас будет устроен аукцион. Начальная цена – три бутылки водки. Четыре! Пять! Семь! Угу. Да не кусайся ты, лусочка. Дяденька, не надо. Этот крик, как ножом в сердце. У меня подгибаются ноги. Я, хватаясь за перила, брезгливо отдергиваю руку, долго не решая шагнуть через порог. Восемь бутылок водки! Кто больше? Не жмитесь, черти! Девочка, первый класс! Восемь бутылок водки раз! А ты куда прешь? Вы что тут делаете? Картавы, ты где должен быть? Кто разрешил покинуть наблюдательный пункт? А отчего я? Ничего. Вашу мать, сейчас набег начнется, а вы тут слюни пускаете. А ну, разойтись! После боя будете бордель устраивать. После боя сюда Киров заявится, и хрен что кому обломится. И тут звонки, как серебряная струна, крик Лешки. Вы что делаете, сволочи? Да, Лешка, сволочи. А ты их спасать примчался. А это что за шкет? Это мутант. Сегодня со стороны зоны пришел. Говорят, племянник гробовщика. Тот самый. Шел бы ты, малой, отсюда. Здесь взрослые дела. Отпустите мою сестру, не то... И выстрелы в ответ. Учиться тебе еще, Лешка. Учиться. Сначала действуй, потом грози. Особенно, когда перед тобой вооруженные люди. Ух, ё! А если он и в самом деле племяш гробовщика? Осерчает дядька-то. А откуда он узнает? Прихороним тело и концы воду. Не хрен лезть в взрослые разборки. Так, ладно. Дает кто-нибудь больше двенадцати бутылок? Нет? Продано! Бах! Семен, дуй за водкой. Твоя принцесса ждет тебя. А теперь разыгрываем второго по очереди. А я говорю по местам, скоро начнется. Нужно быть на готове. Да пошел ты! Начальная цена... А из дома. Дяденька, не надо, ну пожалуйста. Блин. Еще немного и я дойду до того, что начну пинать мертвых. Тебя, трусливого Кирюху Короткого, который заперся в подвале и не пускал туда ни своих, ни чужих, пока не вытащил наружу контролер. Вытащил и заставил с разбегу размножить себя голову о бетонный столб. Череп только на третий раз не выдержал. Тебя, больно хитрого Остапа Чару, который как только начались крики со стороны блокпоста, кинулся бежать из лагеря прочь. В зону, не разбирая пути. Думал в кустах отсидеться. Единственное, прежде чем нападать, лагерь окружили. Так что пал Остап в числе первых. Жадный до крови кровосос оторвал тебе башку и выпил до донышка. А голову, будто обычный мяч, зафутболил потом в сторону центра деревни. Вон она валяется. Тебя, храброго бродягу по кличке Бардак, который в числе еще троих смельчаков сначала отстрелился из ПМ, а потом сцепился в рукопашный. Убил ты кого или покалечил, но разозлил ты их порядком. Недаром тебя нанизали на обломанную ветку березы, как жука на иголку. Ты еще, похоже, живой вон, ногами дрыгаешь. Слышите, суки? Мне не жалко вас! Тело Лешки не успели спрятать. Мальчик так и лежал недалеко от дома, на боку прижав руки к окровавленной груди. Лицо искажено от боли. Я подошел, взял его на руки. Вернулся к дому, возле которого творился этот позорный аукцион. И, наконец, решившись, зашел внутрь. У самого порога безглазый труп. Это Семен Трубач. Он выиграл быть первым в очереди к девочке, но не успел. Пока бегал за водкой, началось. Пытался отмахнуться от снорка с заточенной отверткой. Вон она, по самую рукоятку в ухе. Дальше чета-оторванная нога в кирзовом сапоге. Обрывок штанины черной от крови. В комнате Тимофей Кот по кличке Котовский. Ноги все целы, а вот от шеи один позвоночник. Не перегрызено. Вырвано. Это он стучал молотком по перилам. Я не удержался. Плил на забрызганную кровью лысину. «Олеся!» Позвал я. «Какое там?» И вдруг услышал какой-то звук. Будто схлипнул ребенок. Упал на колени. Аккуратно положил тело Лешки на пол. Бросился в соседнюю комнату. Девочка была жива. Огромный синяк во всю левую половину лица. Разбитая в кровь губа. Глубокая царапина на правой бровью. Олеська полу лежала в углу за кроватью, зарывшись какое-то тряпье. Простыня на кровати была в пятнах крови. Надо же. Звери пощадили. А люди нет. Я шагнул к ней и отпрянул. Потому что девочка заскулила, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. Ты что, Олеся? Сказал я, приседая, чтобы не смотреть на нее сверху вниз. Это же я. Дядя Немой, помнишь меня? Девочка смотрела на меня, не узнавая, и всхлипывала, сотрясаясь всем телом. Смотри, что у меня есть. Я достал из кармана красные и синие камешки. Хочешь? Я на курточках шаг за шагом подобрался к Олесе, держа камешки на открытой ладони. Взял ее за правую ручку. Девочка вздрогнула. Замычала, попыталась отпрянуть. Я мягко придержал ее. Раскрыл стиснутый кулачок, вложил красный камешек. Потом в левую ручонку синие. Лицо девочки дрогнуло. Взгляд обрел осмысленность. Она смотрелась мне в лицо и вдруг обхватила руками за шею. Зарыдала. Дядя Немой. Сквозь слезы протянула она. Это все я. Я виноват. Надо было отговорить Лешку. Я обнял ее в вздрагивающей тельце. Поднялся. Ворох тряпок, в которые была закутана девочка, опал вниз. Олеська дернулась было, чтобы удержать соскальзывающее тряпье. Потом еще крепче прижалась ко мне. Я заскрепил зубами. Девочка была голышом. Осмотревшись, я не увидел ничего похожего на детскую одежду. Блин, и что делать? Аккуратно поставив мальчишку на ноги, я взял тряпку подлиннее, обернул вокруг бедер, завязал на боку. Другую тряпку накинул ей на плечи. Олеся, ты идти сможешь? Нам нельзя, долго здесь нужно уходить. Девочка кивнула. Не удержавшись, я взял ее за руку, разжал кулачок. Там было пусто. А камешек он оделся. Рассыпался в прах. Впитался. Постой здесь я позову. Сказал я и вышел в общую комнату. Посмотрел на тело Лешки. Мелькнула шальная мысль. Спрятать его где-нибудь, чтобы Олеся не видела мертвого брата. Но нет, это было бы неправильно. Я присел и, чем черт не шутит, вложил в руки мальчишке оставшиеся камешки. Сжал его безвольные руки в кулачки. Никакой реакции. Вздохнул разочарованно. Взял легкое тельце на руки и позвал. Олеся, пойдем. Девочка, сутулившись и хромая, вышла из комнаты. Глянула на меня, на брата. Крупные слезы опять заскользили по ее щекам. Он... живой? Второе слово она произнесла шепотом. Я хотел было отрицательно покачать головой. Молча, дыхание перехватило. Но тут мне показалось, что мальчик шевельнулся. Я посмотрел на него. Вот еще раз и еще. Тело Лешки содрогнулось. Он попытался выгнуться дугой. Лицо его исказило гримаса боли. Потом он шумом вдохнул, закашлялся, несколько раз моргнул и вдруг открыл глаза. Конечно, живой, сказал я. Ну, Генка, ну, камешки. Мальчик снова закашлял. Из уголка рта потек тоненький ручеек крови. Где Олеська? Прохрепел он, пытаясь повернуть голову. Здесь. Только и смог я выдавить из себя. Уходить из лагеря надо было спешно. Но как? Лешка сам идти не мог. Рубашка вся его намокла от крови. Я нес его и боялся взглянуть на его раны. Следом, морщась от боли, еле шла Олеська, замотанная в тряпки. Пока дошли на повозки, пока погрузились, я подумал было вернуться. Поискать среди трупов какое-нибудь оружие. Потом усмехнулся. Что такое пистолет против монстров Щеглова? И погнал своих лошадок в сторону Павловичей. Прочь от мёртвого лагеря. И вовремя. Сзади уже нарастал рёв форсированного двигателя бронированного БМП. Достигнув центра западного лагеря мотор стих. Команда зачистки явилась проверить территорию на предмет выживших, да и мёртвых прикопать заодно. Аномалии на пути не попалось ни одной. Наверное, Алёшка дорогу почистил, пока в лагерь мчался. Мальчик лежал за моей спиной на ворохе тряпок. Глаза закрыты, дышал часто, с пресвистом. Кулачки так и не разжал. Морщился при тряске на ухабах. Рядом тихо, как мышка, сидела его сестричка, держала за руку. Плакала, размазывая по лицу слезы в перемешку с кровью. Я оглянулся. Хватит, нет? Достал серебряную трубочку, которую мне дал Генка. Набрал воздуха в лёгкие и дунул. Свисток не издал ни звука. Я попробовал ещё. Тот же результат. Ещё. Ещё. В ушах зашумело. Пространство вокруг утратило статичность. Поплыло, закрутилось, сворачивая в длинную трубу тоннель, в конце которого была она. Дверь. Тоннель сначала рванулся куда-то в невообразимую даль. А потом, подобно телескопической удочке, стал втягиваться, собираться, колено за коленом, колено за коленом. И на каждое сокращение раздавалось класс, от которого всё вокруг, земля, воздух, само пространство, всё содрогалось. И так длилось и длилось, пока дверь его не приблизилась вплотную. Пока она не обрела реальность, не открылась, и я не увидел его. Высотой метра три он мерцал и переливался, становясь похожим то на гигантскую глыбу льда, то на отполированный до зеркального отражения прямоугольный куб. Не знаю как, но он смотрел на меня. И смотрел, мягко говоря, без особой приязни. Так вот ты какой, монолит. Повозка давно остановилась. Но я всё равно натянул поводья. Малой недовольно покосился в мою сторону. Громко фыркнул. Мол, приди в себя. Мы стоим давно. Я сморгнул, чертыхнулся. Неловко спрыгнул на землю. Олеська, которая забороженно смотрела в открывшийся проём, встревоженно перевела взгляд на меня. Я успокаивающе улыбнулся. Сказал. «Приехали. Пересаживайся на моё место». «Зачем?» Насторажилась девочка. «Вы разве не с нами?» «Конечно с вами», сказал я, испытывая дикое желание отвести глаза. «Только не сейчас. Позже. Остались кое-какие дела, вот я делаю, и сразу к вам». Олеська колебалась. Вот ведь чистая душа. Всё чувствует. Всё понимает. «Брата спасай», – потолкнул её я. «Не тяни». Девочка виновата оглянулась на Лёшку. Глубоко вздохнула. Взяла у меня вожи. Легонько хлёстнула ими по бокам лошадок. Малой довольно буфнул. Ему нравилось водить Олеську. Повозка тронулась и покатилась прямо сквозь монолит. Черты её плыли и истаяли в зеркальной поверхности куба. «Что теперь?» – спросил я. По ту сторону двери в грани монолита отражался лес, дорога, колея от проехавшей повозки. Но не я. Я чувствовал его взгляд. Брат Генки всё так же неприязненно таращился на меня. Потом из проёма что-то вылетело. Больно чиркнуло по щеке и упало мне под ноги. Я нагнулся и поднял булавку, наподобие той, что дал мне Генка. Только бусинка у этой была не красной, а чёрной. «И на том спасибо!» – криво усмехнулся я. После этого дверь захлопнулась. Окружающее пространство распрямилось, будто отпущенная резинка. Земля под ногами содрогнулась. Я не удержался на ногах и упал на четвереньки. Налетевший порыв ветра зашатал ближние деревья. Воспарили к небу и стали опадать обрывки коры, иголки, листья. Я поднялся с колен, вытер кровь со щеки, глянул на артефакт у себя в руках, сказал «Нарекаю тебя гвоздь», усмехнулся и добавил «И будешь ты последним в крышку моего гроба». Издалека донёсся отрезк автоматной очереди. Чистильщики нашли таких живых в западном лагере. Интересно, Киров с ними? Я глубоко вздохнул и захромал в ту сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok